Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы начинаем наше заседание. И оно у нас будет состоять из двух частей, из двух половин. Первая половина дня сейчас у нас откроется докладом Юрия Думина «Топологические модели магнитного присоединения и их применение в физике Солнца». Я хочу сказать, что эти ломоносовские чтения, они выделяются среди других тем, что по просьбе ректората и ученого совета Московского университета они приурочены к торжествам, которые сейчас проходят в честь 270-летия Московского университета. Поэтому вот логотип наш мы просили ставить. Итак, первый доклад, пожалуйста. Время у нас полчаса дается. Ну, с учетом дискуссии. Здравствуйте, уважаемые члены ученого совета. Большое спасибо за предложение выступить с этим докладом. Я собираюсь сделать такой небольшой обзор работ по так называемому магнитному пересоединению, которые проводились в нашем отделе физики Солнца под руководством покойного Бориса Силовича Сомова в последние годы. А что, собственно говоря, мы имеем в виду, когда говорим про топологический механизм магнитного пересоединения? Ну, как известно, магнитное пересоединение – это процесс разрыва силовых линий магнитного поля и их перезамыкания в новой конфигурации, как показано здесь на анимации. Важность магнитного пересоединения, опять-таки, я думаю, как все знают, связана с тем, что этот процесс сопровождается нагревом плазмы, ускорением заряженных частиц и тому подобными процессами, важными для астропизики. Но я в данном случае не собираюсь даже ничего говорить про теорию вот этих процессов нагрева, ускорения и так далее. А цель моего доклада – обсудить условия, при которых, собственно говоря, реализуется магнитное пересоединение. Ну, вообще говоря, магнитное пересоединение в любом случае возникает в так называемой нулевой или нейтральной точке магнитного поля X-ти. Ну, как показано здесь на анимации. При этом нужно иметь в виду, что соответствующая нулевая точка, вообще говоря, может быть сформирована двумя совершенно разными способами. Во-первых, наиболее очевидный способ – это за счет воздействия локальных токовых систем непосредственно в области пересоединения. Это как раз и соответствует тому, что обычно рассматривается, то есть то, что я буду называть классическим механизмом магнитного пересоединения. Но наряду с этим возможен совершенно другой способ реализации нулевой точки, а именно за счет специфической суперпозиции от неких глобальных удаленных источников. Это как раз то, что называется топологическим механизмом. Ну, сам термин топологический, он несколько спорный, насколько он тут по делу употребляется. Но поскольку он является таким уже установившимся более или менее, я, так сказать, не буду отходить от установившейся традиции. Но возникает, конечно, интересный вопрос, действительно ли можно так реализовать возмущение от удаленных источников, что где-то вдали возникнет тулевая точка. А, нет, ну, прежде чем об этом говорить, все-таки я хочу немножко остановиться для ясности на одной наглядной аналогии, о чем идет речь. Ну, вот тут представляется целесообразно рассмотреть такую аналогию как бы магнитного пересоединения с процессом распространения пламени по поверхности. Очевидно, что процесс распространения пламени может происходить, инициироваться двумя совершенно различными способами. Но, во-первых, это может быть поджигание за счет локальной теплопередачи от уже горящего вещества, либо же это поджигание внешним источником. В первом случае это как раз аналог классического механизма пересоединения, а во втором случае аналог топологического механизма. Но из этой аналогии довольно очевидно, что многие ключевые параметры этого процесса будут в двух этих случаях совершенно различны. Так, например, в первом случае скорость распространения горения, она, очевидно, будет порядка тепловой, во втором случае она уже практически никак с тепловой скоростью, так сказать, молекул не будет связана, все будет определяться скоростью движения этого внешнего источника. Соответственно, в случае магнитного пересоединения, в первом случае скорость будет порядка альфеновская, а во втором случае она с альфеновской уже, так сказать, теряет связь, она зависит от скорости эволюции источника. Точно так же и геометрическая структура пламени. В первом случае, очевидно, она определяется просто, ну, как распределено, так сказать, исходное вещество по поверхности. А во втором случае не столько от того, как исходное вещество распределено, сколько от того, как движется вот этот поджигающий источник. Соответственно, в случае магнитного пересоединения, в первом случае, как бы, вся структура оказывается привязанной к локальной конфигурации силовых линий магнитного поля, а во втором случае она уже больше зависит от некоторых глобальных параметров магнитного поля, в первую очередь от так называемых сепараторов. Ну, вообще, впервые вопрос о том, действительно ли можно реализовать такую конфигурацию источников, чтобы получить где-то вдали от них нулевую точку. Значит, эти исследования начались в конце 80-х годов, еще в теоретделе ФИАНа, когда там руководил Гинсбург. Ну, и как бы основополагающие результаты, они были сформулированы, вот, в процитированной здесь статье Горбачева, Кельнера, Сомова, Шварца. Конкретно что сделали эти авторы? Они рассматривали, ну, в качестве частного случая, систему четырех магнитных источников, ну, скажем, солнечных пятен на поверхности фотосферы, которые в одной плоскости лежат. Ну, предположим, давайте рассмотрим, для конкретности они рассматривали ситуацию, когда три источника расположены в вершинах прямоугольного треугольника, а четвертый может занимать произвольное положение. И тогда, используя там некий весьма изощренный метод топологического анализа, они показали, что вот на этой плоскости источников существует такая специфическая область топологической неустойчивости, вот здесь заштрихованная такая вот серпообразная полоска, такая, что когда четвертый источник попадает, ну, движется, попадает в эту область, то вся глобальная структура магнитного поля испытывает резкую перестройку, и эта перестройка сопровождается зарождением и быстрым движением новой нулевой точки магнитного поля, где-то, во-первых, на большом расстоянии, во-вторых, что тоже важно, с большой скоростью, то есть это есть некий эффективный механизм для инициирования магнитного пересоединения в больших областях пространства, это вот тогда ими было названо таким термином топологический триггер. Вот, но поскольку соответствующий математический аппарат, он, я боюсь, большинству малоизвестен, я буду дальше там все стараться иллюстрировать на таких достаточно наглядных картинках. Ну, вот еще, если немножко поподробнее, когда реализуется вот эта ситуация топологического триггера, ну, вот опять-таки, возвращаясь к этой основоплагающей работы Горбачева с авторами, значит, что они рассматривали? Рассматривалась система четырех источников, вот плюс, плюс, минус, минус, тогда с глобальной точки зрения конфигурация магнитного поля, как бы с топологической, так сказать, точки зрения, дается так называемой двухкупольной структурой, то есть это вот два таких пересекающихся купола. Что они означают? Это означает, что вот, скажем, область пересечения этих двух куполов, это есть не что иное, это как область пространства, заполненная магнитными силовыми линиями, идущими вот от этого источника до этого. Скажем, левый купол с вырезанной центральной, частью, соответственно, заполняется силовыми линиями, идущими от этого источника вот до этого, ну и так далее. Ну и, как я сказал уже на предыдущем слайде, было показано, что существует такая специфическая область неустойчивости, показанная здесь вот таким вот желтым, серпообразным, так сказать, серпообразной областью, такая, что когда, вот, скажем, четвертый источник попадает в эту область, вся эта двухкупольная структура испытывает резкое такое перестроение своего рода опрокидывания, и это сопровождается зарождением и быстрым движением новой нулевой точки на большом расстоянии от источника. Но это, я думаю, будет там немножко более наглядно видно на последующих анимациях, которые я буду показывать. Вот, ну, говоря об истории исследований топологического триггера, как я сказал, основная идея была предложена еще в 88-м году в работах Горбачева с авторами. Затем в конце 90-х годов, в начале 2000-х, очень большой цикл работ в этом направлении проводился группой вот под руководством, ну, от такого одного из основоположников магнитного пересоединения Приста, которого, наверное, многие знают, по крайней мере, по фамилии, это из университета Санкт-Эндрюс в Великобритании. Они в основном занимались детальными расчетами конкретных магнитных конфигураций, но фактически это в каком-то смысле, хотя там был большой объем работ, но это были все частные случаи, как бы, той общей модели, которую предложил еще за 10 лет до этого Горбачев с авторами. Затем, начиная с 2008-го года, работы в этом направлении, они как бы были возобновлены здесь, в Галише, в отделе физики Солнца, под руководством Бориса Всеволодовича Сомова. Причем акцент был сделан уже на применение топологического механизма к объяснению конкретных наблюдаемых явлений на Солнце. Ну, еще, я думаю, стоит упомянуть, что примерно с 2015 года, ну, эти работы довольно широко проводятся в высшей школе экономики, там группы математиков довольно известных, но у них-то акцент делается на том, чтобы использовать для построения топологических моделей не индексы Эйлера по Анкаре, как ранее делалось, а индексы Морса Смейла, которые как бы потенциально дают возможность рассматривать более сложные конфигурации с большим количеством источников, не обязательно в одной плоскости. Но эти работы, они, в общем-то, пока что не доведены до такого состояния, что можно было сравнивать с наблюдениями. Я, собственно, о них говорить ничего не буду. Моя цель будет состоять в том, чтобы проиллюстрировать, как несколько конкретных наблюдаемых явлений в физике Солнца интерпретируются в терминах вот этой самой старой Горбачёвской топологической модели. Но фактически на сегодняшний день можно выделить целый ряд наблюдаемых явлений на Солнце, для интерпретации которых мог бы быть приведен, использован топологический механизм. Здесь вот дан список, причем они как бы выделены разным цветом. Что тут имеется в виду? Ну то, что показано, скажем, желтым, рекуррентной солнечной вспышкой, это явление, для которого, так сказать, там предложены разные модели, топологический механизм это, так сказать, один из многих возможных. Вот то, что красным показано, точнее сказать, то, что коричневым показано, это те явления, для которых, в принципе, есть разные модели, но топологический механизм вроде бы выглядит предпочтительным. И красным, вот то, что показано, униполярные микровспышки и корональные выбросы массы невидимки, это те явления, для которых вроде бы, кроме топологического механизма, никаких других разумных объяснений нет. Это как раз то, о чем я дальше вот хочу рассказать. Итак, по поводу, значит, униполярных микровспышек. Ну, как я думаю, всем хорошо известно, солнечные вспышки обычно проявляют себя как такие вот эмиссионные петли или системы петель, так сказать, упирающихся своими основаниями в поверхность фотосферы. Ну, эти петли, если сопоставлять их с магнитограммами, они, так сказать, ассоциируются с силовыми линиями магнитного поля. Ну, и, соответственно, при этом основания петель, естественным образом, так сказать, лежат в областях фотосферы, то есть в солнечных пятнах, противоположной полярности. Любопытно, однако, что иногда можно наблюдать хромосферные микровспышки, у которых эмиссионные дуги упираются своими основаниями в солнечные пятна одинаковой полярности, либо же в области вообще беззаметных магнитных полей. Это то, что будет далее называться униполярными микровспышками. Ну, конкретный пример такого явления показан вот на этом слайде. Это результат анализа архивных данных спутника хинодов хромосферной линии Кальций-2. Вы видите, что здесь вот в какой-то момент времени вспыхивает такая вот светящаяся дуга между двумя солнечными пятнами, которые там существуют, ну, 2-3-4 минуты. Ну, на первый взгляд, эта дуга, так сказать, не представляет собой ничего особенного. Можно думать, что это просто магнитно-силовая трубка, посоединяющая два солнечных пятна противоположной полярности. Однако, если посмотреть на соответствующую магнитограмму справа, то неожиданно оказывается, что эта эмиссионная дуга упирается концами в солнечные пятна одной и той же полярности, в данном случае отрицательной. То есть это заведомо, так сказать, не связано с вот этой магнитной аркой. А нужно отметить, что такие микровспышки, хотя и являются нечастыми, но, в принципе, идентифицируются достаточно регулярно, если анализировать достаточно большие серии наблюдений, скажем, того же спутника Хенута. И весьма удивительно, что этим микровспышкам до сих пор почти не уделялось внимания. По-видимому, они интерпретировались просто как некоторый шум, поскольку не было никакого разумного физического объяснения. С другой стороны, в рамках топологической модели такие явления объясняются весьма естественным образом. Ну вот здесь, на данной анимации, вы видите уже результат конкретного расчета того, как происходит эволюция магнитного поля, вот как раз в рамках той модели Горбачева, о которой я раньше говорил. Ну, для наглядности здесь, чтобы не загромождать рисунок, показаны не все силовые линии магнитного поля, а только так называемый топологический скелет. То есть, это те силовые трубки, которые соединяют источники с нулевыми точками. Ну, в данном случае, вот синим, голубым, красным, фиолетовым цветом здесь вот шариками показаны источники, тем же цветом показаны выходящие из них пучки магнитных силовых линий, именно выделяются узкие пучки, а желтым показана, соответственно, вот образующаяся нулевая точка и траектория ее движения. Ну и вы что видите? Вы видите, в плоскости Z равная нулю есть 4 источника, вот это вот, значит, основание двух куполов. Один купол такой маленький, другой большой купол, здесь только кусочек виден. И вы видите, когда вот этот красный источник совсем чуть-чуть еле заметно смещается, тут даже практически смещение в таком масштабе незаметно. Вся эта глобальная структура, значит, испытывает, как бы такое вот опрокидывание, и это опрокидывание сопровождается формированием и быстрым движением новой нулевой точки, вдоль которой как раз и может инициироваться магнитное пересоединение. Ну, результат этого расчета здесь вот показан в виде такой модельной магнитограммы, то есть это вот в плоскости, ну, немножко выше Z равной нулю, примерно 0,2. Значит, нанесено распределение магнитных полей, и показана соответствующая эмиссионная дуга, та самая, которая же вот из того же расчета, что и на анимации. Это как раз вот последняя работа, которую мы с Борисом Селочем успели сделать. Вот. Ну и как вы видите, здесь в данном случае вот при таком расположении источников она одним концом упирается вот в солнечное пятно, другим концом куда-то уходит в область безмагнитных полей. Ну, при там какой-то вариации источников, там, возможно, ситуация, что она, скажем, в два солнечных пятна одной полярности упирается и так далее. То есть, как я уже говорил в офигении, при использовании топологического механизма положение эмиссионной дуги не имеет ничего общего с локальной конфигурацией магнитных силовых линий, а приблизительно совпадает с так называемым сепаратором, расположенным на пересечении двух куполов, и это, в общем, дает разумную интерпретацию, почему такие дуги возникают. Ну, еще одним таким как бы обобщением этих микроспышек, униполярных микроспышек являются так называемые синхронные микроспышки. То есть, иногда эти униполярные микроспышки, они даже возникают не поодиночке, а парами, что, опять-таки, видно по анализу тех же данных спутника Хинора. Ну, вот с левой стороны показаны оригинальные данные, они тут в негативном изображении даны. Но поскольку они зашумлены, здесь произведено вычитание двух последовательных изображений. Ну, и справа, во-первых, здесь видите, контраст очень хороший. Ой, тут, конечно, контраст плохой. Да, тут мало что видно, но, в общем, там какие-то отдельные... Ой, да, тут, конечно, не видно. Тут на экране-то это получше видно. В общем, образуются две дуги там. Одна слева, другая справа. Одна побольше, другая поменьше. Ну, тут, к сожалению, контраст низкий, эти дуги не видно сюда. Вот. Ну, и такие синхронные... Да, причем эти дуги, они, в общем-то, заведомо не являются аналогом хорошо известных двухленточных вспышек, которые формируются аркадой там из нескольких петель. Поскольку каждая петля тут локализована в области своей полярности. К сожалению, контраст низкий. Вот. Ну, и опять-таки, такие ситуации также могут быть хорошо интерпретированы, но уже как бы не на основе той вот простейшего варианта модели Горбачева, о которой я говорил. На основе ее, так сказать, некоторого обобщения на случай большего количества источников. Вот. Ну, то есть, в двух словах качестве, на чем тут идет речь. Ну, вот ту картину эволюции, которую я показывал на анимации, ее можно как-то схематически представить. Вот у нас в плоскости источника, значит, были четыре источника, два плюса, два минуса, основание двух куполов. И у нас как бы вот эта картина опрокидывания куполов, она как бы у нас как выглядела? Как некое такое синхронное вращение двух таких секущих плоскостей, которые как бы вот тут красными дугами показаны. На их пересечении, собственно, и образуется нулевая точка магнитного поля, которая вот при этом опрокидывании быстро движется. Ну, и если обобщить эту конструкцию, скажем, с четырех источников на шесть источников, тогда, скажем, будет три купола. И тогда синхронное опрокидывание, значит, соответственно, тут уже будет три секущие плоскости, показано красное. Их, так сказать, синхронное опрокидывание дает, так сказать, уже две такие эмиссионные дуги. Вот. То есть тут как бы открываются перспективы для более таких интерпретаций более общих явлений. Вот. Ну, что касается микроспышек, ну, это просто в более крупном масштабе. Ну, что касается микроспышек, значит, это как бы такой, ну, вещь интересная, но это как бы далекая от практики. А сейчас вот как бы в заключительной части доклада мне бы хотелось остановиться на таком гораздо более практическом вопросе, важном для предсказания космической погоды, таких, таком, как прогнозирование так называемых корональных выбросов массы невидимок. Ну, когда мы говорим корональные выбросы невидимки, здесь имеется в виду не то, что корональный выброс невидим, а то, что невидим источник его невидим. Поэтому, так сказать, непонятно, как прогнозировать. Вот. Ну, говоря об истории исследования КВМ, нужно упомянуть, что они, значит, были обнаружены еще в 70-е годы. Ну, и, в принципе, до самого начала было видно, что в каких-то случаях они ассоциируются с солнечными вспышками, в каких-то случаях не ассоциируются. Но, так сказать, тот факт, что иногда, так сказать, было невозможно ассоциировать с солнечной вспышкой, это долгое время приписывалось просто несовершенству наблюдений. Однако, в последующем, по мере улучшения качества наблюдений, сложилась такая ситуация, что какая-то доля корональных выбросов по-прежнему оказалась, так сказать, их оказалось невозможно ассоциировать с солнечными вспышками. И в последние десятилетия сложилось такое уже устойчивое мнение, что существует отдельный класс явлений, это то, что вот называется говно по-русски КВМ-невидимки, по-английски, стелс-семьи, которые, значит, в принципе, не имеют в своей основе солнечных вспышек. Ну, и, соответственно, коль существуют такие явления, так сказать, возникло, так сказать, стали возникать предположение, что для объяснения таких, для объяснения КВМ-невидимок нужен какой-то особый механизм, отличный от стандартного магнитного пересоединения, которым обычно объясняется формирование корональных выбросов. Ну и далее я вот хочу пояснить, почему все основные особенности КВМ-невидимок могут быть хорошо объяснены именно как раз вот топологическим механизмом магнитного пересоединения. Там будет целых три причины, почему так сказать, вот топологический механизм является в каком-то смысле идеальным вариантом их объяснения. Одно объяснение оно такое как бы термодинамическое и два таких более геометрических. Так, ну, во-первых, как мы говорили уже в введении, в принципе, возможны два варианта реализации нулевой точки, либо за счет локальных токовых систем в области пересоединения, либо за счет суперпозиции удаленных источников. Соответственно, возможно, два механизма корональных выбросов массы. В первом случае, когда нулевая точка возникает за счет локальной токовой системы, соответственно, один эффект, который тут наблюдаемый происходит, это энерговыделение при диссипации этих токов, то есть как раз вспышка, а второй эффект это эрупция плазмы из точки, так сказать, отрезгрузка плазмы от точки пересоединения. Это как раз то, что соответствует, так сказать, стандартным корональным выбросам массы. Что же касается топологической модели, то, как я уже несколько раз говорил выше, здесь, так сказать, все происходит без локальных токовых систем, поэтому тут никакого особого энерговыделения в месте пересоединения быть не должно, или же оно каким-то очень малым будет. То есть весь эффект сводится к эрупции нулевой точки. И это как раз первая причина, почему корональные выбросы массы невидимки могут быть хорошо объяснены как раз топологическим механизмом пересоединения. Так, вот, но наряду с этим существуют еще и дополнительные, как бы, аргументы такого более геометрического типа в пользу топологических механизмов. Да, ну, как я уже говорил в обведении, для реализации топологического механизма необходимо возникновение таких конфигураций магнитного поля, в которых возникают в некоторых местах нулевые точки R со звездочкой, в которых одновременно происходит изменение знака топологического индекса Элера-Пуанкары. Ну, вообще говоря, анализ таких конфигураций является очень сложной математической задачей, который к настоящему времени произведен лишь для некоторых конкретных случаев. Ну и наиболее исследованная конфигурация – это фактически вот то, что, так сказать, я упоминал эту классическую работу Горбачева. Это, значит, вот такая Т-образная скошенная конфигурация в виде такой скошенной буквы Т из четырех источников. И тогда, значит, как тогда еще давным-давно было показано, когда вот этот центральный источник вклинивается вот в перекладинку этой буквы Т, как раз реализуются соответствующие условия, значит, развивается вот эта топологическая неустойчивость. Вот на этом слайде показаны уже результаты, так сказать, детальных численных расчетов, которые вот мы проводили. Как раз развитие топологической неустойчивости, опять-таки, это чисто в модели Горбачева, уже в применении к корональному выбросу массы. Вот. Ну, опять-таки, вы видите, в плоскости Z равной нулю четыре источника. Они, правда, тут немножко по-разному раскрашены, по-другому раскрашены. Значит, источники одного знака синим светом, другого красным показаны. Желтым, соответственно, это новая нулевая точка траектории ее движения. Вот. Ну и вы видите, что здесь, вообще говоря, возможны эрупции совершенно по-разному. На первый взгляд возникает, так сказать, удивление, как так получается, что при одних и тех же источниках совершенно такая разная эрупция происходит. А дело все в том, что как раз вот, когда эти источники в плоскости Z равной нулю расположены вблизи области топологической неустойчивости, то их малое шевеление в ту или иную сторону может приводить вообще к кардинально различной эволюции. Ну, здесь вот в масштабе этих анимаций даже не совсем понятно, наверное, как эволюция идет. Справа это, так сказать, проиллюстрировано просто схематически более, так сказать, наглядно. То есть в верхнем случае эволюция идет от такой крестообразной конфигурации к Т-образной, и при этом значит, корональный выброс зарождается где-то в области источников и по такой сильно изогнутой траектории уходит, так сказать, наружу, вовне. А во втором случае эволюция идет наоборот от Т-образной вот к крестообразной, такой чуть-чуть, ну, как бы в другую сторону шевеление идет. И тогда все возникает кардинально по-другому, то есть корональный выброс возникает где-то совсем, так сказать, в стороне от этой системы источников и направлен, опять-таки, по сильно изогнутой дуге уже в направлении, значит, вот этой активной области, где эти источники расположены. Кстати сказать, в литературе последних лет неоднократно уже были упоминания, что какие-то моменты возникновения каких-то КВМ вроде бы ассоциируются с солнечными вспышками, но эти солнечные вспышки, они где-то совершенно в другом месте вроде расположены, не там, где ожидалось. Но и с точки зрения топологических моделей это, так сказать, такое вполне ожидаемое явление. Да, но таким образом, помимо того первого аргумента, о котором я говорил, тут возникают еще два таких дополнительных геометрических аргумента, почему топологические модели хорошо объясняют формирование КВМ-невидимых. Это, во-первых, то, что они всегда идут, это особенность топологических моделей, что эрупция идет по такой сильно изогнутой траектории, то есть возникает возможность, во-первых, наблюдения КВМ-инициированных на обратной стороне Солнца за лимбом. И, во-вторых, то, что, опять-таки, было видно на предыдущем слайде, на анимациях, это то, что при определенных типах сдвигов источников в области топологической неустойчивости, возможны такие ситуации, когда эрупция зарождается где-то на очень большом расстоянии от самих источников. И, как бы, на первый взгляд, кажется, что вообще, так сказать, она, что эта эрупция с этими источниками никак не связана. На самом деле, это просто такая вот специфическая суперпозиция взаимодействия от этих удаленных источников. Ну и так, как бы, резюмируя то, что я сказал, можно что сказать? Что вообще, говорят, топологические модели магнитного пересоединения имеют как свои достоинства, так и недостатки. Причем, любопытно отметить, что при определенных условиях, то есть при интерпретации определенных явлений, как раз недостатки этих моделей превращаются в их очень важные преимущества. Ну, в частности, вот топологические модели неоднократно критиковались в прошлом за то, что они не дают прямого ответа на вопрос об источнике энергии солнечной вспышки. Но, с другой стороны, когда речь идет, значит, об объяснении КВМ-невидимки, как раз источника и не должно быть. Это как раз то, что нам и надо. Вот. Ну, кроме того, вот сильно изогнутые такие дугообразные траектории, эрупции, которые всегда в топологических моделях возникают, на первый взгляд кажутся странными, но, с другой стороны, они позволяют легко объяснить наблюдение КВМ, инициированных за лимбом солнца. Ну и, наконец, то, что я еще говорил, еще одна особенность, то, что эрупция в таких моделях иногда зарождается где-то вдали от области порождающих источников, это, опять-таки, такие ситуации, в принципе, в последнее время в литературе тоже описывались, это тоже хорошо укладывается в концепцию, так сказать, объяснения КВМ-невидимках вот такого рода моделей. Ну и так, если возвращаться вот к тому, что я вначале сказал, то есть к проблеме прогноза космической погоды, то, как я уже сказал, что предсказание КВМ-невидимок сейчас является, становится там одной из таких ключевых задач, это связано с тем, что возникновение стандартных КВМ обычно прогнозируется по появлению солнечных вспышек, а в случае КВМ-невидимок непонятно, что там вообще можно использовать в качестве предвестника. Ну и как раз вот топологически, если исходить из того, что КВМ-невидимки действительно формируются топологическим механизмом, то тогда у нас есть совершенно четкие критерии, как их нужно прогнозировать. То есть нам нужно, значит, вот брать распределение магнитных полей на фотосфере, то есть магнитограмму, и искать такие конфигурации, где у нас, во-первых, реализуется нулевая точка, магнитное поле зануляется, и во-вторых, чтобы в этой точке у нас менялся знак топологического индекса. Но этот критерий, он, в общем-то, является как бы не новым, это фактически в каком-то косвенном виде он следовал еще, так сказать, из работ Горбачева. Но Горбачев-то он анализом конкретных конфигураций не занимался, а, собственно, первый, кто начал, так сказать, это более-менее такой критерий применять для практического анализа, это вот была Инна Слезак, которая когда-то вот в Галише работала, была аспиранткой Бориса в Севолите. Но она, правда, применяла этот критерий, на мой взгляд, не совсем, так сказать, к тем явлениям, которым надо, она его применяла к солнечным вспышкам, но в солнечных вспышках там все равно есть мощные токовые системы, там все эти вот топологические тонкости, они не столь важны. А, собственно говоря, вот то, что я пытался донести вот в предыдущей, так сказать, части доклада, это то, что вот как раз этот критерий может быть очень эффективен для прогнозирования корональных выбросов массы невидимок. Ну и, подходя, так сказать, к заключению, я бы хотел, значит, резюмировать, что топологический механизм, хотя он и был предложен свыше 30 лет назад, однако вплоть до последнего времени он сравнительно мало применялся для интерпретации конкретных, так сказать, астропизических явлений, ну, в частности, физики Солнца. Ну и, в общем-то, вот исследования, те, которые проводились в нашем отделе физики Солнца под руководством Бориса Всеволода, ну, начиная примерно вот с 8-го года, тогда еще меня там не было, когда он это как бы возобновил эти исследования, эти работы, в общем-то, позволили заметно продвинуться как в теоретических расчетах, так и в их приложении к объяснению конкретных явлений, наблюдаемых на Солнце. Спасибо за внимание. Спасибо. Правильно ты понимаешь, что топологическая модель реализуется лишь в том случае, если у нас имеется больше двух источников... Да, 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 не больше двух, начиная с четырех, на самом деле. А нет, а для двух уже... Нет, нет, там фактически получается... Нет, смотрите, какая ситуация. Вообще, все топологические модели, которые в настоящее время, так сказать, были более-менее проанализированы, они делались, во-первых, в приближении потенциального поля, что не очень хорошо. Может быть, вне приближения потенциального поля там и при меньшем количестве источников что-то реализуется, но если говорить про такие более-менее строгие результаты, которые есть для потенциального поля, там нетривиальные ситуации, начиная с четырех источников. Пожалуйста. Можно ли сравнить наблюдаемые характеристики вспышек, которые связаны с локальными присоединениями, либо с локальными стопологическими механизмами, в частности, одинаковая или высота на фотосферы, энергоуделение, одинаковые или характер распространения корячих лазмов более-менее в другом случае, они сильно отличаются от этого механизма? Ну, это какие-то уже такие более детальные нужно делать моделирования. Фактически на сегодняшний день, я бы так в день сказал, это не сделано. То есть на сегодняшний день мы видели некоторое указание на вот эти униполярные микровспышки, это именно в микровспышках, которые как бы, ну, они мелкие, это примерно 10-20 там этих самых секунд, да, по размеру и по времени существования маленькие, это как бы на пределе, в общем, более-менее разрешение, это хромосфера, это фактически не корона, это хромосфера. Это еще внутри хромосфера. Нет, нет, но это микровспышки, то есть это хромосфера. Это маленькая. Ну, то есть сколько это, подожди, ну, там, скажем, если 10-20 секунд, это сколько в километрах, а 1 секунда это сколько, 700 километров, значит, 7 тысяч, 10-20 тысяч километров по высоте, то есть это маленький. Это хромосферный, да. Так, еще вопросы, пожалуйста, Николай Иванович. Что это реально, да, это, там, происходит возникание в микровспышке, это точь или это какие-то протяженные... А, ну да, ну да, конечно, в более реалистичных моделях, конечно, эта точка, она фактически там трансформируется в какой-то токовый слой и так далее, но это уже при воздействии токов, это самое, все-таки трансформация в токовый слой, это тут при наличии токов. Здесь, как бы, я когда говорил вот в введении про два этих механизма, я исходил из того, что именно самая такая идеализированная ситуация, когда, так сказать, пересоединение в точке идет. Ну, если за счет токов, если есть токи, то есть как бы в классическом механизме, конечно, эта точка, она там трансформируется в токовый слой и так далее, а если, так сказать, вот именно топологический механизм за счет удаленных взаимодействий, там, может быть, она какая-то такая точечная структура соединения, более-менее, сохраняется. В частности, вот в корональных выбросах массы, там-то вроде-то особо так, какая-то, ну, таких токовых слоев, может быть, и не быть, а вот идет, ну, отрыв сгустка плазмы от какой-то точечной такой структуры. Еще вопросы, пожалуйста. Борис Сын. Ну, как-то я бы сказал, конечно, нет, ну, если мы говорим именно не про корональные выбросы, а про вспышки, вот какие-то там типа микровспышек у них подняли, конечно, для того, чтобы было энерговыделение, тут, по-видимому, какие-то токи там на более поздней стадии в любом случае нужно включать, так сказать, то есть в данном случае топологическая модель, она объясняет лишь то, лишь как бы быстрое инициирование на достаточно, так сказать, большой области пространства и, так сказать, то, что именно необычную конфигурацию, а энерговыделение-то, оно как раз, по-видимому, там уже с токами связано, что-то такое там развивается. Спасибо. Хорошо. Ну, если нет вопросов, давайте поблагодарим. Итак, новая формула для угловой скорости вращения фигур равновесия. Сразу хочу подчеркнуть, что речь идет о основном фундаменте нашего подхода, о понимании, от чего может зависеть вращение любой астрофизической системы, любого небесного тела. Содержание следующее. Прежде всего, я коснусь классических фигур равновесия. Это сфероиды Макклорена и эллипсоиды Якови, разумеется. Второй пункт, главный. Гравитационная энергия под разделение на внутреннюю и внешнюю части. Вообще, деление на части, это, конечно, условность, но именно это условие здесь и дает что-то новое. Здесь надо искать что-то новое. И, наконец, третий пункт. Получили на самой новой формуле угловой скорости как для однородных фигур равновесия, так и неоднородных фигур. Целью работы является вывод новой формулы угловой скорости вращения однородных и неоднородных фигур равновесия, гравитирующей жидкости. Ключевую роль здесь играет, как можно будет заметить, два пункта. Первый пункт – это введение понятий внутренней и внешней гравитационной энергии тела. И второй пункт – это оригинальное представление постоянного интегрирования дифференциальных уравнений движения. То есть это постоянный, те, которые преподаватель постоянно говорит студентам, что вы забыли константу написать при взятии интеграла. Так вот, оригинальное представление постоянного интегрирования дифференциальных уравнений движения через глобальные характеристики фигур равновесия. Это совершенно новый взгляд на константу в данном случае. Кое-что из теории фигур равновесия. Прежде всего, конечно, это внутренний потенциал однородного элипсоида. Здесь это квадратичная функция координат. Это изумительно изящная элегантная формула, представляющая собой потенциал внутри однородного сфероида. В своё время эта тема была основной темой более 100 лет, основной темой математической физики. Это всё не так просто, как здесь можно написать одной элегантной формулой. Там сходимости, расходимости. Вот здесь аито, это коэффициенты потенциала, выражаются такими интегралами. Через них, через эти коэффициенты аито, выражается угловая скорость вращения, сфероида Макклорена. Вот в таком виде. А здесь а1 и, конечно, а3, это как функция эксцентриситета, сфероида Макклорена. И также такая же формула аналогичная, но в более сложном варианте существует для трехосных элипсоидов и Коби. Вот здесь показана в развернутом виде угловая скорость вращения сфероидов Макклорена, верхняя формула. А здесь её автор, Колин Макклорен. А на этом графике, в полуосях Омега квадрат по оси абсцисс, сжатие фигуры от шара до диска. Значит, здесь показаны сами две последовательности. Вот это последовательность сфероидов Макклорена, который состоит из двух частей. Из планетарной ветви и дисковой ветви. Фигура, если находится на планетарной ветве, значит, она обладает следующим свойством. Ожидание обычно для астрофизиков. Чем быстрее вращается, тем более спустится фигура. А вот если здесь фигура находится на дисковой ветви, то всё наоборот. Она вращается быстрее, но спустится, тем более меньше. А этот угловой момент? Большой обстык? И большой? А этот единый зимний? Нет, там нету единый пока. Как угловой момент? На ныне тут не может всё зависеть. Ну, потом я буду говорить об этом, это угловой момент. Здесь-то пока он не нужен, абсолютно. Здесь откладывается сжарие фигуры от шара до диска. А здесь номерованный квадрат угловой скорости. Вот это последовательность Махмажина, я уже сказал. Это планетарная часть, это дисковая часть. Если, я хочу прочувствовать, для каждой фигуры вот этого, с любым сжатием от ударной единицы существует единственное значение угловой скорости, то обратное здесь не верно. Потому что для каждой угловой скорости, если она только меньше 0,22-0,47, существует две фигуры равновесия. Две фигуры равновесия. Это существенно. Ну, ещё здесь надо сказать, что это последовательность Махмажина. Вот она, знаменитая точка дефоркации, которую первые были рассматриваны в Пантере и Александра Михайловича Липунова. Наши математики. Здесь, это сама последовательность, здесь находятся грушинидные фигуры. Знаменитые грушинидные фигуры, которые в своё время вызвали огромную полемику между Липуновым и Джорджем Дарменом, Липуновым и Джорджем Дарменом, который утверждал, что эта фигура, которая объединяется здесь, в этой точке, должна делиться на две части. Так объясняли Липуновым и Джорджем Дарменом происхождение Земли и Луны, двойниц просто и так далее. На самом деле, всё кончилось совершенно иначе, чем предполагал знаменитый Пуанкаре. Вот здесь, вообще, взятый элипсоид Дамаклорена, это замечательная фигура, обладающая очень ценным и глубоким комплексом свойств своих, особенно, когда мы рассматриваем малые кривания этих фигур. Вот здесь находится знаменитая точка, заканчивается, биковая устойчивость этих силов и Баклорена, и отправляются элипсоиды Никоби. А здесь сопряжённые элипсоиды Дедакин, в этой точке, находятся. Сопряжённые в том смысле, что, если фигура равновесия Никоби, элипсоид, это сочетание гравитации элипсоида внутреннего и вращение фигуры как целого, это фигура относительного равновесия, то здесь вращение, вращение фигуры не вращается в целом, то есть только гравитация и внутренние течения, соединенные по низкоростям, в целом и дыхании. Здесь же показаны многочисленные точки, и не все, конечно, дефортации других последователей, не элипсоидами фигурного равновесия подшироидов Маклорена. Это знаменитые груши, о которых я уже сказал, поемика. Значит, эта груша вращается даже на боку, здесь, наверное, вот такая фигура. Здесь геномическая скучка заканчивается, здесь отправляются более сложные элипсоидальные фигуры, в том числе, посмотрите, где кольцевые фигуры, в свое время именно обнаружение этих кольцевых фигур вызывает изумление научного мира, потому что здесь обладают кольца, уже последующий кольц. И вот на следующем слайде, это все показано в более таком фривольном стиле, то, что я сказал о предыдущих слайдах. Здесь это последовательные элипсоиды, это гибкоби. Вот этот диск, посмотрите, отпитивление этого диска в последовательности идет в параллельном начале последовательности элипсоидских поля. Это очень сложная вещь для компьютерного моделирования. Вот она была решена японским суперкомпьютерам, там, японцам и хашисам, и так далее. Но есть еще другие ряд последовательности, где у нас мало интересных сейчас. Следующий шаг – это введение, значит, разделение энергии гравитационной тела на две части. Это, прежде всего, полная формула для знаменитой, которая есть в каждом учебнике, собственно говоря. Значит, с помощью умения Пассона и теории оборудования формулы Гридна второй интегральной мы можем этот интеграл переписать в такую виде, дописать в такую виде. Здесь интегрирование по поверхности можно написать. Хотя это записывается в виде объемного интеграла. Если мы, например, вот этот объемный интеграл первый распространяем уже на все пространство, а не только до поверхности, получится длинная известная формула Лежена-Дерихлея. И вот если мы эту формулу для Лежена-Дерихлея приспособим для наших целей в каком виде? Первый член мы, значит, это интеграл квадрата градиента по объему фигуры. Мы обозначим пока, чисто символически, как W-Inner, внутренняя часть инерты. А вот внешнюю, так и по поверхности фигуры, или по внешнему пространству, где-то в квадрата градиента, обозначим просто аутро, внешняя часть. Ну, разумеется, тогда полная энергия сфинологически. Введение такого представления гравитационной энергии полезно во многих случаях. Практика показала, например, у вас есть эллипсоид из диалекта. Диалекта. И заряжен от народа из эллипсоид. А потом он взялся за счет каких-то химических реакций, он стал проводящим это вещество, и диалекта проводящим. Тогда заряд всплывает на поверхность гинекологического слоя. Это известная вещь. Но какая работа здесь при этом совершается? Как изменяется потенциальная энергия и система в этом случае? Оказывается, потенциальная энергия вот этого слоя равняется ровно одной пятой первоначальной энергии этого слоя. Это как раз за счет подразделения полной энергии на две части, если вы знаете. Ну, вот здесь показаны аутер и инна для слоя демокурина. Вот это функция от эксинферситета его. И, значит, отношения этих величин показаны вот на этом графике. Значит, посмотрите, тут интересно, что до долга, до почти 0,7 от эксинферситета, это отношение почти не меняется у системы, но потом круто возрастает. Ну, разумеется, за счет уменьшения внутренней части энергии. Ну, а для шаров, я уже сказал, это будет пятерка. А? Ну, вот эллипсоид. Более сложная фигура, конечно. Мы тоже получили вот эти формулы для внутренней части, для внешней части, но полная энергия выражается через вот как раз здесь есть. Это центральный потенциал энергорованный просто. Итак, новая формула головой скорости. У нас есть уравнение равновесия, которое в каждом учебнике имеется, замерится f у полный потенциал, демокритационный, центральный, и, казалось бы, что тут можно сделать? Многое, что можно сделать, если поставить цель. Выразим градиент из этого, и возведем его в квадрат. Мы получим квадрат бадиента вот суммы вот чрева. И интегрировано в это равенство по объему системы. Вот. И здесь неожиданно возникает внутренняя часть энергии. Вот она, где появилась вдруг. И здесь с правой стороны три интеграла. Один это момент инерции фигуры, разумеется, и два интеграла вот. Один от квадрата бадиента, другой разумеется, разумеется. Рассмотрим эти интегралы подробнее, потому что это вся суть работает, разумеется. Опять применяем панглогрин в данной интеграле и записываем это через с помощью лапусиана отформированного давления. Вот. это очевидно все через пи большое обозначено так называемый тепловой член. То есть интегралов давление по объему членов. Полная энергия тепловая это две трети вот этого пи. Третий член в этом предыдущем равенстве я покажу еще раз. Вот в этом равенстве вот на третий член. Но его надо засмотреть отдельно. Опять-таки с помощью векторных преобразований мы получаем что этот член полностью выражается через пи через тепловой член. Но это только для однородной пигурной дороги косметики сюда оттенции интегралов т. Просто. А вот для дороги все гораздо сложнее убедимся. Ну вот мы пока рассмотрим еще дороги и фигуру получаем такое изумительно простой соотношение. Теперь примеряем телегулы реала в бот-атентических в бот-ейкловая это плюс V тоутон дубль бот-оутон значит и записываем как убили через тепловой член. Это есть двойная энергия вращения это гранатизационная энергия полная. Исключаем с помощью теоремы вериала предыдущим соотношением это T пи и получаем такое соотношение. Вот этот член как раз и есть суть дела. Оказывается угловая скорость будет зависеть от комбинации дубль инер минус дубль аут и это как раз то самое пятерое самое дубль о которых я уже не раз говорил о этом которое здесь лечено это просто номеровка полной гравитационной энергии тела. Разумеется решение находим в форме этого уровня. вот здесь интересная ситуация здесь два знака что взять это далеко не очевидно было вот а тут есть такие нелицидальные последствия ве плюс должен стоять я еще чувствовал что должен быть минус но это должно было доказать это доказывалось подмите в одну минуту итак только при знаке минус мы получим то формулу которая действительно доказывается строго что из нее можно получить угловую скорость фероидов и угловую скорость квадрат угловой скорости для алисоид фи в аналитическом методом доказывается справедливость этой формулы итак главная особенность полученной формулы я еще раз подчеркиваю это угловая скорость определяется как функция от компонентов внутренней внешней гравитационной энергии тела это новый подход и результат требует глубокого смысления и вот доказана эта формула справедливость доказана в важных частных случаях и до сезона до подворения и элипсоидов якобы ее преимущество в том перед обычными формулами которые есть в учебниках что она расширяет область применения теории в каком смысле расширяет потому что описание вот этих кольцовых фигур которые здесь показаны равновесия удобнее получать именно через гравитационную энергию внешнюю и внутреннюю такого гравитирующего однородного сора итак неоднородные фигуры до этого момента мы рассмотрим только однородные фигуры но большинство реальных тел как мы знаем это астероиды планеты и спутники звезды и галактики имеют сложное строение и являются неоднородными системами возникает актуальный вопрос допускает ли новая формула обобщения на неоднородной конфигурации мы сейчас покажем что для широкого класса неоднородных тел описанных политропным уравнением аналоговый действительно существует итак рассмотрим опять уравнение равновесия мы считаем уже неоднородным мы не можем рот подставить под знак президента и касалось бы это препятствие существенное потому что там надо интегрировать подъем а если это разнесено то интерпретация этих интегралов в тупик заходит ну как обычно это полный потенциал здесь все это всем известно далее полагаем политропное уравнение состояния когда P есть функция от R в степени L плюс 1 до N это индекс политропы который вообще говоря чаще всего он конечно может быть отрицательным формальным но физически реальность от 0 до 5 причем 0 это однородная конфигурация для Солнца берется тройка и так далее где галактик берется система оценок так вот все дело в том что при таком уравнении состояния вещества оказывается отношение вот такой Dp крон можно записать как полный интеграл от некоторых функций плотности это самое главное и открывает путь для донесших исследований учитывая это можно проинтегрировать это уравнение раз есть полный дефинерсал найди уровень непорядности такой Dp народ вот это полный потенциал значит это индекс политропы это константа такая тощая и незавидная казалось бы совсем можно на нее наплевать мне кажется не плюй колодец значение постоянного интегрирования обычно во всех учебниках по фигурам это константа выбирается из обычных условий требований например возьмите там Чендерцикара или там еще что-то Экстюнштейна что вот эта константа выбирается так что на поверхности фигуры давление превращается в тупо и все никаких требований очень редко однако здесь этого недостаточно оказывается ну во первых мы применяем лакусиан опять к этому отношению находим отсюда градиент фи и возводим его в квадрат интегрируем по объему мы получаем что-то уже аналогичное тому что было но здесь n не равно нудит в общем случае это у нас индекс политропы индекс политропы и так первый член на правенстве значит мы прежде всего должны рассмотреть этот интеграл снова применяем интеграли корового глина значит получим здесь два интеграла этот интеграл по поверхности фигуры он обращается в нуль согласно условию давления ну на границе остается только где-то в члене когда звезд один вот к этому выражается и выражается такой вид возникает снова типовой член но есть еще один член который напрямую не выражается через типовой член и это загвоздка в дальнейшем в дальнейшем скедринге вот теперь третий член по равенству значит здесь опять-таки аккуратно ведет по равенству опять-таки применяете левого строградского гаусса там и так далее этот член обращается в ноль где выражается по другу разумеется вот з2 когда выражается в таком виде снова здесь остается интеграл в ноль и что с ним делать получается некоторое равнение куда входит квадрат угловой скорости равнение на 4 четвертой степени угловой скорости но есть еще этот интеграл я повторяю что с ним делать исключаем с помощью периодриала типовой член у нас все равно остается вот этот интеграл вот а сила следует и пробуем отставить себя уравнение уровней поверхности и казалось бы все законно делается но здесь что-то это константы и что с ней делать и здесь я повторяю традиционная точка зеренки константы она всего лишь должна углубить поля там условия нуля давления на границе там и все а здесь ключевую роль играет совершенно другой подход к этой константе это уже совершенно нестандартная ситуация и так и так новая задача нахождение постоянного интегрирования через глобальные характеристики оказывается можно определять ее вот эти бургологии здесь у меня был первый экспорт для однородных силов сначала но казалось бы это все подняться в пузырьке не шло и только это пригодилось через это количество лет но только C здесь надо поделять уже в общем виде и вот она выражается через глобальные характеристики выражается клоуто и момент динации относительно все вращения и массу системы но есть еще и безболитоз и безболитоз и тогда вот этот интеграл о котором мы говорили загадочный интеграл значит подставляем сюда уравнение состояния вот это туда вводим средний то-то фигуре и сполагать вот эти интегралы по объему фигуры интегрируем теперь выражение по объему фигуры мы вот этот интеграл и определяем в таком виде значит здесь вот это H2H1 это вот эти дополнительные интегралы а это то самое константное тегрирование которое вдруг заиграло главнейшую роль у нас в итоге после многих многих преобразований получим биквадратное уравнение для нормированной аминаля находится тяжело коэффициенты уравнения значит вот они здесь биквадратно это функции значит зависит от тех интегралов сполагателей которые перед именами от момента инерции от аминаля 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 средняя плодность по аминаля у чигуры а H1 H2 выражается через известные нам как действия глобальной чигуры равновесия и при этих условиях мы получаем то уравнение угловой скорости которое было выведено в первой части доклада ну делая доклад в астономическом институте значит надо конечно поставить на каких-то приложениях еще этой формулы кроме того что фундамент здесь сам по себе важен к этой проблеме вот Хаумия кстати 19 марта позавчера Хаумия проходила по диску далекой звездефона ну по прочей диску далекой звездефона и представители бахаизма молились все на обсерватории Маунт Клео на высоте 4600 значит в момент вот этого прохождения потому что Хаумия это одна из богин пантеона Гавайских островов так вот здесь показано мы берем модель Хаумия вот она это не рисунок художника это прочный расчет фигуры на месте модели которые мы проведем у нас на кафедре в свое время потому что расчеты здесь затрудняются потому что есть огромное красное пятно на теле Хаумии это уникальная карликовая планета которая вращается с периодом всего 4 часа даже чуть меньше это по критике 2200 то есть эта фигура вращатель быстрее чем все любые в солнечной системе диаметр которой больше 100 км а это оболочка софокусная данную репсик калиниевую медру так вот 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 эта таблица значит она потребовала в существе полноценной работы из 20 страниц по расчету всех этих величей аутер инер неполная гадитационная энергия момент инерции это пустяк конечно вот для модели Хаумии когда мы значит здесь есть кстати одна еще тонкость тоже интересная что если мы даже берем квази-однородную модель Хаумия то есть считаем среднюю плотность 207 для нее как бы полностью однородная модель период вращения по первой формуле получается всего на 10% на 9% даже больше чем истинное вращение Хаумии то есть даже в этом случае формулы можно для оценок для однородных тел применять в квази-однородных приближениях зато здесь уже неоторожный случай мы получаем точность 4 часа там 3.92 точнее для а вот как раз сейчас об этом я и скажу это для индекса политрока получается значит 984 чуть меньше единицы вот это подход значит с одной стороны скажешь какая тут политропа на самом деле есть квази-однородность есть градиент плотности и это можно оценивать в терминах политропной модели можно и можно брать уже чистые непрерывные изменения даже обобщенные политропы и так далее здесь относится уже к чисто астрономической части и так цель этого года достигнута дан вывод новой формулы угловой скорости вращения для однородных и неоднородных фигур равновесия гравитирующей жидкости напомню что ключевой роль здесь играет введение новых понятий внутренней и внешней гравитационной энергии фигуры и оригинальное представление постоянной интегрирования дифференциальных уравнений движения через глобальные характеристики фигуры подависия справедливость формы подтверждена перед бельным переходом к однородным фигурам и так далее спасибо за внимание спасибо пожалуйста вопрос пожалуйста пожалуйста есть возможность проверить аналогические вычисления чистые модели подависия подависия вот как раз над этим мы сейчас и работаем уже непрерывные когда здесь вот хаумея можно интерпретировать как политропы с индексом чуть меньше единицы это кстати очень похоже на истинную политропы в данном случае но там нет здесь есть реперные элементы на которые мы должны опираться это гравитационная внешняя энергия полная энергия и внутренняя часть вот так лучше для контроля иначе численным расчетом здесь ничего не получается это очень сложная проблема на самом деле и вот этот материал важный вот научиться применять правильно еще вопросы пожалуйста пожалуйста вопрос если вам когда было вычислено институтные получения политолога для уравнения чего громче ну это расчеты берется вот это уравнение берется еще раз посмотрим вот это уравнение только со знаком минус разумеется и подставляется величины уже в качестве наблюдательной величины рассчитанные по наблюдениям этого холлумера значит и решается просто уравнение находится при каком n получается период вращения соответствующим наблюдательным и все еще другого может еще вопрос значит все это для жидких тел а для газовых тел можно провести расчеты когда вас сжимаем здесь принципиально разницы нет никак нет ну вы понимаете вы говорите что сжимаемый случай не сжимаемый конечно условие устойчивости зависит от сжимаемой фигуры или нет там разные получается уравнения главное вот но саморфа фигура равновесия абсолютно не зависит от условия сжимаемой категории только при изучении устойчивости это надо учитывать еще вопросы так вопросов больше нет большое спасибо боюсь спасибо спасибо так следующее у нас доклад в программе это доклад как обучить нейтронную звезду от белого карлика президентским наблюдением пожалуйста всем добрый день в этой презентации речь пойдет о компактных объектах звездной массы на поздних то есть финальных стадиях эволюции звезд как он переворачивается а стрелочки то есть финальные стадии эволюции звезд когда уже все термоядерный синтез в недрах звезды завершен который ранее противодействовал силам гравитации сжимающим звезду и теперь уже ничего как бы не препятствует и силы гравитации сжимают звезду то есть звезда будет коллапсировать а уже то во что превратится звезда после коллапса зависит от ее массы так самые массивные звезды красный гигант 23 массов превращаются в черную дыру поменьше звезды превращаются в нейтронную звезду и самые маленькие 1,4 массы превращаются в белый карлик если проводить аналогию с человеческой жизнью то скорее всего можно представить что речь идет о таком старичке то есть стадии старичка и в терминах звездной эволюции речь пойдет о трех таких старичках черная дыра нейтронная звезда и белый карлик обычно модно сравнивать между собой черную дыру и нейтронную звезду как бы искать признаки различия сходства и так далее как можно их отождествить и гораздо менее популярно сравниваются белые карлики и нейтронные звезды и вот этот и в этой презентации мы бы хотели устранить этот пробел и поговорить именно об этих объектах сразу можно сказать что белый карлик это как бы нейтронная звезда а скорее не состоявшаяся то есть неудачная нейтронная звезда то есть ей не хватило чуть-чуть массы чтобы коллапсировать в нейтронную звезду и вот по-видимому грань будет очень тонкая поэтому потому что вот разница между ними действительно очень маленькая ну вот теоретики они конечно скажут да в чем проблема различие заключается в размерах вот посмотрите вот показан на верхней панели ряд таких компактных всевозможных компактных объектов и вот самый большой голубо-серый шар это белый карлик и спрашивается почему он вообще карлик назвали он на самом деле самый большой вот значит размеры белого карлика примерно сопоставимые с размером земли то есть порядка вот диаметре у нас получается порядка десяти тысяч километров а размеры нейтронной звезды вот на показанной розе таким рыженьким шариком примерно как марсианские спутники Фобос и Деймос то есть порядка 15 километров то есть сразу видно что они различаются тогда в чем вопрос конечно если можно померить массу вернее значит радиус таких звезд далее теоретики говорят предлагают просто взвесить эти объекты и действительно сразу понятно что есть большая значит разница белый карлик весит меньше чем 1,4 массы это предел чем Росикара в то время как нейтронная звезда весит больше чем 1,4 массов но учитывая инверсию в размерах конечно удобнее сравнивать именно плотность вещества в этих объектах вот например чайная ложка из материала белого карлика весила бы тонну в то время как чайная ложка из вещества белого нейтрона и звезды весила бы уже миллиард тонн то есть разница в миллиард то есть такая вот небольшая нехватка массы чтобы образовался белый карлик а получается в результате колоссальная разница плотностях да это было хорошо было бы хорошо по этому признаку отделять нейтронные звезды и белые карлики но никто из нас и вообще в принципе не проникал в нейтронную звезду и не измерял белый карлик нет еще возможности измерить плотность нам просто остается довольствоваться поверхностью этих объектов и их излучения вот еще один подсказывающий момент хорошо бы если бы эти объекты входили в состав двойной системы и не просто в состав двойной системы а состав тесной двойной системы там где есть обмен масс тогда может быть различие между белыми карликами и нейтронными звездами будет гораздо более контрастное вот пожалуйста есть такие примеры переменные карликовые они прекрасно светят в рентгене и то есть используют рентген нейтронные звезды чаще входят двойной системы и излучают рентген а что значит что это дает какое облегчение да очень простое мы определим массу если у нас система двойная то можно померить по эффекту доплера приближение удаление то есть померить криво лучевых скоростей а после этого померить функцию масс то есть функция массы плохо видно наверное но в принципе вполне такие реальные параметры это у нас эксцентриситет ну и можно эксцентриситет период и полуамплитуд лучевых скоростей и можно определить функцию масс а дальше чтобы определить массу компактного объекта нам нужно знать вот посмотрите здесь вот у нас входит отношение масс компонента откуда можно его узнать ниоткуда это просто можно ввести предположение руками ввести какое-то условие и еще параметр наклонной системы то есть мы видим с полюса или с ребра это мы не знаем тогда мы не можем посчитать массу тогда вот предложение теоретиков что вот это очень просто действительно теряет смысл поэтому мы предлагаем посмотреть что может помочь нам значит в рентгеновском диапазоне итак вам презентации первое что уже известно далее рентгеновские наблюдения спектральный временной анализ и главное будет акцент сделан на результат наблюдательные признаки и забегая вперед скажу что сразу скажу что мы нашли аналитическое обоснование найденных признаков ну и соответственно выводы итак что уже известно ну вот слева будут показаны белые карлики вернее свойства а справа нейтронные звезды показан один объект для красности предполагается что он входит в состав двойной системы итак очень тонкая грань между ними заключается в следующем что в действительности переходы между мягким жестким состоянием наблюдаются и для белых карликов и для нейтронных звезд далее если мы будем фитировать спектр рентгеновский то у нас электронная температура согласитесь очень мало различается вот например электронная температура то есть температура плазмы белых карликов примерно 2,45 а в нейтронных звездов 2,50 ну вообще маленькая разница и практически ничего нет линии то же самое приблизительно видны широкая эмиссионная линия к альфа она практически одинаково и там и там далее такой признак что вот рентгеновская светимость гранных звезд обычно выше чем рентгеновская светимость белых карликов но это тоже не всегда потому что иногда рентген как бы во время вспышки он может быть ярким а в остальном состоянии приблизительно похожим то есть это ненадежные признаки тогда следующая идея в том что посмотреть такую вспышку почему-то вот не не работает изменение рентгеновской вспышки во время вернее изменение формы спектра то есть посмотреть этот объект во время рентгеновской вспышки значит идея такая что во время вспышки этот объект будет показывать лучше контрастные свои свойства нейтронная звездность или белокарликов вот вот такой принцип был применен например при оценке при сравнении нейтронных звезд и черных дыр нейтронные звезды слева черные дыры справа то сразу видно что вот форма спектра она как-то меняется вот от начала вспышки синий допустим до зеленого может плохо видно но все равно видно что она как-то меняется и совершенно другим образом чем для нейтронных звезд какая-то другая вот эволюция то есть мы видим что они уже различаются но это было показано для нейтронных звездах черных дыр можно пойти таким же путем и в нашем случае если для черных дыр была такая подсказка значит было теоретические предсказания наблюдаемой диагностики в том что было решено кинетическое уравнение но при фиксированной температуре была получена такая замечательная гиперба что в ней замечательного теоретики считают что именно эта часть горизонтальная она показывает насыщение, на самом деле наблюдается, но это было получено при фиксированной температуре электронной. А это на самом деле не совсем так на практике. Если учесть это изменение электронной температуры на практике, то на самом деле получается вот такая зависимость. Это наблюдаемая часть. По вертикали у нас фиксированный индекс, а по горизонтали у нас темп акреции. То есть предполагается, что вспышка инициируется тем, что у нас поступает больше массы с донора. И чем больше массы, тем больше у нас развивается вспышка. И получается, что для чёрных дыр мы видим, что спектральный индекс начинает растаять пнатонно и затем показывает фазму насыщения. Это действительно спектральный признак наличия чёрной дыры в объекции. Слева показана схема развития вспышки. Это показана модель дисковой акреции, диск Шакуры и Синеева, и плюс переходный слой. И показана, что во время развития вспышки сверху вниз видно, что и сами компоненты геометрические как-то изменяются. Но понятно, что и температура меняется. Поэтому нужно было действительно это учитывать. И вот такой учёт мог бы был быть достигнут только при численном моделировании Монте-Карло. Может быть, таким путём мы пойдём и для нейтронных звезд и белых карликов. И может быть, на этой диаграмме будет какая-то совсем другая картинка, перимуля, которая будет сразу говорить, что это нейтронная звезда или это белый карлик. Вот такой предлагается план. Мы идём в рентгеновские наблюдения. Мы использовали наблюдения с шести рентгеновских телескопов. Значит, показан NUSTAR, XMNL, RXTE, далее SUZAKO, далее SUZAKO, BIPASACS и ASCO. В широком диапазоне спектра. Но, конечно, нам нужно было именно мягкий диапазон спектра, потому что и белые карлики, и нейтронные звёзды максимум случают в мягком диапазоне. Ну, это вполне подходящее наблюдение. Итак, здесь показан сет наблюдений, как бы выборка нейтронных звёзд. Она очень большая, но мы будем в презентации показывать на примере одного объекта. То есть по одному представителю от каждой группы. И вот таким представителем будет как раз 4U1636-53. Здесь показана вот такая кривая блеска. Это мониторинг по данным RXTE за всё время работы этого спутника. То есть примерно 15 лет. Конечно, тут масштаб не очень показательный, но, в принципе, видно, что нейтронная звезда показывает период, допустим, повышенного среднего блеска и пониженного среднего блеска. Сверху показано распределение наблюдений. Синим показаны вот RXTE наблюдения, зелёные – это BEPASACS, и оранжевые стрелочки. Оранжевые стрелочки – это у нас ASCO наблюдения. Пару слов про эту систему. Что это за система? Это маломассивная двойная рентгеновская система с очень хорошим изберением параметров. Гайя уточнил расстояние. Раньше было расстояние 4-7 килопарсек. Это очень большой разброс параметров. Гайя показал, что на самом деле ближе к нижнему пределу и с такой вот точностью. Наклонная система 70 градусов. Это двойная система, в которой компонент нормальная звезда, примерно 0,4 массы Солнца, а компактный объект примерно 1,4 массы Солнца. Период вращения чуть меньше, чем 4 часа. Он хорошо виден и в рентгеновском диапазоне, показан по данным SWIFT XRT, и показан также, что он хорошо виден по данным инфракрасных наблюдений. Далее. Теперь перейдём к белым карликам. Он показан SET. Немножко меньше, конечно, но тем не менее, катаклизмические переменные и ярким представителем является СС-Цидник. Вот показана кривая блеска. Опять же, за весь период работы спутника RXT примерно 12-15 лет. Мы видим, что он вспыхивает очень часто и показано сверху такое же распределение конкретных наблюдений вдоль этой кривой блеска. Пару слов о самой системе СС-Цидник. Это очень интересно и хорошо изучено. Я так полагаю, что многие в этом зале занимались этим объектом. Это двойная система. Это катаклизмическая переменная, карликовая, новая, расстояние 166 парсет. Она очень близкая, ее очень удобно вообще изучать. Она часто вспыхивает каждые 50 дней. Компаньон класса К5, то есть старенькая такая. Масса у неё 0,7 масса солнца. Масса компактного объекта 1,19 масса солнца. Период обращения 6 часов. Она хорошо видна в оптике и в рентгене. Не знаю, есть тут как-то дефект, на самом деле. Должно быть ещё. Первым, что предлагается сделать, это метод цветовых диаграмм. Чем он хороший? Это модельно-независимый метод. То есть мы не набрасываем ещё никакую модель на эти данные. Мы получили просто данные и просто-напросто вырезаем такие полосы из спектра, которые ещё ничем не модифицированы, никакой там респонс-матрицей. Просто-напросто мы получаем свежие данные, причём они онлайн. Они уже чётко разложены по разным диапазонам. Там есть стандартные диапазоны, можно выбрать свои. А потом составить отношения. Это очень хорошо известные цветовые диаграммы. А потом составляем какие-то произвольные диаграммы и смотрим, как объект себя ведёт, что-то более конкретное. Допустим, для наших двух героев нейтронная звезда сверху и белый карлик снизу уже видно сразу, что они ведут себя разным образом. Даже на глаз видно, что объект эволюционирует с верхнего правого угла в нижнюю часть по такому С-образному треку во время вспышки, то есть развития вспышки, ну и потом, соответственно, обратно. А вот белый карлик, он показывает такую как бы О-образную диаграмму, которая сразу отличается от С-образного. Ну вот может быть похожа вот эта часть, но она более такая богатая. И в максимуме вспышки он приходит вот в эту вот нижнюю часть приблизительно, ну и, соответственно, обратно. В принципе, можно было уже на этом остановиться и закончить доклад. Мы нашли какой-то признак, но это вот ещё как бы этап домоделирования. Мы пошли дальше. Значит, теперь всё-таки мы идём в спектральный анализ и посмотрим более подробно. Может быть, мы что-то ещё интересное найдём. И действительно, спектральный анализ нейтронная звезда 4U1636 показывает. Значит, вот справа две диаграммы. Это у нас по данным РЭКСТЕИ. Чем хороши наблюдения РЭКСТЕИ? Потому что их много. Вот они большие, они показывают вообще мониторинг поведения объекта. И мы можем посмотреть, где вот начинается вспышка, где она заканчивается, и более подробно. А чем они плохи, минус? Во-первых, у них разрешение похуже, и у них вот слева ограничение до 3К. Просто вот ниже уже респонс-матрица не очень хорошая. И тем не менее, видно, что показана вот эта вот часть у нас, диаграмма, это в начале вспышки, то есть низкое состояние, а справа уже видно, что спектр объекта стал совершенно другим. Он стал уже мягким. То есть спектр уже заваливается. Но видно, что вот нижняя панель показывает сходимость модели. Что это такое? Просто вот невязки. Разность между модельным оснащением и наблюдаем. Чем оно меньше, тем лучше. А мы видим, что вот даже если мы достигли хороший показатель по критерию хи-квадрат, мы должны смотреть, как вот невязки распределяются по энергию. Мы видим, что в нижней части вот какая-то есть болтанка такая. Поэтому нам пришлось добавить еще одну компоненту, а вот исход, мне сказалось, что у нас есть компенсационная часть и линия с гауссовым профилем, такой аддитивный спектр. Нам пришлось добавить еще одну компоненту, вторую. Причем мы пробовали сначала и гаусс, и блэкбоди, и пауэрлу. Но самое лучшее оказалось методом моделирования, что можно добавить вторую компенсационную компоненту. И вот уже на данных Бепассакс, их поменьше, но они получше. Вот видно, что сразу у нас все сложилось, но, к сожалению, здесь поменьше видимость очень хорошая, но вторая компонента очень хорошо вписалась. И к чему мы приписали? Мы приписали ее к самой нейтронной звезде. А ведь действительно, если подумать, то в отличие от черных дыр, ведь этот, значит, черные дыры не имеют вообще твердой поверхности, а нейтронная звезда имеет твердую поверхность, и даже очень горячую, и она может светить, и она тоже может давать вклад в спектр излучины. И мы ее как раз и обнаружили. И даже померили температуру. Температура поверхности нейтронной звезды вот таким образом померила, получилась примерно 2 килоэлектронной вольта. Просто запомним эту цифру. Дальше. Ну вот на спектрах это очень глазом видно, что разное, но лучше иметь как бы просто вот диаграммы, то есть речь о параметрах. То есть вот тут куча таких панелей, но самое интересное это верхняя панель и нижняя панель. Мне вот на экране, конечно, лучше видно. Ну вот верхняя панель это уже знакомая вам панель, это вот распределение, то есть мониторинг объекта в рентгеновском диапазоне с помощью АСН РСТЕ. А нижняя панель это как раз фотонный индекс, это параметр модели. И сразу бросается в глаза, что он примерно постоянный. То есть постоянство на уровне гамма равно двойке. Вот он постоянный. Эти панели тоже, конечно, важны. То есть мы видим, что с объектом что-то, в общем, происходит. Там меняется плазменная температура, меняется степень облучения, меняется синяя степень облучения, меняется нормировка этой системы по креции. А индекс постоянный, причем на уровне двойки. Сразу скажу, что мы показываем презентабельный объект 4U16-6, но это же выполняется, повторяется и для других объектов с нейтронными звездами. А что у нас творится с белым карликом? То же самое приобретительное. Значит, вот у нас развивается вспышка слева направо это вот спектры под данным RXTE. Видно, что спектр очень сильно меняется. Вот от такого и вот к максимуму вспышки мы видим, что он действительно как-то изменился. Но опять же, нам пришлось брать модель, аддитивную модель, контензационную, которая идет от диска от переходного слоя и плюс линии с галансовым профилем. Далее мы взяли, конечно, еще более точное наблюдение. В этом очень сильно помог Сузаку. Он показал, что тут действительно нужна еще вторая компонента и даже можно определить температуру поверхности белого карлика. Она оказалась 0,5 кВт. То есть, чувствуете, там было 2 кВт, а здесь у нас 0,5 кВт. То есть, она более холодная. Ну, хотя бы такая маленькая разница уже вредушит. Что дальше? Значит, да, и, конечно, лучше говорить на языке параметров. Опять же, верхняя и нижняя панель. Но верхняя тут вообще, наверное, в лучах этого проектора даже не видно, что она какая-то переменная, постоянная. И индекс тоже постоянный. Ну, это такая вот получается делима. Но причем он постоянный, постоянный, на другом уровне, на более низком уровне. Гамма равно 1,8. Казалось бы, небольшая разница, но она, во-первых, подтверждается, повторяется для других объектов, которые вошли в эту выборку. И все-таки хорошие высокоточные наблюдения могут различить индекс 2 и 1,8. Вот теперь просто сведем все вот результаты, которые мы получили, такие самые интересные, самые яркие, самые основные на эту панель. Действительно, вот слева у нас нейтронная звезда, это у нас все спектры на одном графике. И справа это у нас белый карлик. И, опять же, запомню, что у нас разная температура. То есть здесь у нас 2 крева плюс какая-то ошибка и здесь у нас 0,5 крева какая-то ошибка. Лучше, конечно, видно на диаграммах по вертикали фотонный индекс и по горизонтали температура. Почему температура лучше? Потому что объекты могут иметь разное расстояние, поэтому по нормировке это будет не совсем верно с равной, хотя мы разнесли на разные панели. Но вот сразу видно, что для нейтронных звезд у нас насыщение, вернее, квазистабильность на уровне примерно гамма равно 2. А для нейтронных звезд, для белых карликов уже твоя стабильность на более низком уровне, на уровне 0,8. Более точно это видно вот на этой диаграмме, когда у нас нанесено много измерений, то есть видно, что ошибки измерения и что где-то они пересекаются. Но если подольше понаблюдать, побольше точек получить для статистики, мы получаем, что максимум гистограммы для белых карликов приходит на величину примерно 1,85, а для нейтронных звезд примерно на двойку. Это очень интересный факт, в принципе, это уже вот такие признаки. Но хотелось бы, конечно, еще посмотреть временной анализ. И вот здесь очень важно понимать, что вот для нейтронных звезд, если наблюдается килогерцовая осцилляция, то уже сразу ясно, что это нейтронная звезда, потому что поверхность сразу говорит о размере и так далее. А для белых карликов таких измерений просто нет. Но хотелось бы, если сравнивать, то сравнивать подобное с подобным, то есть нужно выбрать какую-то такую часть, где осцилляции были бы одной природой. Понятно, что если есть какой-то целый ряд этих квазеперечислов, осцилляции все могут относиться к разным частям этого объекта, допустим, к поверхности, к диску, еще к какому-то короне, еще к чему-то. А нужно выбрать при сравнении подобное с подобным. И мы выбрали подобное с подобным, это корону плюс корону. То есть, например, я называю короной иногда, но в принципе это переходный слой. Переходный слой окружает объект. Если у нас белый карлик больше, то, соответственно, переходный слой будет иметь больший размер. И наоборот, для нейтронной звезды. Тогда будет сразу ясно, где что. Действительно, мы получили, вот для нейтронной звезды мы еще нашли зависимость по данным, но стар, мы получили, что есть зависимость от температуры. Общее, как бы вот нанесли, вот правый график, это уже полный результат. Для нейтронных звезд мы получаем зависимость на диаграмме. То есть по вертикали у нас фотонный индекс, а по горизонтали частота квазепериодической осцилляции. Мы видим, что есть фотонный индекс деметронных звезд константа, вот показан ярко-голубым прямоугольником, таким горизонтальным. А для белых карликов это у нас примерно уровень 1,8. И они различаются по частоте квазепериодической осцилляции. А чтобы привязаться к короне, нужно как бы определиться по частоте. Это миллигерцовые осцилляции. Вот именно миллигерцы. То есть они как бы прицеплены именно к короне. У нас получается, что для нейтронных звезд больше, чем 1,1 Гц, а для белых карликов соответственно меньше. То есть белых карликов больше. Все логично. Это действительно хорошо и замечательно. Но хотелось бы понять, что у нас там дрожит. Вот такой аналог, да, вот еще раз уровень я показала, и вот аналог такого переходного слоя, это вот есть некий холодец, который как бы дрожит. А что там дрожит? Что это за корона? Ну, это, конечно, шутерный рисунок. Основная модель следующая. У нас есть компактный объект, в данном случае белый карлик, он окружен аккредиционным диском, таким вот коричневым оранжевым. Мы его будем моделировать многоцветным аккредиционным диском Шакуры и Синяева. То есть примерно многоцемпературное, чем черное тело. И есть область. Вот холодец, собственно говоря, это вот эти вот синие прямоугольные овалы, это вот как бы срез, то есть это как бы сечение модели, показано сечение, конечно, это будет некий тор. И вот здесь будет происходить основной как бы и отсюда идут эти квазотериодические осцилляции, вот мелигерцовые, чем я говорю, и плюс компактный излучение будет формироваться именно в этой области. Ну и плюс, конечно, здесь показано, что у нас белый карлик, и есть еще нейтронная звезда, она будет немножко поменьше, плюс она блестящая. Сразу заранее говорю, что вот это вот различие. И плюс линия излучения. Модель, используемая для описания энергетических спектров, следующая. Значит, мы рассматриваем в действительности сумму в блокбоде излучения, это излучение будет от диска. Почему подобное? Потому что у нас много температурный диск. Плюс у нас есть компенсационные компоненты, которые представляют свою конволюцию или свертку чернотельного спектра с гринфонцией компонизации. И плюс, в этот фактор еще L мы добавили, это вот ориентация в пространстве. Сама гринфонция описывается следующим образом. Она представляет собой ломаную, но ломаную, правда, в логарифических координатах, а тем не менее, так лучше видно именно в таких координатах. Есть некий параметр x по горизонтальной оси, это h-te, по вертикали это вот как раз эта функция. Она будет как бы ломаная, кусочная такая функция, где параметр критически это x0, такой, что если у нас x меньше, чем x0, то у нас получается некий положительный наклон α плюс 3, где α – это тот самый спектральный индекс, который был у нас в наблюдении. А если x больше, чем x0, то будет наклон отрицательный, x в степени минус α. Вот эту модель мы применяли и получили, мы уже применили, собственно говоря, я просто повторяю, мы получили вот такие вот различия. Итак, то, что мы хотели, мы и получили. Вот до черных дыр мы видим, что есть монотонный рост и насыщение в фазе максимума вспышки. Еще раз напомню, по горизонтальной, по вертикальной и центральной индекс, по горизонтальной темпо-креции, то есть развитие вспышки. Чем больше масса падает на объект, тем больше, тем больше развивается вспышка. А нейтронные звезды показывают константу, а белые карлики тоже константы, но они разный уровень. Это сразу заметно, это может служить таким характерным спектральным признаком. Но хотелось бы, конечно, объяснение. То есть нам сейчас придется влезть в теорию лучистого переноса и посмотреть, что вот нам подкрутить, какие гаечки, какие винтики, чтобы нам в итоге воспроизвести, получить то, что мы вот наблюдаем. Значит, мы рассматриваем первый посыл. Это у нас разность температур стравочных фотонов. Мы получили, что нейтронная звезда примерно 2 актила электрон-вольта, то есть горячая, а белый карлик у нас более холодный. А что это обозначает? Это обозначает, что нейтронная звезда будет отражающей, то есть такой блестящей. А белый карлик, имея более низкую температуру, вот фотон к нему подходит, а белый карлик его поглощает и не отражает, потому что он холодный, он сам должен подогреться. Поэтому это приводит к различию в граничных условиях, то есть разные условия отражения, то есть будет отражающая граница и будет поглощающая граница. Это, так сказать, на языке ММФ. То есть вот то, что я разговаривала, что нейтронная звезда будет такая блестящая, красивая, отражающая, в то время как белый карлик будет вот такой большего размера и поглощающий. Значит, у нас будут разные граничные условия. Итак, еще разочек, просто показываю диск, половину диска, значит, у нас есть компактный объект, и здесь мы расписываем из двух частей. Первая часть – это у нас фитеровский диск, внешняя часть, и переходный слой, назовем его короной. Просто вот чаще, и так это короче называют короной. Значит, о чем речь, какие у нас граничные условия, что такое внешнее и внутреннее. Внутренние граничные условия – это вот на контакте между компактным объектом и вот этой вот короной. Они будут, конечно, разные. А внешние условия, то есть мы рассматриваем внешние условия именно для этой красно-желтой области. А внешние – это у нас будут условия на контакте переходного слоя с фитеровским диском. Они будут разные. Они будут одинаковы для белого карлика и для нейтронной звезды. Здесь мы рассматриваем, что нет излучения измены. А здесь мы рассматриваем, что у нас будет граница отражающая, а здесь у нас будет поглощающая для белого карлика. То есть нет потока излучения с внутренней границы. Это различие нужно будет вставить в те винтики, в те шестерёнки, которые мы должны будем вставить в решение уравнения переноса в диффузионном приближении. И посчитать энерговыделение действия и короны, и сравнение. Может быть, их соотношение что-нибудь нам подскажет. Но пока мы ещё блуждаем, конечно, в потёмках, но вот в преддверии. Итак, первое, что нужно посчитать. Зависимость спектрального индекса альфа от электронной температуры для нейтронных звезд и белых карликов. Ну, количество энергии на единицы площади поверхности ку короны, мы считаем, это почти было в работе по реанименту торчевки ещё в 2011 году, где Т, Е – это электронная температура, Эпсилл – это распределение плотности излучения в переходном слое, и ТАУ – это тамсоновская оптическая толща, соответственно. Само распределение энергии, как мы посчитаем, просто-напросто мы решим уравнение диффузии. Далее рассмотрим среднюю личную плотность энергии. И вот здесь уже вставлены граничные условия, которые будут разные для нейтронной звезды и для белого карлика. То есть, когда мы интегрируем на нижнем и верхнем пределах, мы уже подставляем разные величины. И уже сразу отражаются, в принципе, вот тут, конечно, не верно, блестит, но будут разные. Но это и есть, в принципе, в соборе. Но самое интересное, что все эти решения и все вот эти вот, как бы, случаи, они рассмотрены классиками, уже давно известными. Просто никто не задался вопросом, а что будет конкретно для нейтронной звезды и для белого карлика. Вот, поехали дальше. Здесь мы аккуратненько все переписали в терминах Q дисков, Q корон. В положении, что Q полная, то есть сумма Q дисков, Q корона. Мы получаем, что вот разные случаи для нейтронной звезды и для белого карлика. Далее, спектральный индекс. По определению в диффузионном приближении он равен минус 3 вторых плюс корень из 9 четвертых плюс бета на тета. Что такое бета и что такое тета? Тета у нас безразмерный параметр, а бета в диффузионном приближении решено для случая нейтронной звезды уже было решено в Любавском стерчете. А это работа 95-го года, а для случая белого карлика было решено совсем недавно, 4 года назад, в работе Мауэлит. Теперь мы все это аккуратненько подставляем и получаем следующее. Вот тот альфа, это тот спектральный индекс, который мы должны наблюдать. И мы видим, что у нас есть набор каких-то констанций минус 3 вторых плюс корень 9 четвертых плюс КТТ, и вот тут есть кудиска ку короне. А теперь мы вспоминаем, что мы в наблюдениях видели, что постоянство индекса. Как можно получить постоянство индекса? Только если вот этот альфа просто будет константой, а у нас вот эта вот кудиска ку короне, она мешает, она может быть переменным. Поэтому нам желательно сказать, что кудиска ку короне много меньше единицы. Тогда мы им просто можем пренебречь. Тогда у нас остается просто набор чисел. Если аккуратненько посчитать, я вот студентам давала посчитать, они быстро посчитали минус 5 вторых плюс корень 9 четвертых плюс, собственно, 1 до 0,25, это 4, извините, то есть будет 16 четвертых, это будет корень из 5, это будет 5 вторых, минус 3 вторых. Это будет ровно 2 вторых, это получается единица. Это как раз то, что мы наблюдаем в рядных наблюдениях. Ура, всё, до нейтронов звёзд получено. Теперь для белых карликов получается вот такой более сложный крокодил, но здесь вот ещё величина тета. Что с ней делать? Я поставила как раз из предыдущих уравнений, и получается вот в нижней части опять же набор констант, такой сложный, но опять же кудиска ку короны. Оно мешает. А мы наблюдали для белого карлика постоянство. Что нам нужно сделать? Мы опять говорим, что кудиска ку короны у нас много меньше единицы. Когда мы им пренебрегаем, остаётся, посмотрите, что подставить пи, это просто число 3, 14, 15, 96, подставить всё это. Я подставила, получила под корнем, получается 2,35 и минус 3,2 получается 0,85. Уникальное число. Это как раз то, что мы наблюдаем в реальных наблюдениях. Ура. В итоге мы можем сформулировать. Получается, что то, что у нас есть согласие наблюдения и теории, это придаёт фундаментальность нашему результату. В каком результате? То, что постоянство фотонного индекса это не спектральный признак нейтронов звёзд. В то время как постоянство фотонного индекса около 1,85 есть признак белого карлика. А наблюдательная переменность индекса гамма определяется только переменностью кудиска ку короны отношения. В нашем случае оно много меньше единицы. Что это обозначает физически? Это означает, что энерговыделение диска много меньше, чем энерговыделение к короне. Да, пожалуйста, пусть мы будем считать, что действительно в нейтронных звёздах белых карлик действительно основную роль играет корон. Тогда вот наша формула и наблюдение прекрасно согласуется. А сам уровень уже постоянства индекса определяется граничными условиями на поверхности звезды или там переходным слоем. Итак, заключение. Проведён спектральный анализ для ряда двойных систем с нейтронными звёздами и белыми карликами по ряду данных рентгеновских спутников. Обнаружена стабильность индекса на уровне гамма равно 1,85 для белых карликов и на уровне гамма равно двойки для нейтронов звёзд. Дана интерпретация этой разницы уровней гаммы в терминах модели переходного слоя для случая доминирования контензационного компонента спектра с учётом отражения и поглощения или поглощения поверхности нейтронной звезды или белого карлика рентгеновского излучения переходного слоя. Показано, что это различие связано с разными граничными условиями поверхности нейтронной звезд и белого карлика. Сформулированы фундаментальные спектральные признаки, отличающие нейтронную звезду от белого карлика, входящие в состав двойной системы рентгеновских аккрецирующих двойных систем и проявляются во время рентгеновских вспышек. Работа опубликована в журнале World Journal of Science. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Так, Антоней. На самом деле в том числе в том числе и в том числе и в том числе очень сильно они встречаются места для культурных и делаются так. Так, вернуться? На порядок. Хорошо. Где, Господи, как это что делать? Получив отмечения, уже можно сказать как то, что это института и в том числе. Да, а в чём вопрос? Я и сказала, что в принципе на этом можно остановиться и закончить доклад. Это характерная величина для всех объектов, которые вы рассматривали. То есть, там показатель сверху и единицы, а там валют. Совершенно верно. Согласна с вами целиком. Даже... А, вот, проскочили. Да, вот о чём речь. Просто действительно, если посмотреть на величины как бы самих, здесь одинаковые как бы равные условия, абсолютно разные отношения своих коэффициентов, здесь вот единица, а здесь у нас получается много меньше. Вы вот об этом хотели сказать, правильно? Да, вот я согласна. Действительно, почти все вот сразу падают сюда. То есть, в принципе, это такой очень модельно-независимый признак, мы здесь ещё ничего не поменяли, просто по наблюдениям, именно рентгеновским наблюдениям. Согласна. Спасибо. Надо было в заключение тоже вывести. А если, например, когда иметь больше размеров, чем, наверное, с информацией, то есть жесткость рентгеновского срушения меньше, чем с информацией. Да, согласна. Еще вопросы, Конечно, это очень занятно, что по рентгенским поведениям и георитармик, и официальные георитармики и электронные звезды сверху минус интерпазона. И там, если появились электронные звезды, то есть формируется влажная волна характерная температура от которых не в георитармик. Но я думаю, что самое главное отличие для рукавика в электронные звезды связано с их консультивностью. Электронные звезды это первые отрывы сотрудников в хуру. У них смысл очень большой. Здесь 37-й, здесь 6-й секунду. В то время как СС летит, у него смысл немецкая гораздо ниже. Согласна. Ну да, это такой признак, который, если он, допустим, действительно срабатывает, то всегда нужно учитывать. локационные вещества с нейтронными диодами. То есть, они как-то... Ну, одни лицвитские одни. Кстати, по положению стеклянных линей, естественно, надо бы сейчас красные освещения не только ниже там больше что-либо. Конечно, коррекция на одно место. Согласна. Повторяйте. На всех ваших рисунках размер короны и вокруг белого карлика, и вокруг микровой звезды больше, чем сам компактный объект, но они еще и одинаковые. А так или в какое условие определяет границу между диском не здорово? Спасибо за вопрос. Действительно, рисунки были показаны в масштабе, только для демонстрации. Я на первых слайдах объяснила, что размеры, конечно, совершенно разные, они очень разные, порядка тысячи, но если я буду рисовать тысячу, это будет точка, и на этом экране вообще не будет ничего видно. Только для демонстрации. Спасибо за замечание. Разные, конечно. И это было видно по временному анализу, они различаются. совершенно, не пересекаются. Какое условие перехода между диском и короной в положении границы чем определяется? Это определяется в действительности хороший вопрос, потому что что такое диск, вообще, что кеплеровский диск, там скорости, скорости, кеплеровские, то есть большие скорости, а внутренняя часть короны, она действительно уже потеряла такую скорость, и вот получается, что объект, вот этот вот как бы диск, он чувствует, что уже какая-то часть потока подстроилась под компактный объект, и уже сбросила скорость, и вот эта вот разница скоростей границы, действительно происходит такой переход, но он формируется уже по условию вот стыковки, то есть там должна быть как бы мягкая шивка по первой производной, по второй производной, это значит, так сказать, нетривиальная, она определяется уже из решения там, дифференциальных уравнений, а так просто мы говорим о ней, что она существует только потому, что в наблюдениях мы видим отдельно часть, если бы мы не видели эти осцилляции, если мы видим эти осцилляции, значит, она есть, то есть мы ставим какую-то точку границу и говорим, что вот она здесь, вот руками, не обсуждая, какой ее размер, на самом деле, просто, что она вот есть, из наблюдений следует, что это так. Хорошо, еще вопросы, пожалуйста, и последний вопрос, я не знаю. Какая температура вот этого в этой форме? В частности, может быть, для эксплуатации? Ну, мы говорили о... Значит, температура поверхности это вот сып... Какая температура? Электронная или сып? Нет, коронная. Коронная температура. Это порядка вот на втором где-то слайде было 2-5 месяца, 2-45. То есть во время вспышки она примерно от года до 45 килоэлектрон-вольт. Горячая. Это все в рентгене? Это в рентгене, конечно, горячая. Я думаю, что на это сейчас не тепловое? Ну, там еще тепловое. Внизу обучение, да, комбинизация, это у нас тепловая комбинизация идет, но не тепловое, правильно. Согласна. Ну, все, спасибо тогда, Елена Викторовна. Мы идем дальше, и у нас доклад периодически изменил наполовину галактических изоманков «Колец» и возраст галактического бара. Докладывают Анна Марат Мемешев и Саак. Авторы доклада Мельник, Подзолкова, Дангус. На первом слайде показано распределение звезд в модельном диске после обработки программы увеличивающей контраст. Мы рассматриваем старое население звезд диска с очень большой дисперсией скоростей, равной примерно 30 км в секунду. 30 км в секунду. Поэтому все структуры очень аморфные и без обработки как раз программы увеличивающий контраст, мы бы ничего не увидели. Суть программы состоит в том, что мы для каждой звезды вычисляем плотность других звезд в окрестности 50 парсек от этой звезды. И если эта плотность меньше начальной плотности звезд на данном расстоянии, то звезда не включается в изображение. если больше параметра управляющего контрастом, в нашем случае 1,5, то есть больше, чем полтора раза в начальной плотности на данном расстоянии звезда включается в изображение с вероятностью 100%. И если это отношение принимает промежуточные значения, то вероятность растет от 0% до 100%. Покажено два момента времени. Один миллиард лет с начала моделирования и полтора миллиарда лет с начала моделирования. Хорошо видно, что во внешней области в первый момент времени у нас усиливаются отстающие сегменты кольца, вот этот вот сегмент, а в другой момент времени у нас усиливаются лидирующие сегменты кольца. Галактика вращается против часовой склёпки. Так, еще немножко вот про диск. Хорошо видно, что присутствует внутреннее кольцо, которое как бы лежит на радиусе коротации. Красными окружностями показан радиус коротации, затем идет резонанс минус 4 к 1 и внешний гемблатовский резонанс. Вот внутреннее кольцо как бы лежит на радиусе коротации с внешней стороны. И сразу скажу, на этом рисунке не видно, но внутреннее кольцо также периодически меняет морфологию. Тоже там усиливаются то лидирующие, то отстающие сегменты кольца. Теперь несколько слов про модель. Модель включает аналитический бар Феррера, угловая скорость вращения 55 км в секунду на килобарцет, время выхода бара на полную мощность 450 миллионов лет, время моделирования 6 миллиардов лет, количество частиц 2 миллиона частиц. План доклада следующий. Сейчас несколько слайдов будут посвящены изменению морфологии колец. Потом я перейду в область внутреннего кольца, который в этой области расположен от 4 до 5 тел парцет. Мы обсудим причину изменения морфологии внутреннего кольца, потом перейдем в область внешних колец, там обсудим появление горбов, который тоже появляется периодом в 2 миллиарда лет, и затем перейдем к обсуждению возраста галактического бара. Положение спиральных рукавов и фурье амплитуды вычислено для первого момента времени, 1 миллиард лет с начала моделирования. На левом рисунке показано распределение частиц плоскости по оси азимутальный угол, по оси ординат логарифм расстояния. Хорошо видно, что звезды концентрируются к линиям, наклоненным влево. Это является признаком отстающих спиральных рукавов или в нашем случае доминирования сегментов коллекций. на правом рисунке показаны фурье амплитуды, распределение фурье амплитуды, значение фурье амплитуды по параметру P. Параметр P – это минус M, деленный на тангенс угла закрутки. M в нашем случае – это двойка. зеленым, красным и пунктирным синим цветом показаны распределение фурье амплитуд в трех областях. Синий цвет – это область внутреннего кольца, то есть от 4 до 5,5 кП. Красным цветом – это область внешнего кольца R1 от 5,5 до 7 кП. И зеленым цветом – область внешнего кольца R2 от 7 до 9 кП. Хорошо видно, что максимум амплитуд во всех трех областях максимум амплитуд приходится на положительные значения P. Вот, смотря на эту формулу, видеть, значит, доминируют отстающие сегменты колец или отстающие спиральные рукава. В нашем случае это одно и то же. теперь переходим к аналогичному рисунку для другого момента времени. Положение спиральных рукавов и фурьей амплитуды вычислено для момента времени полтора миллиарда лет с начала моделирования. теперь мы видим, что линии, которым концентрируются звезды, наклонены вправо, по крайней мере, во внешней области. И фурьей амплитуды расстрелены следующим образом. Максимум во внешней области приходится на отрицательные значения, на отрицательные значения параметра П. Это значит доминируют сегменты плотности больше, доминируют сегменты колец, а во внутренней области максимум амплитуды А приходится на положительные значения П, то есть в области внутреннего кольца доминируют сегменты отстающие сегменты внутреннего кольца. Теперь мы для каждой области построили изменение параметра ПМАКС от времени. На рисунках показано периодическое изменение параметра ПМАКС соответствующего максимальному значению амплитуды А2. В данном случае ПМАКС было в районе минус 10, но в другой момент времени другой. вот как раз показаны эти изменения. В области внутреннего кольца мы видим достаточно быстрые изменения марфологии. Когда ПМАКС положительно доминируют отстающие сегменты, когда ПМАКС отрицательно доминируют лидирующие сегменты внутреннего кольца. Период этих изменений составляет 570 плюс-минус 20 миллиардов лет. В области внешних колец у нас совсем другие периоды. Период изменения морфологии в данном случае составляет 2 миллиарда плюс-минус 0,1 плюс-минус 0,1 то, что периоды изменений морфологии такие разные в области внутреннего кольца и в области внешних колец для кольца R1 и для кольца R2 одинаковые периоды изменения морфологии. А вот то, что сильно отличается от внутренней области уже говорит о том, что природа этих изменений разная. И вот сейчас мы переходим в область внутреннего кольца. Внутреннее кольцо расположено от радиуса коротации до резонанса минус 4,1. Внутреннее кольцо поддерживается бананообразными орбитами. На рисунке показаны два примера бананообразных орбит, которые существуют вокруг устойчивых точек равновесия L4 и L5. Периоды колебаний по бананообразным орбитам зависят только от потенциала бара, определяются только в нашей модели. В нашей модели долгопериодические колебания имеют период 565 плюс-минус 2 миллиона лет, и этот период очень близок к периоду изменения морфологии в области внутреннего кольца. А короткопериодический период близок к эпициклической частоте. То есть вот эти все завитушки – это, в принципе, эпициклические движения по эпицикламу. То, что такое совпадение между периодом изменения морфологии внутреннего кольца и периодом долгопериодических колебаний вокруг точек равновесия L4 и L5 навел нас на предположение, что в момент выхода бара на полную мощность в верхней точке бананообразной орбиты формируется некоторое уплотнение, которое потом начинает циркулировать по замкнутому контуру и усиливает то лидирующие сегменты орбиты, то отстающие сегменты орбиты. И вот так у нас получается эта гипотеза, она очень хорошо объясняет совпадение этих двух периодов. И вот мы решили проверить эту гипотезу. Гипотеза, что в момент выхода бара на полную мощность в верхней точке бананообразных орбит формируется уплотнение, которое затем начинает циркулировать по замкнутому контуру. В момент выхода бара на полную мощность мы выделили звезды, которые внутри черного кружка. И затем посмотрели, а что будет с этими звездами дальше. Естественно, эти звезды не будут вот так, как маятник, вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Они будут расползаться, расползаться каждый со своей скоростью. Это старое население, у нас в дисперсии 30 км в секунду, а во внутренней области даже больше. Через четверть периода посмотрели, что будет с этими звездами через четверть периода. И они показаны зеленым цветом. Да, они действительно сместились, вот через четверть периода эти звезды должны сместиться максимально вправо. Они действительно сместились, но только не все так, а вот в основном массе сместились вправо. А что будет через три четверти периода? Они должны сместиться максимально влево. И они действительно сместились максимально влево, хотя некоторые звезды просто начали вращаться вокруг центра галактики. Тогда мы для каждого периода времени вычислили угол, медианное значение угла Ти, который показывает медианное значение вот этой выборки звезд, которая в начальный момент была внутри вот этого черного кружка. И на правом рисунке показаны вот эти периодические изменения. Линии, серые линии, это плюс-минус сигма. То есть ясно, что сигма очень большая, но само медианное значение действительно смещается то вправо, то влево. Хотя амплитуда этих изменений уменьшается со временем. То есть получается, что мы достаточно, что это уплотнение не так быстро рассасывается, как можно было бы подумать. И действительно звезды захвачены вот этой вот бананообразной орбитой, и как-то вот там в пределах вот этих вот, в пределах этой орбиты основная масса звезд крутится. Для нашей модели это не так важно, потому что в нашей модели, модель не учитывает самогравитации, то есть каждая звезда идёт своим путём и не обращает внимания на другие звёзды. А в модели, где есть самогравитация, это может быть важно и может приводить к образованию медленных мод. Это как раз какие-то уплотнения, которые формируются и какое-то время существуют. Вот это может быть одной из причин. Теперь мы бросаем область внутреннего кольца и переходим к области внешних колекций. И на рисунке показано распределение радиальной медианной скорости от расстояния. По оси абсцисс расстояние, галактоцентрическое расстояние, по оси ординат медианная скорость. Мы выделили сектор азимутальных углов, плюс-минус 15 градусов от линии, соединяющей Солнце и центр галактики. И выделили звёзды, которые лежат вблизи плоскости галактики, плюс-минус 200 парсек. И в каждом маленьком дине по расстоянию, шириной 250 парсек, вычислили медианное значение радиальной скорости. И затем усреднили на периодах времени. Верхний рисунок – это усреднение на интервале времени от 1 до 1,5 млрд лет. Синим, красным, чёрным цветом показаны модельные профили, а красным цветом показаны наблюдаемые профили, полученные по ГАИ ДР-3. Хорошо видно, что в период времени от 1 до 1,5 млрд лет у нас появляется некий горб на профиле распределения радиальной скорости. Потом он исчезает. Тут один период времени пропущен, там тоже исчезает. А потом он опять появляется. В период времени от 3 до 3,5 млрд, он опять появляется. Скажу дальше, он потом опять исчезает и потом опять появляется в период времени от 5 до 5,5 млрд лет. То есть он появляется в период времени 2 млрд лет. И вспомним, 2 млрд лет – это изменение морфологии в области внешних колец. То есть уже эта цифра была. Так, положение Солнца соответствует 7,5 кП, положение внешнего лимблацовского резонанса 7,5 кП. Дальше на следующем слайде мы выделили один бин по расстоянию, который соответствует середине этого бина 6,75 кП. И посмотрели, как в этом бине, конкретно в одном бине, меняется радиальная скорость. Так, периодические изменения медиановой значения радиальной скорости в бине с центром 6,75 кП. Хорошо видно, так, по оси абсцисс время, по оси ординатора радиальной скорости. Хорошо видно, что появляются горбы, потом исчезают, появляются, исчезают и так далее до 6 миллиардов лет. Время периодических изменений составляет 2,1 плюс-минус 0,1 миллиарда лет. Амплитуда этих изменений, в общем, средних, не самых максимальных, а средних, 1,76 плюс-минус 0,20 км в секунду. Максимальная высота горба достигает 2 км в секунду. И хотя у нас горбы сами по себе маленькие, но статистическая значимость этих изменений превышает 8. И вот тут мы решили разобраться, все-таки, какие орбиты приводят к появлению горбов. И мы очень долго блуждали в потемках, потому что мы не понимали, что горбы создаются, мы думали, что горбы создаются какими-то орбитами, которые при определенных ориентациях создают положительные скорости в области, которые нас интересуют. Но оказалось все гораздо сложнее. Но к этому моменту мы уже знали о статье Вайнберга 1994 года, который показал, что вблизи лимблатовских резонансов бар орбиты могут менять ориентацию в ограниченном диапазоне углов, а могут просто менять ориентацию, колебаться на небольшой угол, а могут перфессировать без всяких ограничений на углу. И оказалось, что орбиты, поддерживающие горбы, создают не горбы, а впадины в периоды времени в первый миллиард лет и в третий миллиард лет, а в промежутке между ними во второй миллиард лет просто меняют ориентацию и уходят из интересующей нас области. Теперь поподробнее. На рисунке показана вытянутая орбита, которая в направлении вытянута, которая представляется большой осью бара, угол плюс 25 градусов. Галактика вращается против часовой стрелки, все углы отсчитываются против часовой стрелки. Опять показано бар и три резонанса. Коротация, резонанс минус 4 к 1 и внешний лимблатовский резонанс. Показан сектор, в котором мы вычисляем медианной скорости. Условное положение Солнца показано желтым кружочком. Серым цветом показана область, где появляются горбы, то есть от 6 до 7 килопарсетов. Галактика вращается против часовой стрелки, но мы все орбиту рассматриваем в системе отсчета, связанной с баром. А в этой системе отсчета звезды, которые расположены за пределом радиуса каротации, будут вращаться против галактического вращения, против часовой стрелки. Вот на этих сегментах синий звезда приближается к центру галактики, на красных сегментах удаляется от центра галактики. Что мы видим? При такой ориентации орбиты звезда будет проходить через интересующую нас область с отрицательной радиальной скоростью. То есть пересекает интересующую нас область синий сегмент орбиты. Это при ориентации плюс 25 градусов. А при другой ориентации, минус 25 градусов, ориентация орбиты меняется, и звезда просто не проходит через интересующую нас область. А что получается? То есть эти орбиты, которые слева, создают впадины или добавляют количество звезд с отрицательными радиальными скоростями в интересующую нас область. Когда эти звезды уходят из этой области, то появляются. Растет медианное значение скорости, и появляются горбы. На рисунке показана типичная орбита, поддерживающая горбы. И хорошо видно изменение ориентации. Зеленым и синим цветом показаны участки орбиты в период времени первого миллиарда и третьего миллиарда. А в промежутке между ними, в период второго миллиарда, орбиты показаны красным цветом. И видно, что она сначала наклонена вправо, потом наклонена влево, потом опять наклонена вправо. Мы вычислили углы θ-01, θ-02 и θ-03, которые определяют ориентацию орбиты в периоды времени. Значит, первый миллиард, второй миллиард, третий миллиард. И критерий нашего отбора состоит в следующем. Значит, в первый миллиард и в третий миллиард орбита должна быть наклонена под углом от нуля до 45 градусов. А во второй миллиард под углом от минус 45 до нуля градусов. Вот по такому критерию мы отобрали 26 308 звезд, которые поддерживают горбы. Что составляет только 11% от примерно 240 тысяч звезд, орбиты которых лежат как внутри, так и снаружи внешнего лимблатовского резонанса. Вот второе условие, что орбиты должны лежать как внутри, так и снаружи внешнего лимблатовского резонанса, является обязательным для орбит, захваченных такими колебаниями. Также вот показан разными цветами, показан угол ориентации орбиты в разные периоды времени. Значит, первый миллиард 31, во второй миллиард минус 21, в третий миллиард 31. То, что у нас условия в первый миллиард и в третий миллиард одно и то же условия, в принципе, способствует тому, что мы будем отбирать орбиты с периодом колебаний близким к 2 миллиардам лет, но не точно равными. Так, теперь я еще покажу три слайда, которые посвящены типичной орбите, поддерживающей горбы. На слайде показаны колебания углового момента, красная линия, полная энергия, синяя линия. По оси абсцисс время, по оси, значит, координат, красная ось – это угловой момент, синяя ось – это энергия. Хорошо видно существование долгопериодических и короткопериодических периодов изменения углового момента и энергии. Но при этом сохраняется интеграл гикоби, то есть линейная комбинация этих углового момента и энергии. Но сохраняется он только после выхода бара на полную мощность, когда бар становится стационарным. В принципе, конечно, хотелось бы понять причину изменения этих колебаний. И понять эту причину несложнее. Вот рисунок показывает движение звезды относительно системы отсчета бара. Когда звезда приближается к концу бара, бар – да. Значит, галактика вращается против часовой стрелки, а в системе отсчета бара эта звезда двигается в направлении противоположным галактическому вращению. Когда звезда приближается к концу бара, бар тянет ее вперед, и вперед – это значит против галактического вращения, и отнимает угловой момент. Потом звезда проходит через линии, соединяющие центр галактики и конец бара, и двигается уже дальше. И тут бар тянет ее как бы назад. Но назад, значит, он тянет ее в направлении галактического вращения, то есть он ее отдает угловой момент. И вот на каждом два раза за период обращения звезды относительно бара звезда немножко теряет угловой момент, немножко получает. И казалось бы, это причина короткопериодических изменений и углового момента, и энергии. И казалось бы, сколько звезда бар отнял, столько и потом и отдал. Но не совсем так. Когда звезда приближается к концу бара, она теряет угловой момент и переходит на более низкую орбиту. И уже когда бар начинает ей возвращать угловой момент, она находится на более низкой орбите и получает чуть-чуть больше, чем бар у нее отнял. Поэтому получается, что это причина появления вот таких ступенек, то есть как бы немножко забирается вверх звезда, угловой момент. Так, следующий слайд. Это опять же типичная орбита, поддерживающая горбы, колебания расстояния и мгновенной угловой скорости. Колебания расстояния показаны красным цветом, колебания мгновенной угловой скорости, тета с точкой, показаны синим цветом. Хорошо видно биение, между частотой, с которой звезда встречает возмущение от бара, 2 умноженное на омега минус омега бара, и эпициклической частотой капа. Эти две величины действительно имеют очень близкое значение. Хорошо видно, что, вот посмотрим на красные колебания, что каждый раз звезда пересекает радиус внешнего эмблацовского резонанса. Мы выделили интервалы времени от одного пересечения радиуса внешнего эмблацовского резонанса с отрицательной радиальной скоростью до другого. И для каждого интервала вычислили направление угол тета 0, это направление вытянутости орбиты, среднее значение расстояния и среднее значение мгновенной угловой скорости, а также частоту биения. И на следующем слайде они показаны. Это, опять же, типичная орбита, поддерживающая горбы, колебания направления вытянутости. Вот колебания направления вытянутости, верхний слайд. Угол тета 0. Хорошо видно, что угол направления вытянутости меняется от 45 до минус 45 градусов. Причем в одну сторону меняется рывком, а в другую сторону достаточно плавно. Среднее значение радиуса, расстояние от центра галактики, оно тоже меняется достаточно заметно. А вот изменение среднего значения угловой скорости происходит с противофазией, с изменением среднего расстояния. И теперь про частоту биения. Частота биений вычислялась следующим образом. Это капа, капа – это физическая частота для среднего расстояния на данном периоде, на данном интервале радиальных колебаний. И тета с точкой средней – это тоже значение мгновенной средней угловой скорости на данном интервале радиальных колебаний. Хорошо видно, что частота биений меняет знак. То есть в минимуме она отрицательная, в максимуме она положительная. И вот это свойство, это как раз свойство для колебательных орбит. То есть частота биений меняет знак за период одного колебания. И это свойство мы потом будем использовать, чтобы отобрать колебательные орбиты. На рисунке показаны две орбиты. Одна колебательная, которую мы уже видели, эту орбиту. А другая орбита с обсидальной прецессией. То есть направление вытянутости орбиты медленно меняется все время в одну и ту же сторону. В данном случае по часовой стрелке. То есть в данном случае частота биений только отрицательные значения имеют. По этому признаку мы отобрали качающиеся орбиты. Среди всех орбит, лежащих как внутри, так и снаружи внешнего лимблатовского резонанса. И доля качающихся орбит составляет только 28%. И теперь про возраст галактического бара. Наконец-то. На самом деле возраст галактического бара, он здесь, на этом слайде. Хорошо видно, что наблюдательные профили не имеют горбов. Они все три одинаковых, естественно. Не имеют горбов. И вот в данный период времени, от двух с половиной до трех, когда горбы исчезли, вот как раз видно, что наилучшее согласие модели с наблюдением. Функция х квадрат отражает как раз согласие модели с наблюдением. И хорошо виден один максимум, один минимум на двух с половиной миллиардов лет с начала моделирования. И второй максимум по логе на четырех с половиной миллиардов лет. И тут периодичность нами собирала злую шутку. Я так сказать, сама думаю, что в галактике на самом деле у нас молодой бар. И кроме вот этих вот горбов, которые появляются и исчезают, есть еще другие признаки, которые указывают на то, что в галактике молодой бар. Во-первых, газовые кольца со временем становятся более круглыми. То есть они теряют свою эллиптичность и становятся более круглыми. А мы наблюдаем в области перси систематической скорости порядка минус 5 км в секунду. Значит, кольца еще имеют эллиптическую форму. То есть они еще не превратились в такие просто чистые кольца. И второй момент, который тоже указывает на то, что возраст галактического бара небольшой, это то, что в окрестности Солнца много молекулярного газа. Именно молекулярного. Значит, излучение молодых звезд еще не успело разрушить облака молекулярного газа. Это тоже косвенность. Но это все надо моделировать. То есть вот так вот сходу сказать, что это на что-то указывает. Но это скорее указывает на то, что бар молодой. Так. У меня есть еще время? Так. И еще я хочу сказать про две работы, посвященные возрасту галактического бара. Это работа Калей и Ванда. Да, из всего множества оценок бара я выбрала две работы, которые дают оценку тоже молодой бар. Но, в принципе, других оценок тоже очень много. Значит, одна работа Калей и Ванда в 2002 году. Они используют то, что, используя распределение углеродных звезд в центральной области галактики, нашли, что они очерчивают бар. Их логика такая, что эти все звезды высокометалличные родились, когда бар еще не сформировался. И когда он сформировался. И они оценили возраст углеродных звезд. У них получилось 3 миллиарда лет. И, значит, возраст бара меньше примерно 3 миллиарда лет. И другая работа, вот рисунок как раз к другой работе относится, другая работа, она современная. Это Непал, Чепини, Бульон и еще там 6 человек с 1924 года. Они исследовали зависимость металличности от возраста для суперметалличных звезд в окрестности Солнца. Вот показан график из их работы по оси абсцисс возраст, по оси ординат отношения металличных. И они делают следующий вывод, что изменение идет, резко меняет наклон в области 3-4 миллиарда лет. И из этого они делают вывод, что 3-4 миллиарда лет закончилось формирование бара. И следующие звезды или там не стали рождаться после того, как бар сформировался, или они уже не имеют высокую металличность. Поэтому активность звездообразования в баре закончилась 3-4 миллиарда лет назад. Вот они тоже дают оценку 3-4 миллиарда. Все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Адмир Владимирович Михайлович. У меня два вопроса. У вас был рисунок, как звезда движется вокруг бара, и вы сделали вывод, что она приобретает момент и, соответственно, должна удаляться от центра системы. А буквально двумя слайдами дальше, по-моему, не 14, у вас показана революция расстояния от центра системы, и там нет векового члена, только периодически. Нет, это я привела пример, как вот она удаляется. На самом деле там это достаточно сложно, вот на пальцах объяснить, там важно периоды эпициклической частоты и периоды обращения. То есть вековой член есть, просто его не видно. Нет, 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 векового члена нет. То есть это периодически. То есть есть короткий периодический, есть долго периодический. Вот я хотела сказать. Второй вопрос. Вот следующий слайд, покажите, пожалуйста. Вот это примеры биемии. И вы говорили, что у вас частота биемии меняется с положительной на отрицательную. Можно это на этой графике проинстрировать? Что, где частота 0, где положительная, где отрицательная? Хороший вопрос. Сейчас я подумаю. Но в принципе вот... 7 это у нас будет. Ну вот даже на этом графике видно, что когда максимальная амплитуда, расстояние немножко увеличивается. Вот расстояние увеличивается, а вот эти расстояния соответствуют минимуму. Сейчас посмотрим на 2 миллиардов лет. Да, на 2 миллиардов лет это вот минимум. А вот когда максимальная амплитуда... И даже вот на этом рисунке видно, что когда вот... На самом деле еще и меняется эксцентриситет. У меня просто места не хватило. Меняется еще эксцентриситет. И вот если вот на этом рисунке показать, то минимум расстояние будет соответствовать минимум эксцентриситетам. То есть вот орбита становится... Так, где моя орбита? Орбита становится... Когда вот красная, она становится еще более вытянетая. А что тогда такое биение? Это вот период изменения амплитуды или что-то мелкое? Но биение это когда меняются не только сами величины, но и меняется амплитуда, да. Вот тут мы 3 периода биения надеждаем. Да. Спасибо. Да, Антон Николаевич. А вот простой вопрос. Больше 30% массы галактики – темная материя. Мы не знаем, как она разобретали нарушу. Учитывалось вклад в темную материю во всю эту динамику? Нет, но у нас в модели есть... Не салфи, да? Нет, в модели у нас есть галу. Мы... Галу, да. Мы все это инорнады, чем-то. Какая-то есть. Какой-то профиль задавать. Профиль надо. Вашу разная. Сейчас задавать. У нас есть четыре составляющих. У нас есть балдж, классический балдж. Очень маленький, по-моему, 5 на 9 с 9 массы сенсором. Потом у нас экспоненциальный диск, вот его потенциал. Потом у нас есть аналитический бар. И галу. Галу и у нас... А галу мы включаем. Да. И кривая вращения. Это первая материя. Ну да. Ну... Ну, и у нас очень сам. Да, да, да. Понятно. И у нас кривая вращения на периферии плоская, вот которая как раз вот она определяется с галу. Антоний Владимирович, я не очень хорошо понял, что развивается под возрастом, бара. Это может быть возраст той структуры, которая возникла с когтями, или аж лет назад, или это звезды, которые родились с когтями, и сформировали бар, тогда возникает вопрос, что было до этого. Ну, мы как бы заклад... В нашей работе возраст бара – это вот как бы с начала моделирования. А с начала моделирования у нас включается медленно бар, который вот как раз за 500 миллионов лет, за 450 миллионов лет формируется. А вот как там звезды... То есть были ли звезды, которые... Ну, естественно, он сформирован из тех звезд, которые там были. А вот как там идет звездообразование, вот эти работы, про которые я сказала, они как-то вот это учитывают, причем в таком контексте, что звездообразование, по крайней мере, образование металличных звезд, оно шло до того, как бар появился, и в момент, вот когда бар сформировался, вот когда бар сформировался, орбиты перекрещивались, вот, ну, это какие-то изменения. Когда же бар сформирован, все там двигаются. Но для нас это неважно, а вот для этих работ, которые я показывала, для Непала и для Калия это важно, да. Но они считают, что вот в момент, когда бар сформировался, орбиты перекрещивались. Ну, они уже были. Газы... Конечно. Хорошо. Мой Катюн. Вот, Владимир, с моделью с вашей, как бы, все понятно, с чего вы работаете, что там будет получиться. А вот все эти дополнительные аргументы, они все были влевны. Вот что такое область Персея? Это я имела в виду звездно-газовый комплекс Персея. Это я прям могу точку показать. Это же большая разница в том, что... Да. А у вас внешний или 20 резонанс внутри килопарсеков, это внутри радиус? А внешнее кольцо R2, оно лежит за пределами внешнего... Сейчас я покажу. А на каком радиусе? Я сейчас покажу. У вас там есть прекрасно высказано, что полы Ры... Ну, только подожди, не 11 все-таки, подождите. Вот сейчас. Если у нас Солнце на 7,5, ну, прибавь килопарсек. Ну, вот. Ну, вот. Ну, не важно. Значит, прибавляй еще один килопарсек по радиусу, но может быть чуть-чуть побольше. Вот это кольцо, кольцо R2, которое вытянуто параллельно бару, вот оно лежит. И персень, если Солнце вот здесь, ну, и персень где-то вот здесь вот лежит. Ну, чуть-чуть подальше. Но не 11. Ну, не 11 точно. В это не 11. То есть... Подождите. Вот 130... К бару? Кольцу. Кольцу. Кольцу очень легко. Кольцу резонансное, барное? Ну, да. Так оно же ближе, чем это все. И вот же Артурнин. Ну, хорошо, Влад. Ну, ладно. И вот со звездообразование это тоже совершенно левое. То есть, на самом деле, наблюдения показывают все как раз наоборот. Сейчас стали разбираться в детально-химическом составе звезд в центральной области. И там получаются два населения. Классические бары это низко-нетоничные, там одна-торая, еще ниже. А потом, когда сопоставляют возраст звезд, визуальных и хим-соста, возникает вот суперметал-рич, больше солнечной металличности, и возрастает их звезд как раз 5 миллиардов лет. То есть... Ну, это вот Бенсби, это вот эти вот работы, а вот эти товарищи, Непал, вот эти... Вот, они посмотрели, как они зависят от... Не просто как там... они как раз нашли, что есть некоторый градиент. Ну вот, опять же, почему покрытие, что они покрытие с фонарем? Ой! Где ты там заранее? Ну, это вот, это их, по-моему, слабое место. Они искали под фонарем. Хорошо. Коллега, последний вопрос. ну, давайте. Ваши последний вопрос. У меня такой вопрос. Пожалуйста, есть бар в наших товарах, есть система шароуных скоплений. Можете ли по современным данным сказать, что какая часть этой системы шароуных скоплений захвачена баром? Или нет? Ну, а почему они должны быть захвачены? Они же даже не в плоскости бары. Вопросы, в самом деле, беремые чистые. Наши вопросы. Но они, они родились гораздо раньше. Сказали, что есть ссылку. Есть такие работы. У Боба, у Боба, у Боба, у Боба, у Боба, у Боба, у Боба. Ну, у Боба. хорошо. Коллеги, я думаю, что мы должны заканчивать сейчас. Поблагодарим всех докладчиков, которые уже стали. У нас перерыв до двух часов. Так, мы продолжаем наше сегодняшнее передание. И первый доклад после обеда. Нету доклад. я тут стою как докладчик, первый автор, Анатолий Михайлович Черепощук, Анатолий Александрович Билинский и Александр Владимирович Додин. Доклад наш называется «Открытие эволюционного увеличения орбитального периода и выяснение природы компактного объекта в галактическом микроквазаре СС-433». Об этом микроквазаре уже много подробно рассказывалось. Но я напомню какие-то базовые вещи. Это очень массивная двойная система с периодом 13 дней. Оптическая звезда здесь переполняет полость роша. Это картинка такая артистическая. Причем темп перетекания на второй компонент, природа, которого долгое время оставалось неизвестно, она порядка 10 минут в четвертой массонке в год. То есть это очень мощное нестационарное течение на второй компонент, который образует сверхкритический аккреционный диск вокруг компактного объекта. И наблюдаются такие узкие узкоколлимированные субринитивистские джеты со скоростью 80 тысяч километров в секунду. Вот спектр, который иллюстрирующий, как ходят вот эти подвижные миссии, связанные с излучением из этих уже джетов. И эти джеты прецессируют с периодом 164 дня. Ну, кроме того, кроме прецессионного и орбитального движения отлично виден нутационный период, связанного с тем, что вот этот аккреционный диск, который прецессирует вместе с джетами вокруг компактного объекта, он наклонен к орбитальной плоскости, и поэтому дважды за орбитальный период момент сил приливный меняется, действует на него, и возникает нутационное движение. Все это прекрасно видно по спектроскопическим наблюдениям этого объекта. Вот стандартная схема эволюции массивных двойных систем, когда у нас есть две массивных звезды образовались, и как они начинают эволюционировать. Первая звезда заполняет, если система достаточно тесная, полость роша, затем, если звезда массивная, от нее происходит обмен масс, и после того, как термоядная эволюция в центре звезда заканчивается, происходит вспышка сверхновой, сопровождающейся формированием нейтронной звезды или черной дыры, и дальше по этой схеме эволюции, которая многими наблюдениями сейчас подтверждается, что должно происходить. Звезда вторая заполняет, приближается к своей полости роша, начинается перетечение вещества уже на компактный объект. И так образуются массивные рентгеновские двойные системы, потому что аккреция на компактный объект приводит к появлению рентгеновского излучения. Но что происходит дальше? Тогда по стандартной сценарии динамической эволюции орбитальной при перетекании более массивной звезды на менее массивную, а масса этой звезды уже 10 масс Солнца, а компактный объект может иметь массу полторы, если это метронная звезда, или две, или там 3-5 масс, или 7-8 масс Солнца, если это черная дыра. Во всяком случае предполагается, что здесь эта эволюция становится неустойчивой в том смысле, что может образоваться общая оболочка, ну и дальнейшие результаты эволюции систем здесь написаны. И вот СС-433 это пример эволюционной стадии, когда мы видим стадию второго обмена масс на компактный объект с очень сложной динамикой и возникает вопрос о его уникальности. Это очень должна быть короткая стадия эволюции двойных звезд, массивных двойных систем, потому что предполагается, что она не очень устойчивая. объект в конце 70-х годов был открыт и вот уже прошло уже 50 лет будет с момента ну около больше 40 лет скоро будет 50 когда этот объект изучается и накопилось большое количество наблюдательных данных как спектроскопических как и фотометрических. Объект достаточно яркий и может наблюдаться небольшими телескопами. дальше мы это все прокомментируем еще. Вот значит вот эта система СС-433 активно изучалась в нашем институте вот группе Анатонией Михайловичей Черепущука развивались модели которые позволяют описать все весь комплекс этих нестационарных явлений которые наблюдаются спектроскопически и объясняют и фотометрическую переменность частично. очень важно что здесь вокруг компактного объекта образуется сверх критический аккредиционный диск который был впервые рассмотрен в работе Николая Ивановича Ироши Дарьевича в 1973 году и образуются релятивистские джеты диск наклонен к орбитальной плоскости и прецессирует и по всем наблюдательным данным есть указания на то что он прецессирует потому что с таким периодом потому что ось вращения вот этой звезды оптического компонента наклонена к орбитальной плоскости из-за того что происходил асимметричный взрыв сверхновой в этой системе с образованием компактного остатка и это естественным образом объясняет вот эту вот сложную динамику этой системы значит вот некоторое время назад нами были собраны наблюдательные данные за большой период времени которые показывают как меняются или не меняются параметры кинематические параметры вот этой модели DSS 433 ну в частности наклон диска к орбите наклонение орбиты период прецессии амплитудно-нутационной переменности лучевых скоростей вот этих подвижных эмиссионных линий и сам период нутации вот они здесь показаны значит промежутки времени вот вы видите на протяжении свыше 40 лет вот как он открыл как он был открыт то есть вот этот весь комплекс данных можно проанализировать это было сделано и видно что в среднем они остаются так сказать ну более-менее постоянные безусловно там есть и некие вариации и эти вариации естественные когда такая мощная нестационарное стечение звезды идет это ожидать абсолютной стабильности конечно здесь не приходится но в целом они держатся по-моему не постоянные вот интересные вещи были обнаружены в частности в том что вот прецессионный период который 164 дня он он по спектроскопическим наблюдениям этих подвижных миссий очень хорошо измеряется видно что у него есть некие бывают некоторые сбои и вот об этом писали вот в этой статье я об этом ничего не буду говорить просто хочу сказать что в среднем это все держится вблизи нуля хотя бывают всякие отклонения но нет вековых таких тенденций нет вековых больших изменений ну и вот в частности еще есть изменение ширины стационарной линии ашальфа как фаза в зависимости от фазы прецессионного периода есть определенные корреляции и так далее но мы заинтересовались другим мы заинтересовались орбитальным изменением в двойной системе почему потому что столь мощное перетекание вещества на компактный объект не может остаться незамеченным в орбитальном периоде даже если эта фаза очень короткая должны быть вековые какие-то изменения изменения орбитального периода и вот на протяжении уже свыше 20 ну уже почти вот видите с 95 по 24 год этот объект мониторируется на сначала на крымской станции и теперь еще подключился подключился телескоп РЦ-600 автоматизированный до Кавказской горной обсерватории ну и вот видно вот эти нижние черные точки это орбитальный период вот эти верхние штрихи показывают моменты максимального раскрытия диска когда диск прецессирует в определенной фазе он называется момент Т3 вот для тех кто этим объектом занимается когда диск максимально развернут к наблюдателю и ну и соответственно джеты тоже но естественно здесь все определяется самим диском и тем веществом который звездным мощным звездным ветром который под действием давления излучения вытекает из сверхкритического аккредитационного диска и вот мы выбрали моменты Т3 то есть близи моментов Т3 где наиболее четко видны хорошо прописывается кривая блеска с двумя затмениями с частичным тоничным затмением и проанализировав эти кривые блеска вот пришли к такому выводу что просто видно и статистическим анализом доказывается что кривая блеска потихонечку начинает форма ее примерно остается постоянной но она смещена по фазе относительно кривой блеска которая была получена в предыдущие годы это навело на мысль что есть изменение орбитального периода и чтобы аккуратно это дело посчитать было использовано два способа был построен график О-С для моментов вот этого минимума причем он был построен двумя методами методом Гершпинга когда сравнивалась классически вся кривая блеска как целая с предыдущей и методом когда вот этот минимум аппарат наиболее точно гауссиан и смотрели как он потихонечку меняется вот этот график О-С когда это было сделано впервые года три назад нами и мы увидели что есть какое-то изменение на графике О-С особенно методом Гершпинга хорошо видно ну так сказать этим методом сказать что здесь вот без этой красной точки ну тут менее очевидно это с учетом ошибок но тем не менее намек на это был и мы тогда заподозрили и даже опубликовали статью в Манфли Нотис о том что вот есть изменение орбитального периода причем из-за того что парабола увеситый парабол на О-С направленный вверх это свидетельствует о том что орбитальный период увеличивается орбитальный период увеличивается и вот красная точка это наши последние данные которые были получены в прошлом году она прекрасно легла на продолжение ветви вот этой параболы таким образом надежно доказав что в этом объекте есть увеличение орбитального периода то есть увеличение орбитального периода это довольно нетривиальная вещь если перетекает более массивная звезда и консервативную на менее массивную закон сохранения момента количества движения сразу ясно что должно быть уменьшение орбитального периода но там есть мощный отток в виде звездного ветра почти все вещество вытекает из окрестностей ревентивистского объекта уносит орбитальный момент импульса ревентивистского объекта практически и надо аккуратно посмотреть к чему это приведет ну вот нами это было сделано и мы увидели что увеличение орбитального периода возможно только если отношение масс в этой системе больше некоторого значения и это значение масс отношения компактного масса компактного объекта к оптической звезде оказалось порядка 0,07-0,08 по тем нашим по первым нашим данным значит если звезда оптическая имеет массу как показано в работах от 10 до 15 масс Солнца то умножая на 0,08 мы получаем массу компактного объекта ну соответственно 8-10 масс Солнца то есть это ясно явно что это не нейтронная звезда и СС-433 по праву должен занять место в ряду массивных рентгеновских двойных систем кандидатов черной дыры до сих пор в некоторых работах осторожно люди пишут насчет природы компактного объекта но вот наши наблюдения показывают что здесь не избежать по динамическим этим соображениям масса компактного объекта достаточно большой ну хорошо теперь какие же следствия из увеличения орбитального периода СС-433 физически можно сделать но увеличение орбитального периода означает увеличение расстояния между компонентами но есть еще полость роша значит полость роша она же более хитро зависит она не только от расстояния между компонентами зависит но и от некая функция отношения масс и мы задались вопросом да вот какие выводы физически можно сделать относительно вот этих двух утверждений ну и для этого нам нужно было построить написать некоторую модель переноса масс в этой системе значит предполагая что вот у нас оптическая звезда теряет некую массу m m с точкой v здесь это обозначено а вторая звезда практически второй компонент практически ее не приобретает это следует из того что даже при ну потому что все это сверх критическое максимум что может даже звезда с массой 10 масс а солнце принять не отбросив световым давлением она много меньше чем вот эта масса которая теряется оптической звездой поэтому в хорошем приближении роста массы второй звезды можно пренебречь хотя это усложняет несколько формул но ничего не меняет по сути если этого не делается ну дальше второе важное предположение заключается в том что вот звездный ветер от этого сверх критического диска истекает в так называемый как я уже сказал джинсовской моде когда вещество отгоняемое световым давлением оно уносит момент импульса орбитальный второго компонента и это предположение обосновывается тем что размер области начиная с которой световое давление в сверх критическом аккреционном диске начинает отгонять вещество он много меньше размера аккреционного диска все это находится внутри и это в общем-то достаточно близко ко второй звезде поэтому можно считать что момент импульса основной уносится равный моменту импульса орбитальному второго компонента ну и мы специально ввели параметр бета что вот ну не вся а какая-то часть только уносится вещества а остальная часть перетекает через внешнюю точку Лагранжи уходит из системы но это предположение подтверждается тем что вокруг системы СС-433 наблюдаются сложные газовые потоки это видно и по так сказать по радионаблюдениям и интерферометром гравити с ВЛТ это значит в европейской южной обсерватории они специально измеряли вот скорость истечения вот этого этого вещества вокруг системы СС-433 за точкой Лагранжи и видно что оттуда истекает вещество то есть эта система окружена еще веществом которое перетекает через внешнюю точку Лагранжи что и неудивительно при таких чудовищных темпах потери массы второй звезды и вот это параметризуется нам вот этим коэффициентом бета ну мы предполагали что доля этого вещества теряется через внешнюю точку Лагранжи и уносит некий момент импульса К в единицах орбитального момента в принципе можно эту букву К параметризовать как момент импульса в точке Лагранжи Л2 а можно его брать из некоторых других соображений но это некий параметр который как минимум это момент импульса на во второй точке Лагранжи но на самом деле вот эти наблюдения VLT Гравити они показывают что там этот момент даже больше может быть чем отдельный момент импульса в этой точке Лагранжи это очень интересный момент но я его только вот здесь отмечу вот ну и а дальше так сказать здесь некая пошла математика я прошу прощения за формулу но поскольку у нас так сказать научное собрание поэтому я их несколько прокомментирую значит очень удобно в этой задачи ввести вот глядя на эту формулу она бросается в глаза что здесь наблюдаемая величина изменения относительно изменения орбитального периода оно пропорционально относительному изменению темпу изменения массы оптической звезды а дальше стоит некая функция главным параметром который является ну она зависит вот от отношения масс существенным образом и вот от этих параметров бета и к о которых я вам сказал ну и что как говорится здесь безразмерно здесь если одну на другую поделим появится некая безразмерная функция и с ней удобно работать она имеет такой ясный достаточно физический смысл ну давайте это сделаем значит во-первых значит поделим одно на другое и применим третий закон Кеплера который так сказать связывает нам относительно изменения орбитального периода и относительно изменения полуоси ну и получим что относительно изменения полуоси деленное на изменение на темп изменения массы оптической звезды вот есть эта некая функция так сказать ну с некоторой добавкой когда мы третий закон Кеплера сюда подставляем это все тривиально вот ну и конечно сразу же мы вспоминаем что чтобы полуоси возрастала как мы хотим чтобы она разъезжалась допустим нам нужно чтобы эта конструкция была больше ну естественно нуля вот ну построим давайте эту картинку вот это довольно сложный график я сейчас его прокомментирую значит по одной оси Y по Y отложена вот эта безразмерная функция FI а здесь отношение масс значит причем как говорится это это отношение массы компактного объекта к массе оптической звезды оно может быть и меньше единицы и больше единицы мы же заранее не знаем какое оно вот и вот значит розовая область это область параметров при котором вот эта доля бета вот уносимого вещества вот это вот от сверхкритического аккредиционного диска ну вот 90% да а вот более широкая синяя область где она там 70% ну просто так сказать сделана на всякий случай и вот эта зеленая кривая зеленая кривая она делит всю вот эту плоскость на две части выше нее плоскость относительно увеличивается ниже нее она уменьшается вот ну и поскольку здесь фигурирует вот так сказать масса оптической звезды и темп потери массы от оптической звезды они будут нам на этой области дополнительно вырезать какие-то так сказать линии вот они в частности врезают такие вот от 10 до 15 мы варьируем значит массу оптической звезды амс точкой это вот темп потери массы от 10 минус 4 до 3 до 10 минус 5 вот в три раза вот видите они какие-то вот такие области вырезают но что важно они пересекаются с нужными нам значениями где период орбитальный возрастает с точкой больше нуля я повторяю он либо между вот этой между этими двумя синими или между этими двумя красными линиями они вырезают область значений Q отношений масс и видно что минимально возможное отношение масс оно вот как раз то самое которое мы уже когда-то получали как нижний предел оно порядка на 0,8 оказывается вот и есть небольшая маленькая вероятность что значит вот тут мы попадаем в область где уменьшается полуось но большая часть этих областей свидетельствует о том что полуось возрастает в этой системе а раз она возрастает то конечно же нам стало очень интересно понять а что же будет с полостью рож оптической звезды когда у нас эта полость увеличивается но для этого опять я прошу прощения надо посмотреть на формулы а и тут ну некая довольно простая алгебра которая опять же значит можно свести вот к этой безразмерной функции надо чтобы она была больше некоторого значения не обязательно который зависит только подчеркивает отношение масс только отношение масс и вот если так сказать это соотношение выполняется ну тогда будет увеличение полости рож а если так сказать обратный знак неравенства то уменьшение полости рож и вот равенство нулю то есть равенство постоянства так сказать полости рож когда мы здесь ставим знак равенства и это вот розовая такая кривая на этом графике удивительным образом смотрите она очень слабо зависит от отношения масс это для ну честно говоря я раньше нигде не видел такой результат но вот это так довольно интересное наблюдение и в области где мы ставим наши значения параметров ниже этой розовой кривой значит полость рож будет уменьшаться а выше этой кривой полость рож будет увеличиваться и смотрите поскольку мы точно не знаем массу оптической звезды и темп потери массы ну так сказать он мы знаем что он такого порядка но там за двойку никто не ручается мы удивительным образом находимся вблизи она как раз попадает в такую область когда как будто бы она вблизи нуля находится то есть еще раз обратите внимание что она как раз находится там где мы практически мы не можем точно сказать здесь мы сидим или здесь сидим но что-то это очень как-то подозрительно вблизи того так сказать такой ситуации когда она почти постоянна и это навело нас на следующую мысль значит в пределах как сказать это уже не утверждение а гипотеза в пределах неопределенности из наблюдаемых параметров оптической звезды и темпа потери массы оптической звезды мы как бы видим квазипостоянство полости рож и мы сделали привод о том что это скорее всего не случайно почему потому что при уменьшении размера полости рож темп перетекания очень быстро начинает возрастать и мы должны ну должны видеть то что и как говорится я показываю на втором слайде схеме вот в этой что система должна войти в общую оболочку и там а дальше уже будет зависеть от того как это все устроено либо она сольется либо там останется компактная звезда и ядро той звезды которая вот еще оптическая сейчас перетекает через полость рож с одной стороны с другой стороны так и это как бы не видно она смотрите мы 40 лет ее с лишним наблюдаем и вот эти кинематические параметры удивительным образом держатся никуда не разбалтываются только орбитальный период увеличивается вот с другой стороны если бы размеры полости рож увеличивались вековым образом то это приведет к тому что темп перетекания в таких в таких задачах темп перетекания при увеличении полости рож он уменьшается до значения близкого он чуть меньше теплового значения становится тепловой шкалы времени который теряет массу эта звезда и такого бурного перетекания 10 минус 4 значит на солнце в год быть не должно ну и почему же тогда мы видим эту систему такую квазистационарном состоянии ну наше предложение заключается в том что возможный регулятор вот такого квазипостоянства полости рож это прицессия прицессия плавающего аккреционного диска связанного с прицессией оптической звезды которые вот эту струю из которой формируется наклонный аккреционный диск так заставляет его прицессировать значит звезда прицессирует внутри своей полости рож и так сказать темп перетекания он все время как-то меняется но в среднем полость рож удивительным образом держится постоянным вековым образом не изменяется несмотря на то что орбитальный период в этой двойной системе увеличивается и таким образом наше заключение такое вот открытие векового увеличения орбитального периода значит оно однозначно говорит нам о том что релятивистский объект в этой системе черная дыра с массой около восьми масс Солнца причем нейтронная звезда уверенно отвергается абсолютно уверенно отвергается так как в этом случае орбитальный период должен был убывать а это противоречит наблюдательному факту того что увеличивается далее расстояние между компонентами вековым образом возрастает и это препятствует образованию общей оболочки ну и наконец как я пытался вам сказать размер полости рож оптической звезды в среднем остается постоянным и это обеспечивает стабильность переноса масс в тепловой шкале времени массы оптической звезды и такой устойчивый режим сверхпритической аккреции в этой системе который наблюдается вот на протяжении уже свыше сорока лет спасибо всем за внимание я закончу так я должен спросить есть ли вопросы можно два слова добавить да пожалуйста Антон Михайлович коллеги у СС-433 довольно развитой спектр и по нему много лет пытались оценивать массы компонентов ну по допливу смещением линий спектра в чем проблема линии оптической звезды еле-еле видны потому что аккреционный диск очень яркий и обнаружить их очень трудно на фоне яркой тем не менее нашли но есть вот эта околозвездная оболочка которая вращается со скоростью 200 км в секунду и селективное поглощение света оптической звезды в этой движущейся оболочке приводит к дополнительным допливовским смещениям что делает очень неопределенную оценку масс подвижения оптической звезды эмиссионные линии идут от аккреционного диска но амплитуда криволочи скоростей вот по эмиссионным линиям зависит от фазы прицессии поэтому это тоже ненадежно поэтому вот как раз здесь у нас эти результаты получены независимо от данных спектроскопических измерений в этом главная ценность этого результата спасибо так вопрос пожалуйста есть на самом деле он уникальный в нашей галактике но он является прототипом так называемых ультраярких рентгеновских источников которые наблюдаются в обилии в других галактиках и они тоже они пока так сказать они это связано с тем что если бы мы заглянули на СС-433 со стороны вот релятивистских джетов вот в эту воронку на аккреционном мы бы видели очень яркий рентгеновский источник это сейчас уже как сказать принятая точка зрения вот в других галактиках они есть наши эволюционные расчеты показывают что у них должно быть меньше единицы ну вот он один и всегда говорили что он уникальный но тот факт что он такой стабильный он конечно вы правы он заставляет ну как говорится ну вот повезло что мы его видим вообще время жизни все равно короткое будет а ну порядка десятков тысяч ну сотен до ста тысяч лет до тех пор пока это в перетекании ну 0,8 да вблизи единицы нет вот на устойчивость как я пытался объяснить влияет на устойчивость всей вот этой системы значит лет наверное уже 10 тому назад была работа Ван Денхёйвел с коллегами которые показали что вот в таких сверх критических источниках отношение масс должно быть больше чем 0,3 они тогда дали оценку 0,3 чтобы вообще это все дело работало вот чтобы это такие источники сразу не сваливались вот в общую оболочку но на самом деле оно оказалось даже не 0,3 по нашим ранним по анализу данных рентгеновских со спутника интеграл мы тоже приходили к выводу где-то 0,3-0,5 помните лет 10 тому назад а теперь мы уже надежно динамически видим что это даже не 0,3-0,5 а это даже больше 0,8 порядка единицы нет это не влияет важно что больше 0,3 0,3 сразу динамически неустойчивость да контраинтуитивно ну я подозреваю что в такой задачи темп окреции тоже будет примерно постоянным он не должен ну до тех пор пока это вопрос Александр Сергеевич сколько лет мы еще будем до тех пор пока скорость ну смотрите звезда же не стационарная уже потому что из нее очень много вещества вырывается и все будет зависеть от того как поведет ее радиус если ее радиус начнет расти быстрее чем вот растет сейчас то ну скорее всего вот там будет общая оболочка в результате это неизбежно потому что темп изменения радиуса звезды с возрастом как известно возрастает чем дальше вы отходите от главной последовательности тем быстрее изменяются параметры это связано со скоростью термоядной эволюции да иври иванович ну да ну то есть я бы сказал так что она ну это я не говорю что это утверждение я сказал что это гипотеза потому что вы конечно же вот мы видим что она может быть и здесь находиться и здесь находиться здесь она увеличивается здесь уменьшается но дело в том что источник очень сильно очень сильно переменный и темп при прицессии при прицессии звезды у вас темп окреции может меняться это понятно потому что у вас газодинамическое истечение вот в этой в окрестности седловой этой точки лагранжи ну понятно если вы начинаете задавать какой-то вектор дополнительные движения у вас уже начинаются там изменяться условия в этой задаче он может меняться а если он меняется это означает что вы на этой на этой картинке вы бегаете туда-сюда 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 ну да она как бы нивелирует ну да 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 она конечно кто-то может сказать что она по синусоиде вокруг вот этой кривой ходит но такой вариант тоже не отвергается я согласен если можно еще да пожалуйста да пожалуйста да пожалуйста когда в начале 70-х годов появились вот эти вот схемы и валюты да там сервизуально сколько встали было что тут сразу встали в ультуре встали в ультуре ну левить x3 надо искать изменение орбитального надо искать изменение орбитального периода в системе левить x3 хорошо еще вопрос меняется сафара левич тоже увеличен тоже не в общем да конечно нет 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 здесь стопроцентно неконсервативный обмен потому что огромный звездный ветер все вещество которое попадает через внутреннюю точку лагранжа на компактный объект они практически целиком выметается давлением излучения поэтому здесь консервативного нет вообще принципа это много это очень это вот в наш наше солнце теряет массу 10 минус 14 а здесь здесь на 10 порядков больше чем солнечный ветер это гигантское это очень это одно из рекордных вообще значений которые известны двойных систем так коллеги значит да уже 20 секунд перебрали времени поэтому давайте закроем дискуссию если вы не возражаете и перейдем к следующему докладу у нас мультипарной конфигурации спутников будущей космической гравиметрии доклад ведущего программиста Александра Деметкина Завплаты Нюкова инженера Жамкова Старший научится Жудика Айтюкова значит пожалуйста доклад делает Саша вы делаете да да Александр Иванович сейчас запускается контролл а вот что-то а Вот, коллеги, добрый день. Сегодня мне выпала честь рассказать от лица нашего научного коллектива доклад на ломоноских чтениях, посвященных 270-летию Московского государственного университета. Итак, результаты гравитетических миссий первого поколения существенно улучшили наше представление о глобальном гравитационном поле Земли и тем самым дали нам мотивацию для дальнейших исследований и улучшений точности модели гравитационного поля Земли. В качестве базовых концепций для мультипарных группировок, уточню мультипарные группировки, это группировки, которые состоят из двух и более пар космических аппаратов, являются миссии GRACE и GRACE Follow-on, которые представляют из себя два спутника, движущиеся в одной плоскости орбиты друг за другом на расстоянии порядка 200 километров. При этом они измеряют межспутниковое расстояние и его вариации, которые в дальнейшем используются для определения гравитационного поля Земли, то есть коэффициентов Стокса. Они представляют из себя своего рода орбитальный градиентометр, который как раз таки измеряет разности первых производных потенциалов, гравитационного потенциала. По результатам миссии GRACE впервые начали регистрировать временные вариации гравитационного поля Земли на интервале 1 месяц. Эти временные вариации показывают, каким образом переспределяются массы на Земле, в частности на поверхности, допустим, изменение уровня океана, связанного с таянием ледников, а также перемещение атмосферы и наземного водного бассейна, озера, реки и так далее. В продолжении миссии GRACE была запущена космическая миссия GRACE Follow-on, основной целью которой является продолжение построения ежемесячных моделей для наблюдения временных вариаций. И также на борту в качестве полезной нагрузки используется лазерно-интерфериметрическая система для измерения межспутникового расстояния. В случае с GRACE используется микроволновая, соответственно, она была ограничена микроволновой точностью. А в случае с лазерной интерфериметрической системой мы получаем нанометр. Грейс закончила… миссия GRACE закончилась в конце 2017 года и с 22 мая 2018 по настоящее время функционирует миссия GRACE Follow-on. На следующем графике показано наглядно в виде коррупционных аномалий на поверхности Земли, эволюция качества моделей с точки зрения точности и их пространственного разрешения. На первом рисунке это грационная аномалия до миссии GRACE, далее по данным миссии GRACE за один год и за 10, ну по сути за все время функционирования миссии GRACE. И последний рисунок, самый детализированный, самый красивый, это данные миссии GRACE за 10 лет и также данные миссии GOCHI. То есть здесь наглядно видно, как от одного к другому улучшается детализация, соответственно, пространственное разрешение, точность моделей гравитационного поля. В качестве полезной нагрузки на космических аппаратах устанавливают межспутниковую систему слежения, как я и говорил, может быть микроволновой или лазерной интерфиметрической, которая измеряет вариации межспутникового расстояния, которые обусловлены гравитационным полем, скажем так, под точкой поверхности Земли, где пролетает наша группировка, вот это две пары спутников. При этом, если у нас есть положительная гравитационная аномалия, и первый спутник на нее налетает первым, то, соответственно, он начинает ускоряться быстрее, а второй спутник слегка отстает от него. Дальше, когда первый спутник пролетает эту гравитационную аномалию, он начинает тормозиться, и второй спутник начинает его догонять. Вот за счет вариации вот этих вот межспутниковых расстояний мы можем, скажем так, решить обратную задачу и получить вот это наше гравитационное поле, ну и коэффициенты разложения гравитационного поля. При этом также на борту космического аппарата устанавливаются акселерометры, это приборы, которые позволяют измерить неинерциальное ускорение. При этом существует два режима работы этого акселерометра. Первый это режим измерения гравитационных ускорений, когда на корпус космического аппарата воздействуют миграционные силы, в частности давление солнечного излучения и сопротивление атмосферы. И, соответственно, спутник тормозится, пробная масса сама по себе, так как она изолирована, ну, находится внутри вот этого, скажем так, корпуса изолирована, и она движется по умолчанию по геодезической. Да, но из-за того, что на космический аппарат действуют внешние вот эти ниграционные ускорения, спутник начинает тормозиться, при этом пробная масса продолжает двигаться по геодезической. Но так как он находится в ограниченном пространстве, эта пробная масса удерживается в центре вот этой как раз-таки электростатически подвешенной, вот этой системы электростатической, и с помощью измерения напряжений преобразуются вот эти, смещение вот этой пробной массы преобразуются в ускорение, ну, там, по определенным алгоритмам инструмента. Второй режим – это режим компенсации ниграционных ускорений, когда спутник следует за пробной массой. В данном случае сам спутник должен быть оснащен системой компенсации ниграционных ускорений, и на его там, скажем так, по периметру его корпуса установлены микротяговые двигатели, которые корректируют сам космический аппарат таким образом, чтобы пробная масса всегда находилась в центре. То есть пробная масса движется по геодезической, а эти микродвигатели корректируют космический аппарат, чтобы он тоже двигался по геодезической. Традиционно глобальное геодезационное поле Земли представляют в виде разложения в ряд по сферическим функциям. Этот ряд, или количество этих слагаемых этого ряда, оно ограничено и ограничивается максимальной степенью разложения, n максимальная. При этом модель геодезационного поля задается такими параметрами, как геодезационный параметр, средний радиус Земли, а также коэффициенты стокса при косинус части и при синус части. Это cnm и snm. В спектре вот этого разложения выделяют три типа гармоник. Первый это зональные, при которых степень, ну да, n это степень, а m это порядок, при которых порядок равен нулю. Представляет из себя такие вот колечки вдоль параллелей. То есть получается, что амплитуда вот этого сигнала, она, скажем так, измеряется вдоль, скажем так, от южного к северному полюсу, ну, синусообразно или косинусообразно. Второй тип это секториальный, когда порядок равен степени. Мы имеем такие дольки арбуза вдоль меридианов. И последний тип это, по сути, все остальное, кроме вот зональных и секториальных. И они представляются в виде такой вот шашечной структуры. Да, то есть основная задача это вот измерить, определить вот эти коэффициенты стокса. Это задача полуустановления негативационного поля из наблюдений. При этом максимальная степень разложения, она напрямую связана с пространственным разрешением этих моделей. При этом мы должны, количество, количество обращений космического аппарата должно быть в два раза, либо равно, либо больше, чем в два раза вот этого порядка, максимальная степень разложения. Для того, чтобы по теореме Колумба-Найквиста обеспечить достаточную дискретизацию. Следующий принцип это аналог принципа Гейсенберга. Он применяется для однопарной группировки космических аппаратов или одного космического аппарата, который говорит, что за ограниченный интервал времени мы за ограниченный интервал времени и за ограниченное количество обращений у нас, скажем так, можно повести там ограниченное количество измерений. И при этом произведение пространственного и временного разрешения это есть константа. То есть мы не можем дальше улучшать пространственное и временное разрешение одновременно. То есть при улучшении пространственного разрешения мы теряем во временном разрешении и наоборот. Целью нашего исследования было анализ потенциальных возможностей орбитальных группировок, состоящих из двух пар космических аппаратов, которые движутся на разных орбитах. То есть внутри одной пары мы имеем два космических аппарата, которые движутся в одной плоскости орбиты, и вторая пара, которая может двигаться на такой же или отличающейся по плоскости орбиты. И все это делалось для потенциального повышения пространственного и временного разрешения, а также точности восстановления гравитационного поля. Для гравитационных… эти мультипарные конфигурации называются гравитационными миссиями следующего поколения, потому что первое поколение по концепции оно уже в прошлом, и сейчас идет дальнейшее развитие концепции космических гравитационных миссий. По орбите задаются требования для гравитационных миссий следующего поколения. То есть наша форма орбиты должна быть либо в идеале круговой, либо очень близка к круговой. Для того, чтобы обеспечить однородное покрытие, так как при эллиптических орбитах у нас, естественно, спутник ближе к апоцентру, он сильно замедляется, и поэтому у нас будет неоднородное покрытие. При этом высота орбиты должна лежать в пределах от 350 до 450 километров, то есть не слишком низкой, не слишком высокой, не слишком низкой, так как низкие орбиты подвержены стремительной деградации из-за влияния сопротивления атмосферы, и при этом не очень высокие, так как при увеличении высоты пропорционально r квадрат уменьшается гравитационный сигнал. Поэтому здесь либо мы уменьшаем высоту при тех же, скажем так, технологических возможностях наших приборов, либо мы улучшаем точность наших приборов при увеличении высоты. При этом наклонение орбиты для близполярной пары рассматривается от 89 градусов до 91. Здесь можно использовать как проградные, так и ретроградные орбиты. А для наклонной используются в пределах от 50 до 75 градусов, это для проградных, и от 105 до 30. Но это опять же рассматривают традиционно именно наклонную пару. Время между последовательными измерениями берется равным 5 секундам, опять же, для достаточной плотности измерения вдоль направления движения этой пары, вдоль трассы космических аппаратов. Так как, допустим, если мы хотим получить модели, у которых точность линейная порядка 100 километров на поверхности Земли, при этом 5 секунд нам дает порядка 40 метров это расстояние проекции на поверхности Земли между измерениями. То есть мы как бы укладываемся. При этом также рекомендуется, да, и в принципе для получения, скажем так, эквивалентных моделей с одинаковым паттерном покрытия поверхности Земли нам нужно использовать систему компенсации сноса контроля высоты. И также для улучшения точности измерения межспутникового расстояния необходимо использование лазерной интерфеметрической системы. В качестве возможных кандидатов агрессионных миссий следующего поколения рассматривают различные конфигурации. Наиболее обсуждаемой и перспективной из них является конфигурация типа Bender, названная часть автора этой конфигурации. В данном случае мы имеем две пары. Одна из них близполярная, то есть у нее наклонение близко 90 градусов. Вторая – это наклонная пара, как раз-таки от 50 до 75 градусов. Основным отличием этой мультипарной конфигурации от других является то, что близполярная пара позволяет глобально покрывать всю поверхность Земли, в том числе и полярные шапки, близполярные области. И она наиболее чувствительна к зональным гармоникам, потому что вариация амплитуды вдоль параллелей расположена. И также к тессеральным. Шашечная структура, также мы захватываем все эти вариации. Но при этом она менее чувствительна к секториальным гармоникам. Сейчас покажу. Да, секториальным гармоникам, потому что пара космических аппаратов двигается по сути вдоль меридианов от севера к югу. Вторая наклонная пара позволяет как раз-таки измерить под углом вариации наших секториальных гармоник. И тем самым улучшить измерение во всем спектре нашего разложения галлюционного поля. Еще возможными кандидатами в мультипарной группировке являются мультигрейс type-up. Она называется так, потому что по сути это две группировки грейс, которые разнесены по долготе восходящего узла на 90 градусов и по средней аномалии на 180 градусов. Но опять же к недостаткам это то, что эти, скажем так, измерения проводятся вдоль меридианов, как в первом, так и во втором случае. И еще одна конфигурация, в ней две пары разнесены по средней аномалии на 180 градусов. У нее аналогичная проблема. Также есть еще концепции, в данном случае она называется грейс пендулум, ну то есть по сути осциллятор. Почему? Потому что первая такая же миссия базовая, опорная, как грейс, и один спутник добавляется на, скажем так, разнесенную по долготе восходящего узла орбиту, и измерения межспутникового расстояния уже производятся между S1 и S3. При этом по мере приближения к полюсам это расстояние будет уменьшаться, тем самым осциллировать в течение проведения измерений. Последняя миссия это, ой, последняя конфигурация это картвилл. В данном случае используются эллиптические орбиты, где в зависимости от положения этих пар одновременно можно измерять как радиальную компоненту, как раз таки вот разности первых производных гравитационного поля, так и продольную вдоль движения спутников. Минусами этих двух конфигураций является их обеспечение поддержания, потому что в первом случае необходимо очень точное наведение между спутниками S1 и S3, а во втором случае у нас будет эллиптическая орбита, которая достаточно сильно будет эволюционировать в течение жизни, и здесь тоже могут возникнуть проблемы. В нашем исследовании мы использовали такие метрики, как анализ глобального покрытия поверхности Земли измерениями. В данном случае это процент заполнения или покрытия глобального, который определяется как отношение количества сегментов разбиения всей карты. Мы всю карту разбиваем на сегменты определенного углового расстояния и измеряем, какое количество измерений попало в каждый из этих сегментов. И делим это все на общее количество сегментов. При этом мы получаем процент и мы хотим добиться стопроцентного заполнения. Сам размер сегмента соответствует пространственному разрешению, который, опять же, соотносится с максимальной степенью разложения гравитационного поля. И при этом вот здесь в табличке обозначены такие типовые значения максимальной степени гармоники, длины полуволны геоида, по сути, линейного размера на поверхности Земли, а также углового пространственного разрешения. Вот в случае с ежемесячными моделями Грейс, это порядка 50 гармоник, 3,6 на 3,6 градуса угловое пространственное разрешение и 400 км от линейного разрешения. Мы проводили моделирование данных различных вариаций по наклонению и высоте мультипарных группировок. При этом моделирование выполнялось с помощью программного обеспечения, которое было разработано нашей научной группой. и в качестве начальных параметров мы брали интервалы интегрирования, это 10, 15, 30 суток, при этом варьировали высоту орбит опорный и наклонный пар от 350 до 400 км и наклонение, соответственно, от 89 до 91 градуса для опорной пары и для наклонной пары от 50 до 75. эксцентриситет выбрали равным одной тысячной. И при, скажем так, в модели сил, то есть возмущений, которые действуют на космический аппарат, мы включили всевозможные силы за исключением атмосферного сопротивления, так как мы полагаем, что наша группировка мультипарная будет оснащена системой компенсации сноса и контроля высоты. И среди всех конфигураций нам удалось выделить одну, которая уже на интервале 10 дней позволяет получить достаточно плотное и равномерное покрытие. Здесь на графике красным цветом изображены треки близполярной пары и синим цветом изображены треки наклонной пары. При этом бесполярная пара находится на высоте 370 километров от поверхности Земли и наклонение 95 градусов. А наклонная пара также на высоте 370 километров и с наклонением 70 градусов. Да, здесь вот изображено покрытие трассами за 10 суток и на следующей картинке за 30 суток. То есть за 30 суток мы прям очень хорошо все покрываем. При этом имеем возможность измерить как зональные, серальные, так и секториальные гармонии. Следующий рисунок это как раз таки представление глобального покрытия. То есть в данном случае каждый маленький квадратик это наш сегмент с угловым разрешением. Здесь на самом деле 3 на 3, но забыл исправить. Пусть будет там 2,5-3 на 3 градуса за 10 суток. Достигается 100% покрытие. При этом цветом изображено количество измерений, которые попадают в каждый из этих сегментов. И видно, что наклонная пара дополняет измерения в диапазоне от 70 до минус 70 градусов. И опять же позволяет избавиться от недостатка однопарных группировок, когда плотность покрытия вблизи полюсов значительно выше, чем плотность покрытия вблизи экватора. Потому что линейные размеры вблизи экватора они больше. То есть один и тот же угол, но при этом линейные размеры существенно больше. Также данная конфигурация позволяет получить 100% покрытие на пространственном разрешении 2 на 2 градуса за 15 суток. И 100% покрытие на интервале 30 дней с пространственным разрешением 1 градус на 1 градус. Дальнейшим шагом мы выполнили восстановление гравитационного поля на основе наших синтетических модельных измерений. При этом в эти измерения мы на том этапе не добавляли ошибок. В качестве входных данных у нас являются координаты скорости космического аппарата, а также вариации межспутниковых расстояний. В принципе вводится определение степенной дисперсии, которая выражается данной формулой. По сути это сумма квадратов, коэффициентов каждой из гармоник, при этом умноженной на радиус Земли в квадрате. Это значит, что мы переходим от самих коэффициентов в термины высот геоида, умножая на радиус Земли. При этом данная формула позволяет сравнивать вклад или ветчину этих гармоник различных степеней в рамках одной модели. Когда мы вычитаем один коэффициент, допустим, стокса c из другого, то мы можем рассмотреть разность степенных дисперсий, которая позволяет увидеть расхождение между двумя различными моделями гравитационного поля по степеням. То есть увидеть расхождение между степенями двух разных моделей, которые представлены коэффициентами стокса. В нашем исследовании для оценки качества восстановления мы использовали разность коэффициентов модели EGM 2008, которые мы приняли за истинную, и восстановленной, которая моделировалась на основе EGM 96. Для всех, которые исследовались мультипарных группировок, при этом на данном графике как раз-таки представлена разность степенных дисперсий по результатам восстановления гравитационного поля. Фиолетовый график, это для сравнения мы рассмотрели также однопарную группировку, которая состояла из, грубо говоря, близполярной пары на высоте 30-70 км с наклонением 95. В сравнении с мультипарной группировкой на различных интервалах времени красным это 10 суток, зеленым 15 суток и синим это 30 суток. При этом на этом графике мы видим, что по сравнению с однопарной группировкой нам удается получить улучшение во всем диапазоне степеней. При этом в диапазоне от степеней 70 до 100 практически на два порядка мы приближаемся к нашей истинной модели EGM 96. То есть улучшаем. Мультипарная группировка даже уже за 10 суток позволяет существенно улучшить или приблизиться к нашей истинной модели. То есть это говорит о том, что качество восстановления значительно лучше. То есть чем ниже вот эти разности степенных дисперсий, тем лучше. Также визуально можно представить это в виде разности коэффициентов стокса. Вот эти треугольные картинки, по сути, все коэффициенты, вот эти cnm и snm, где snm, то есть при синусе часть, она где-то в левой части, в левой половинке треугольника, то есть от порядка минус 1 до порядка минус 100. А коэффициенты cnm, это коэффициенты при косинусе, они от нуля до сотового порядка, то есть это правая половинка этого треугольника. При этом, исходя из различных типов гармоник, зональные гармоники, это гармоники, когда порядок m равен нулю, то есть это по сути вот здесь центральная линия, это зональные гармоники. Секториальные гармоники, это когда n равно m, соответственно, это вот эти квадратики на границах этого треугольника. И все, что между зональными и секториальными, это естественные гармоники. Вот. И цветом здесь обозначено как раз-таки вот это расхождение или вот эта разность между коэффициентами. При этом чем краснее, тем хуже. То есть значит разность больше и это получается, что мы сильнее расходимся с нашей истинной модели. И для однопарной группировки на 30 сутках мы видим, что секториальные гармоники, ну большинство из этих секториальных гармоник, оно красное, что означает, что однопарная группировка, ну подтверждает, скажем так, теорию и подтверждает вот этим нашим измерением и сценарно-минговационного поля, что однопарная группировка плохо измеряет секториальные гармоники. Дальше мы построили такой же рисунок для мультипарной группировки на 10 сутках. И здесь можно увидеть, что секториальные гармоники улучшились, то есть уточнились по сравнению с однопарной группировкой, при этом улучшились также и тессеральные гармоники. Ну и за 30 суток мы по сути еще лучше. Не такая большая разница между 10 сутками и 30 сутками, но в любом случае секториальные гармоники измерились еще лучше. Ну и в качестве результатов и выводов стоит отметить, что для эффективного станарно-минговационного поля и улучшения точности, одновременно с улучшением пространства временного разрешения, необходимо измерять весь спектр гармоник, зональный, тессеральный, секториальный. И это позволяет сделать мультипарная группировка типа бендер. То есть одна близполярная, вторая наклонная. Также одним из важных факторов является равномерность и плотность при 100% глобальном покрытии, измерениями поверхности Земли. При этом для агрессионных миссий следующего поколения использование системы компенсации сноса контроля высоты является неотъемлемой частью, так как оно обеспечивает повторяемость вот этого паттерна покрытия. Соответственно, на каждый месяц у нас будут, скажем так, равноценные друг с другом модели, потому что они будут одинаково покрываться измерениями поверхности Земли. При этом в исследовании была найдена перспективная конфигурация мультипарная с параметрами для опорной наклонной пары высота 370 км, наклонение близполярной это 95 и наклонение наклона 70 градусов, которые позволят потенциально строить глобальные модели агрессионного поля с различными пространственными временными разрешениями одновременно. То есть градус на градус на интервале 30 дней, 2 градуса на 2 градуса на интервале 15 дней и 3 градуса на 3 градуса на интервале 10 дней. Ну, в принципе, все. Публикации нашей научной группы по тематике исследований. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Отклонение заданных гармоний под восстанавливание? Мы сравнивали, да. Вы истинная модель подверли на вход своему... Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы истинная модель над раздорожными трудами. Значит, вы делаете модель свою, 100 гармоний с гармоний с народом, плюс ингредиенты и так далее, и так далее, и ее считали. Как бы, как и проявитами. Вот, ну, такие модели, и с разными системами. И поэтому, как бы, вот, все разные специально, это разные по квадрату. Нет, 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 я сейчас... Данные какие на входе. На самом деле, на самом деле, там следующая схема. То есть у нас метод наименьший квадратов. У нас есть вот эти синтетические модельные, да, измерения. И измерения, которые мы рассчитываем и вычитаем друг из друга, то есть по модели O-C, да, это наблюдаемое, минус модельное расчетное. Когда мы генерируем синтетические модельные измерения, мы используем истинное гравитационное поле, так как оно, ну, как в действительности. То есть если бы спутник летал, то мы синтезируем эти измерения как в действительности, на основе истинного гравитационного поля. Далее, когда мы решаем обратную задачу и вычитаем вот эти разности O-C, мы считаем, что на текущий момент мы знаем только вот эту модель EGM-96. И мы рассчитываем вот эти все там вклады и положения на основе EGM-96. И далее мы, как бы, вычитаем друг из друга и получаем некую модель, которая на основе вот этих измерений должна приближаться к EGM-96. И мы сравниваем вот эту восстановленную модель с истинной EGM-96. И смотрим, насколько мы, отталкиваясь от EGM-96, приблизились к EGM-2008. Нет, ну, когда вы запускаете ваши модельные спутники, да, вот вы получаете там расстояние между парой, да? Вы зашумляете вот измерения этих расстояний? Ну, в данном исследовании мы не зашумляли. А так все-таки что является источником, как бы, вот этих условий? То есть понятно, что ваша система, каким-то образом, фильтрует, нас соединяет, и вы как бы устроите ее так, чтобы она оптимальна сделана. Да. Все равно, как бы, вот этот шум, откуда-то к вам, как бы, как бы, должен идти? Да, ну, там есть этот шум, может быть, опять же, из-за плохой обусловленности вот этой нашей матрицы, да, которая, ну, задается или рассчитывается на основе, в том числе, которая, если бы у нас были шумы в модельных измерениях, то они бы туда тоже включились. При этом, то есть, получается, мы ограничены также и машиной точностью, когда мы составляем эту матрицу, и также мы ограничены обусловленностью этой матрицы для вот решения обратной задачи. То есть для того, чтобы эта матрица была хорошо обусловлена, нам нужно достаточное количество измерений, при этом в различных, там, точках, по различным вот этим типам гармоник и так далее. То есть ваша задача, как бы, сделать эту матрицу хорошую? Да. Как бы, например, эксперимент сделать? Ну, да, и восстановить из этого вот эти коэффициенты стокса, при этом, при этом, мы также можем оценивать их ошибки. То есть мы определяем сами коэффициенты стокса, при этом получаем вот эти sigma-cnm и sigma-snm. Вот, только в данном случае мы их как бы не строили, не рассматриваем, но вообще у нас такая возможность есть построить. Но мы как бы должны дать авариационную эту матрицу. Ну, то есть диагональные элементы, да, имеется в виду? Ну, ладно. Еще вопросы. Военные используют ваши работы и вашу компетенцию? Нашу компетенцию они точно используют, ну, в рамках различных, там, госконтрактов и так далее. Насчет наших публикаций не знаю, но мы предоставляем, пишем отчеты научно-технические, да. То есть отдельно публикации, отдельно отчеты. Мы пишем научно-технические отчеты в рамках гособоронзаказов, скажем так. Валерия Митич, вопрос. Да, да. Ну, в случае, тут вот именно есть ограничения с точки зрения именно методов измерения гравитационного поля. То есть первый гравиметрический спутник ЧАМП, он, по сути, измерял гравитационное поле на основе ГНСС позиционирования. То есть измерялись просто координаты скорости космического аппарата и их изменения, вариации. Далее, вот как раз-таки следующее поколение, это Грейс, которое дополнительно еще измеряет расстояние между спутниками. Соответственно, если измерять только, скажем так, то есть когда мы измеряем координаты скорости с помощью ГНСС, это на самом деле тоже межспутниковое слежение. Просто оно работает в режиме низкий-высокий. То есть низкоорбитальный спутник наш и спутники ГНСС высокий. А когда мы используем межспутниковую систему слежения, мы работаем в режиме межспутникового слежения низкий-низкий. При этом, когда мы наблюдаем в режиме высокий-низкий, это позволяет только достаточно хорошо и точно измерить низкочастотные, да, низкочастотные, там порядка, наверное, до 30-й где-то, да, примерно, низкостепенные гармоники. А межспутник уже позволяет измерить средние и высокочастотные гармоники. Александр Сергеевич. А вот виспутниковое состояние, как его играет, потому что вы там параметры задавали, но задали 20-20. Да, на самом деле играет роль. Лучше-больше или лучше-меньше? Лучше-больше, чем лучше или хуже, чем лучше или хуже, больше или меньше состояние? Ну, вот это мы пока что не следовали. Но мы об этом знаем, да. Еще вопросы? Вадим Константинович, скажите. Ну, на самом деле два слова, что играет, конечно. Чем ближе, тем, опять же, больше разрешения получает. Тут некоторые ограничения такого баллистического характера пока имеют место быть. А теперь я хотел бы два слова сказать вот о чем. А вообще зачем это нужно и кто этим занимается? Ну, на самом деле в мире, так сказать, вот летают уже эти самые космические аппараты. Космическая геометрия развивается. Ну, перечислены были, так сказать, ряд этих самых миссий. Вот. В основном это не в основном, просто пока это миссии НАСА Европейского космического агентства. Вот сейчас китайцы, наши коллеги, будут запускать. У них уже в плане стоит на 2024-2025 год. Вот. И спрашиваются, а нам-то это нужно или нет? Ну, вообще-то нам, наверное, это тоже нужно. Потому что разговоры в этом давно идут. Тоже на протяжении, я этим занимаюсь, наверное, условно говоря, порядка 10 лет, наверное. Так сказать, имеет сотрудничество в этом плане с Неймашем. Значит, на общие, так сказать, вещи с МПО Неймашем и Лавочкиным на космические аппараты. Вот. С СПП, система прецизионного приборостроения с Ливлевым на разбитие этой самой лазерной интерферметрии. И с электроприбор, это Санкт-Петербургская, которые делают, могут делать вот такой электростатический акселерометр. То есть мы как бы развиваем и, собственно, кооперация, которая занимается и приборостроением, ну и наша, так сказать, группа, которая, так сказать, всю идеологию развивает, в том числе то, что было доложено. Ну и теперь, значит, помимо тех задач, которые там Саша в двух словах перечислил, то есть фундаментального характера, как меняется гравитационное поле Земли, оно варьируется, потому что есть перемещение масс, и так далее, и так далее. Есть еще такая как бы задача, пока будущего, как навигация по гравитационному полю. Значит, та навигация, которая у нас есть сейчас, это GPS, это чем она плоха? Что ее можно выключить, можно внести помеху, и ты летишь над морем, а на самом деле ты летишь и в гору влезаешься. Вот гравитационное поле выключить нельзя, где бы ты ни находился, под землей, под водой, везде, если у тебя есть хороший прибьемник, как бы, в который заложено точное гравитационное поле, ты себя спокойно чувствуешь. Понятно, что задача эта сложная, она триединая, вот одна, значит, это космическая гравиметрия, глобальное гравитационное поле, второй уровень, там, альтиметрия и аэрофотогравитационная съемка, третья локальная. Вот, как бы, мы занимаемся первой основной частью, вот, для развития будущей, в том числе, навигационной системы. Вот, если говорить про, в том числе, и военное применение, вот, как бы, такое в будущем будет. Хотя, на самом деле, и сейчас, так сказать, все это используется, вот, опять же, с точки зрения, так сказать, противника, который может выключить эту навигацию, которая имеет место быть, и, значит, тогда своя навигационная система тоже будет нужна. И своя модель гравитационного поля. Ну да, и своя модель гравитационного поля. Больше говорить, что оно изменяется. А? Гравитационное поле изменяется, да? Меняется. Со скваженностью месяцев. Да, 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 да. Сегодня одно намерили, а через месяц полетели, а там другое поле. Нет, но через месяц, конечно, совсем другое не будет. Это правильный вопрос, потому что локальные вещи, они, может быть, так сказать, гораздо... Но это должно закладываться, потому что, в том-то и дело, что, как бы, нужно все эти вещи, которые имеют место, так сказать, в вариации, они должны закладываться. Они должны быть сначала изучены, а потом уже заложены. Ну да, когда у нас уже будет миссия, мы сможем, как бы, восстанавливать поле и получать вот эти ежемесячные модели, в дальнейшем уже на этом, как бы, ряде можно построить какую-то модель вариаций гравитационного поля. Нет, у нас задача построить российскую модель гравитационного поля. И вот МГУ, например, потому что те модели, которые есть, в основном университетские, вот так сказать, там австрийские, там китайские есть, потому что данные все берут и их развивают. Мы тоже можем взять гравитационные, вот это самое, данные граисполон и разбить. Вот задача такая и стоит, пока мы развиваем, так сказать, вот эту саму аппаратную, софтвер, решение обратной задачи. И идеологическую. Значит, мы действительно инструментальные шумы пока не закладывали. Вот сейчас, буквально в это время, мы занимаемся тем, что докладываем шумы, и следующая публикация, которая планируется в этом году, уже будет шумами инструментальной. То есть и лазерная интерферометрия, и, значит, таксилер. Спасибо. Следующий доклад. Анатолий Владимирович Саасов. А эта флешка ваша? Саасов. Саисов, Хаперскоп Александр, Храпов. Доклад называется «Какие карликовые галактики будут иметь спиральную структуру?» Очень хорошо, спасибо. Хаперскоп и Храпов сотрудники Волгоградского университета, уже между нами многолетнее сотрудничество. Это крупные специалисты в области математического моделирования, в том числе и приложения к астрономическим задачам. И, прежде всего, к галактикам. Но сама работа наша посвящена спиральной структуре галактик. Поэтому я несколько слов должен о ней сказать. Спиральная структура, ее происхождение и ее выживаемость, что ли, это цель очень большого количества работ. И ясно, что в разных галактиках реализуются разные схемы происхождения, зарождения и затухания спиральной структуры. Я просто обращаю внимание, насколько может быть разная ситуация. Классические двухрукавные спирали называют их Grand Design. Дизайн в плане проекта, по-английски есть еще это слово, означает узор. Спирали, где не видно основных больших спиралей. Галактики, где не видно больших спиралей, но видны отдельные спиралевидные отрывки, обрывки. Причем по всем параметрам эти два типа галактик могут иметь абсолютно сходные физические характеристики. Есть галактики линзовидные, из которых очень мало газа, и спирали там либо вообще отсутствуют, либо это несколько такие размазанные кольца вокруг бара или внешние кольца. Их тоже можно назвать спиралями, но контрастность с спиралями придают, конечно, области звездообразования. Наконец, есть достаточно массивные галактики, хотя и не такие, как наши. Это галактики типа Большого Магеллана Облака, где спирали вроде не видно, но виден такой бар, вытянутый образование из звезд. Такие галактики обычно обозначаются С с буквой М, что значит типа Магеллановых облаков. Все это достаточно массивные галактики. Но разговор сегодня пойдет о галактиках маленькой массы, которые, в общем-то, казалось бы, спирали могут не иметь, потому что там диск слабо откликается на собственную гравитацию, если там достаточно высокая дисперсия скоростей, а потенциальная яма неглубокая. И вот что представляет собой спиральный узор с физической точки зрения? Здесь может быть три варианта. Первое, спирали могут быть так называемыми материальными. Это когда отдельные неоднородности диска просто растягиваются дифференциальным вращением в обрывке спиралей. Но для того, чтобы эти неоднородности непрерывно появлялись, их диск, ну прежде всего это газовый диск, в них они рождаются, должен быть близок к порогу устойчивости и непрерывно рождать какие-то неоднородности плотности. Второй вариант это волны плотности в газозвёздном диске, наиболее распространён. Развитие неустойчивости диска начинается из локально неустойчивой области, это гравитационная неустойчивость. Дисперсионное соотношение в этой области, соотношение между частотой и волновым числом имеет минимум, и это порождает глобальный узор, который какое-то время живёт. И если в диске мало газа, то всё завершается динамическим нагревом диска, спирали исчезают. Если газа много, то газ это диссипативная система, он может миллиарды лет поддерживать вот такую вот неустойчивость. И, наконец, отклик на внешнее воздействие, когда волны в диске появляются в связи с гравитационным воздействием на диск за счёт неосисимметричного какого-то распределения масс. Это может быть трёхосное тёмное гало, и это могут быть близкие спутники. Ну и спирали также могут существовать даже в гравитационно устойчивом диске, если есть вот такая внешняя гравитационная сила, которая возбуждает колебания газозвёртного диска. Значит, речь пойдёт о карликовых галактиках. Они отличаются от обычных галактик типа нашей по целому ряду параметров. По сравнению с нашей галактикой, их масса на полтора-три порядка ниже. То же самое касается светимости. Соответственно, в несколько раз ниже скорость вращения. Как правило, у этих галактик высокое содержание газа. Как правило, тёмное гало доминирует над массой звёзд и газа. И чёткий спиральный узор встречается очень даже нечасто. В основном, когда мы говорим о карликовых галактиках, дисковых галактик, это тип ДЕИР, то есть карликовые неправильные галактики без спиралей. Или то, что обозначается СМ, типа Магеллановых облаков, у которых спиралей тоже нет. Но видна какая-то внутренняя вытянутость, структура, типа протяжённого бара. Ну, почему у карликовых галактик газовые диски есть, но редко встречаются спирали? Вот пример реальных карликовых галактик, из которых одна у нас совсем под носом. Это малое Магелланово облако. Масса у них, конечно, небольшая, но газ есть, диск есть, вращение есть, спиралей нет. Тем не менее, вся проблема заключается в том, что в некоторых карликовых галактиках они всё равно есть. И вот интересно понять, от чего зависят, будут спирали или не будут. Там, где они есть, там уже карликовые галактики уже относятся не к неправильным, а они обозначаются ДС, карликовые спирали. Вот в 93-м году по работе Эдмунса и Роя авторы сделали вывод, что в галактиках с абсолютной величиной меньше, чем 10-17, то есть это реально карлики, спиральная структура всегда отсутствует. Действительно редко. Больше, чем минус 17. Больше, чем минус 17, это значит слабее, чем минус 17. Действительно, известный каталог Упсала Дженерал Кэталок среди 12 тысяч галактик примерно дюжина отнесена, по визуальному отбору, отнесена к карликовым спиралям. А каталог РС-3, достаточно широко используемый, вообще не содержит галактик такого типа. То есть они есть, но они под другими именами, СМ, скажем все. Ну вот то, что касается исключений, есть. Вот два исключения я показываю, чудесные спирали, а на самом деле это галактики очень низкой свидетельствий. Единственная работа, серьезная, которая до нашей работы была сделана по поводу карликовых галактик, со статистикой, со всем, чем полагается, это работа Хидальга Гамес, 2014 года, и автор составил список, включив в него около 100 карликовых спиральных галактик с признаками спиральной структуры. Значит, галактики выбирались из-за выборки галактик типа СМ по каталогу УПСАЛа, вот, и отбрасывались взаимодействующие, чтобы они не путались под ногами. Вот, абсолютная величина была пороговой, минус 18, размер меньше 10 килопарсек, чтобы исключить галактики низкой яркости. И авторы пришли к двум очень важным выводам. Во-первых, спирали все-таки даже в карликовых галактиках наблюдаются там, где массы уж не слишком уж малы, то есть большие объекты, наиболее, так сказать, большим объектом по размерам. И во-вторых, то, что по всем особенностям фотометрическим ДС-галактики вообще ничем не отличимы от галактиковой бесспиральной структуры. Есть спиральные структуры, нету, их невозможно различить по каким-то другим признакам. Вот, но это, конечно, слабое утешение, надо искать причину, по которой в одном случае они могут быть, в другом нет. Но замечание такое, что эта выборка сделана, она довольно грязная выборка, потому что там очень много слабых галактик с заведной величиной больше, чем 15-я, там очень трудно разглядеть структуру. Поэтому было решено подойти к проблеме более, к отбору галактик со спиралями более тщательно. Эта работа была выполнена. Отбирались галактики всех типов от СА до неправильного, вне скоплений галактик. Ограничивались, видимо, звездной величиной 15. Убирали все галактики, за исключением тех, у которых светимость меньше, чем 2 на 10 в 9 светимости Солнца, размер меньше 10 килопарсек. Убирали галактики, которые видны серебра или полошмя, чтобы можно было исследовать кинематику. Ну и дальше уже, так сказать, визуальный осмотр дал нам информацию о том, какие из этой выборки галактики имеют спирали, а какие можно отнести просто к карликам. Ну вот распределение количества карликовых галактик выборок, где даны, это несколько десятков галактик. Изображения рассматривались по цифровым атласам СДСС, ДСС, Легаси Сервера. Ну, а те галактики карликовые, которые не имеют спирали, образовывали параллельную выборку, и мы их сравнивали. Вот. Всего было выбрано 153 объекта, из них 46 были классифицированы нами как ДС-спирали. Вот. Несколько, только несколько объектов было из спиральных галактик-карликов, можно было отнести к типу Грандизайн, то есть с чёткими двухкомпонентными спиралями. Ну вот я покажу пример галактик-карликов со спиралями. Они очень имеют разную форму, разный вид, в некоторых случаях чёткие, в некоторых случаях размажены, но здесь всё зависит от того, насколько далека от нас галактика. Тут они просто даны в одном видимом масштабе. Вот. В некоторых случаях можно говорить только о флакулентных спиральных ветвях, то есть те, которые не образуют чётких там спиралей, но содержат много спиралевидных дух. А есть примеры Грандизайн. Вот, пожалуйста, я четыре самых ярких примера здесь привожу. Чудесные спиральные ветви. Ну, правда, по сравнению с близкими галактиками спиральными, всё-таки эти спирали как-то всё-таки менее контрастны, более размыты. Ну, тут трудно ожидать иного. Галактика маленькая, галактики маленькие, масштабы здесь малы. Список, который очень длинный, я привожу его, так сказать, только в одну часть, первую верхнюю часть, показывает размеры в килопарсеках этих галактик. Ну, характерные размеры там до 10 килопарсек, но есть там 3 килопарсека где-то укладываются в этом интервале. Скорости вращения, определенные по ширинам линий, линии водорода. Они все богаты водородом. Характерное значение около 100 километров в секунду. Содержание водорода где-то 10,8-10,9 масс Солнца. Довольно много. Динамическая масса, просто определенная по классической форме, в квадраты R делить на G. Порядка тоже 10,8-10,9 масс Солнца. 10,10 масс Солнца. Светимость здесь дана, наличие бара. Самое удивительное, что очень много бара. Правда, сначала это позволило предположить, что мы бара ответственны за спирали. Но это предположение не очень обоснованно, потому что когда мы взяли список галактик тех же светимостей, но без спиральных ветвей, там тоже больше половины оказалось баром. Это не критический фактор. Ну и, а дальше, вот здесь двумя буквами И, это индекс изоляции, который был, понятие, которое было введено Краченцевым и Макаровым в САО, показывает, насколько галактика, можно ожидать, что она подвержена гравитационному влиянию соседей. Физический смысл там довольно простой. Если считать, что ближайшая галактика находится на таком пространственном расстоянии, на котором мы видим ее на небе, то индекс изоляции говорит о том, во сколько раз нужно увеличить массу данной галактики, чтобы с соседней галактикой можно было утверждать, что она гравитационно связана. Ну, то есть, если индекс изоляции, скажем, 0, то это значит, рядом что-то сидит, а если он большой, значит, галактика сильно изолирована. Ну вот, дальше посмотрим, как распределены количество галактик по этим параметрам. Здесь сверху показаны гистограммы распределения по светимости в К-диапазоне, в инфракрасном, чтобы сгладить различные темпы звездообразования, влияющие на светимость. Ну, а внизу показано распределение по скорости вращения. Ну вот, здесь можно видеть, что на самом деле, вот цветами здесь обозначены карликовые спирали, это синие, карликовые из них, вот, зеленые, это действительно мощные спиральные ветви, Grand Design, а красные – это галактики без спиралей. Ну, видно, что если мы будем брать светимость больше, меньше, чем, там, 3 на 10 восьмой, то спирали практически исчезают. Если больше, то они сопоставимы по числу с галактиками без спиралей. Ну, а что касается скорости вращения, тут, опять-таки, видно, что здесь, опять-таки, я напоминаю, синие – это галактики со спиралями, а оранжевые – это без спиралей. Количество галактики со спиралями резко падает при скорости вращения, которая, так сказать, там, меньше, чем, там, 60-70 километров в секунду. Ну, и распределение по индексу изоляции. Здесь, опять-таки, синие – это карликовые спирали, а красные – не спирали. Конечно, существенная доля карликов находится вблизи других галактик, но самое главное, что тут даже не нужно никакой статистики наводить, принципиального нет отличия между распределением для галактик со спиралями и без спиралей. Они ведут себя совершенно одинаковым образом. И опять мы входим в такую вот тупиковую ситуацию. Где-то есть спирали, а где-то нет, и не можем найти, собственно говоря, чем они отличаются друг от друга. Все характеристики на статистическом уровне неразличимы. Единственное, что мы нашли, различие, и это на самом деле очень важное, но различие противоположное ожидаемому. У карликовых галактик со спиралями меньше содержания водорода. Нас самих это очень удивило, но это показано вот на этих двух диаграммах. Здесь по вертикальной оси в обоих случаях логарифм массы водорода в выраженных солнечных массах. А по горизонтали, ну надо с чем-то сравнивать эту массу водорода. По горизонтали это уделенный момент ворчения, а здесь просто динамическая масса. Ну, хорошо известно, что на примере нормальных галактик, нормальной массой светимости, что содержание водорода хорошо коррелирует, тесно коррелирует, как с уделенным моментом, так и с динамической массой. Ну и мы на общую зависимость, которая вот прямая линия, это зависимость, как бы интерполяция от нормальных галактик, нормальных спиралей, мы к нормальным спиралям прибавили наши карлики. Значит, без спирали, это красные точки, со спиралями синие точки. И мы видим, что, конечно, они все сильно перемешаны, но центр тяжести синих точек упал вниз. То есть там, при прочих равных характеристиках, у галактик со спиралями меньше водорода. Это меньше всего нам и ожидали, потому что наличие газа как раз способствует, это гарантированно меньше дисперсия скоростей, это способствует образованию спирали. Здесь противоположное получилось. Ну и, наконец, галактики с правильными спиралями, здесь мы отдельно их выделили. Это галактики, среди них есть галактики с баром и без бара. Но отношение массы водорода к светимости, ну, вполне, так сказать, нормально. И занимает очень высокий, большой интервал. И никаких серьезных выводов о том, есть ли какое-то преимущество по сравнению с другими галактиками, сделать нельзя. Видимым образом, в общем-то, нет никакого преимущества. Ну, так что наличие баров, вот здесь оно сравнивается, это карликовые спирали, карликовые галактики типа СМ и неправильные галактики. Везде у нас бар присутствует в значительном части случаев, поэтому надежда на то, что именно бар является тем элементом структуры, который тянет за собой спирали, это гипотеза просто отпала. Ну, тогда вот из этих анализонаблюдаемых данных четыре вывода. Во-первых, нет такого параметра, который играл бы определяющую роль в формировании спиральной структуры в карликах. Во-вторых, подтверждается вот вывод, сделанный еще до нас, о том, что карликовые спирали относятся к наиболее массивным и быстро вращающимся карликам. Почти во всех случаях они имеют скорость вращения больше 50 км в секунду. Третье, это вероятность появления спиральной структуры не зависит, ямным образом, по крайней мере, от наличия или отсутствия бара. И четвертое, это вот непонятное, так сказать, то, что масса водорода в среднем в полтора-три раза ниже у карликов со спиралями, чем у галактик без спиральных ветвей, с теми же динамическими характеристиками. Ну, дальше мы, так сказать, обратились к нашим коллегам. Давайте вместе, так сказать, думать, каким образом могут зарождаться спирали, когда они зарождаются, а когда нет. Мы переходим к моделированию. Значит, моделирование, это уже китренное моделирование. А как масса водорода определяется? Масса водорода мы просто брали из каталогов, масса водорода определялась по потоку в линии 21 сантиметр. Значит, цель найти условия, при которых в первоначально равновесном диске развивается гравитационная неустойчивость и рождается спиральная структура. Значит, трёхмерный диск строился двухкомпонентным. Это звёзды плюс газ. И эти оба компонента погружены в тёмное голово. Для звёздного диска использовался прямой метод частица-частица. А для газа традиционно СПХ-метод, метод сглаженной гидродинамики, который очень часто вообще используется для моделирования течения газа. Полное число точечных масс, значит, и газ, и звёзды представлялись совокупностью точечных масс. Полное число НТЛ в модели для звёзд и для газа принималось одинаково, но менялось от 4 миллионов до 10 миллионов точек. Ну и, наконец, с использованием программных методов строились самосогласованные модели дисков. Работа выполнялась на суперкомпьютере Волгоградского университета с использованием графических процессов, это GPU, которые позволяют вести параллельный счёт для разных точек и имеют очень большую скорость работы. Значит, принцип счёта, значит, для точек звёзд, где, если радиус вектор частицы R со стрелочкой, то, значит, ускорение складывается суммой из ускорений, связанных с взаимодействием частица-частица, плюс ускорение, связанное с распределением частиц газа и общее, так сказать, ускорение связано с наличием тёмного гало, которое считалось не живым, а фиксированным. Вот. Для газа, ну, сходное уравнение, здесь просто вводится ещё один член, это градиент давления, и опять-таки суммируется, так сказать, по частицам, с учётом частиц звёзд и гравитационного поля гало, которое в разных моделях менялось в соответствии со скоростями вращения. Вот. Ну, что очень важно, что, конечно, метод частица-частиц это прямой метод, наиболее надёжный, но для того, чтобы избежать эффектов релаксации, поскольку каждая частица имеет массу больше реально, чем масса звёзд, вот. Вводилось традиционным образом, так сказать, радиус обрезания, то есть, гравитационное взаимодействие между частицами становилось слабым, если они очень близко друг к другу подходили, так сказать, в противном случае, так сказать, у нас шёл бы рост дисперсии скоростей, просто из-за того, что наши частицы имеют большую массу. Ну, вот. Продолжительность счёта это 5-10 оборотов по внешнему краю диска газозвёздного. Ну, а дальше смотрели на картинку и... Сколько это в компьютерном времени? Ну, на самом деле, скажем, каждая... Одна модель считается, несколько часов. Потом меняемся. Но там ещё сложность, потому что для того, чтобы начальное состояние выбрать, нужно методом интерполяции добиться того, чтобы она была... Действительно, не шла в разнос раньше времени, то есть, чтобы ясно было, что вот галактика стационарная. А потом мы рассматриваем, немножко подбавляем массу и смотрим, как она начинает меняться на глазах. Вот. Основные параметры модели. Скорость вращения звёзд, интервал изменений от 40 до 100 км в секунду. Менялась центральная плотность экспоненциального диска, типичная для карликовых галактик. И отношение массы газа к массе звёзд в диске от 20 до 100%. Ну, одна... Вообще без газа модель считалась. Вот. И начальная дисперсия скоростей звёзд в соответствии с наблюдениями 10 км в секунду. Это для газа, H1. Звёзд менялось в разных моделях от 10 до 20 км в секунду. Но главное, что изначально диск находится в равновесном равновесном состоянии. Ну, характерная начальная для типичной модели распределения плотности звёзды. Здесь плотность по вертикали расстояние от центра по горизонтали. Плотность звёзд падает по экспоненциальному закону. Здесь логарифмические шкалы по вертикали. Газ впадает более медленно опять-таки в соответствии с наблюдениями. Ну, вот теперь я покажу примеры. Значит, пример образования и эволюции спиральной структуры после 10 оборотов. Значит, здесь розовым цветом показана модель с газом, а синим цветом это звёзды. Значит, вот пара газа-звёзды, а дальше уже по времени. Вот это второй шаг, вот это вот третий шаг, четвёртый шаг, пятый шаг. То есть, здесь нужно каждый ряд смотреть, как по времени меняется структура. Ну, видно, что звёзды тоже образуют спирали, но, так сказать, более такие размытые. У газа они гораздо более устойчивы. Они возникают. Вначале их практически не было. А через несколько оборотов они выходят на плато, так что трудно понять, они кончили свою эволюцию или вошли в какой-то сационарный режим. Значит, быстрая эволюция тонкого диска с образованием мощного бара. Он здесь возникает. В некоторых случаях у газа, у звёзд этот бар потом исчезает. Но вначале почти всегда рождается бара, образующая неустойчивость в центре и распределение массы теряет очень симметричный характер. Вот. Ну и поздние стадии характеризуются спиралями, в большинстве случаев уже звёздными спиралями без бара. Если брать более толстый диск, то спирали становятся менее контрастными. Здесь показан только газ. Ну, если, например, толщину диска увеличить ещё больше, за счёт чего? За счёт дисперсии скоростей звёзд. То, сколько ни крути, спираль не появится. Вот наша задача была посмотреть, где проходят границы между теми, тем набором параметров, которые дают возможность разбиться спиралям, и которые не позволяют им развиться. Вот. Ну, для этого надо всё-таки быть ближе к наблюдениям, надо сравнивать с реальными галактиками. Но дело в том, что галактик со спиралями карликовых, у этих галактик почти нет информации по кривым вращениям. мы нашли всего три или четыре объекта, которые вошли в какие-то выборки, где люди мерили скорости. Вот я показываю для двух объектов их фотографии сверху, а внизу... Здесь лучше, не видно. Тут плохо. А можно я... Ой, может быть, лучше. Вот так. Вот. А внизу просто сверху кривая вращения, и она разбита на компоненты, за которые ответственен каждый из составляющих галактик. Значит, здесь газ внизу, потом гало, диск, и наблюдаемый... Значит, гало, это для нас это наиболее важно, это желтая кривая. Вот. В этих двух случаях мы видим, что гало начинает преобладать над другими компонентами уже с расстояния там несколько килопарсеток от центра. Есть еще одна галактика, которая измерена кривой вращения более надежно, это NGC 1042. Она находится... Она это карлик, но для карлика это довольно большая светимость. Это звездная величина в диапазоне B минус 17,5 абсолютно. У нее очень четкая спиральная структура. Это галактика показана на разных диапазонах спектра. Галекс это ультрафиолет, DSS это оптика, это тоже оптика, но разные источники информации. И промоделировали реальные кривые вращения. И вот то, что получилось для газа, для звезд, оно по виду вполне приемлемое сходство с тем, что мы наблюдаем для этой галактики. Конечно, здесь речь идет не об одной галактике, а речь идет о попытке сделать какую-то статистику. Поэтому было построено очень много моделей. Каждая модель здесь обозначена значком на зависимости от других физических параметров галактик. Какие это параметры? По вертикали здесь отложена относительная толщина диска. Z0 это шкала вертикальной диска, RD это шкала диска горизонтальной, то есть, когда в Е раз падает плотность. По горизонтали отложена величина характеризующая содержание газа в галактике. Отношение массы газа к массе звездного населения. Здесь у нас наличие или отсутствие спирали определялось по фурье распределения числа точек по азимуту. И там, где кружки большого размера, там четкие спирали. Где кружки маленького размера, там амплитуда, связанная с регулярными спиралями значительно меньше, и там, где вообще никаких спиралей нет, где-то все крестики. И вот здесь очень хорошо видно, где проходит граница. Вот эти два параметра, они определяют, появятся ли спирали в процессе эксперимента или нет. значит, это один параметр это относительно толщина диска, она является функцией дисперсии скоростей звездного диска. А второй параметр относительно массы газа. Значит, чем больше масса газа, тем при более толстом спирали, при более толстом диске можно ожидать еще появления спиралей. Если газа очень мало, то для того, чтобы были спирали, диск должен быть очень тонким. Поскольку, кстати, можно обратить внимание, поскольку в этих параметрах не сидит условие, что мы рассматриваем именно карликовой галактики, в принципе, вот такая диаграмма применима и, по крайней мере, мы надеемся, что применима и для галактик нормальных спиралей, потому что нормальные спирали, они имеют вот такой примерно 0,35 0,15 это отношение Z0 к Rd и вот видно, что нормальные спирали реально попадают в ту область, когда у нас даже при небольшом содержании газа спирали должны быть. А вот карлики, они более толстые и из-за этого требуются специфические условия, чтобы при этой толщине появились спирали. А если они совсем толстые, то даже они состоят из одного газа, то не будет спирали. И вот фактически сходная диаграмма уже построена более культурно, я бы сказал так. Здесь по вертикали отложена амплитуда фурье-гармоник, в основном это вторая гармоника. А по горизонтали по одной оси относительно содержания газа, а по другой оси вот это отношение, характеризующее толщину диска, отношение шкал вертикальной кардиальной. И здесь в общем-то то же самое, но видно так может быть более наглядно. Здесь цветом отмечены амплитуды возмущений, числоточек по азимуту, и чем контрастнее спирали, тем более голубой цвет. Если спирали почти нету или полностью отсутствует, это вот спектр сероватый цвет или грязно-желтый. И тот же вывод, что чем меньше газа в диске, то есть вот чем ближе к началу координат, тем более тонким должен быть диск для формирования спиральной структуры. Ну вот остается, здесь мы выяснили, при каких условиях мы можем ожидать, что в галактиках такой же басы, такой же скорости вращения могут быть или не быть спирали. во-первых, не очень понятно, по каким причинам те галактики могут быть толще или тоньше, если у них скорость вращения и все остальное одинаково. Здесь можно уповать только на условия формирования диска, которые мы плохо представляем. Но важно еще понять, почему пониженное содержание газа в карликовых спиралях. Ответ в общем-то если порассуждать может быть лежать на поверхности. Если у галактики образовались спирали, если как мы выяснили для этого диск должен быть более тонким, то это означает, что объемная плотность газа в диске выше. Объемная плотность газа в диске выше, а это означает, что темпы звездообразования будут более интенсивны, потому что они реагируют именно на объемную плотность газа. К тому же само существование спиралей тоже подгоняет звездообразование, поскольку спирали идут основные области звездообразования. То есть если у нас есть условия формирования спиралей, то одновременно более интенсивное звездообразование, которое за миллиарды лет просто уменьшит количество газа. на полукачественном полукалечественном уровне становится понятным и вот эта особенность спиральных карликовых галактик. Что касается оценки толщины дисков карликовых галактик, есть целый ряд авторов, по крайней мере, я знаю четыре работы, я их здесь перечислил, то, что диски галактик действительно в среднем более толстые у тех галактик карликовых, у которых светимости особенно низкие. Это диаграмма, взятая из работы Джонсона и других 17-го года. По вертикали это отношение осей, исправленное за проекцию, по горизонтали абсолютная звездная величина, и мы видим, что более яркие галактики, они имеют абсолютную величину, ниже, более яркие галактики они все более тонкие. То есть, вот это как бы дополнительное подтверждение нашего вывода, то, что даже при одинаковой массе и других параметров у нас будут спирали с большой вероятностью именно там, где диски более тонкие, и это как раз соответствует наблюдениям, потому что карликовые спирали занимают как раз наиболее яркую часть спектра светимости карликовых галактик. Ну, собственно говоря, это практически все, что я хотел рассказать, я просто хочу подчеркнуть выводы, что, во-первых, карликовые галактики это карлики, содержащие газ, в которых звездные диски характеризуются сравнительно низкой дисперсией звездных скоростей. Это предельное значение дисперсии, тем выше, чем больше газа в диске. Больше газа, больше вероятности будут спирали. Второе, чем меньше относительная толщина диска, тем меньшее количество газа требуется для существования спирали. И, наконец, поскольку в тонких звездных дисках плотность газа, значит, эффективность звездного образования должна быть выше, более быстрое исчерпание газа может объяснить пониженное в среднем содержание газа в карликовых спирали по сравнению с галактиками такими же, но без спирали. Все. 10 оборотов галактики это сколько лет? Значит, для карликовых галактик это порядка 10 в 7, между 10 в 7 степени или 3 на 10 в 7, вот такого порядка. Ну, тут уже, так сказать, все долго считать очень сложно, но главное, что когда спиральный узор перестает меняться, считалось, что он выходит на стационарный режим. А дальше, почему он может долго быть? Потому что я уже об этом говорил, пока существует газ и в нем рождаются звезды, звезды рождаются с маленькой дисперсией скоростей. То есть, вот это звездный диск не испытывает динамического нагрела. Если у нас толстый газовый диск, то есть, его будут рождаются звезды в актере толстого. Ну, когда диск толстый газовый, то есть, параллель может не быть. с вопросом. Анечка, пожалуйста, пожалуйста. А в модели у вас получалось, я сейчас про модели поговорю, в модели у вас получалось, что модель не формирует пар, но не формирует спирали, но не формирует пар. Дверг, в какой-то момент все В большинстве случаев эволюция начиналась с Бара. Но надо иметь в виду, что мы как бы начинаем с нуля, а если мы рассматриваем галактики с большим водородом, то вот эта начальная стадия может быть просто давно пройдена, и тогда Бара не будет, или он образуется позднее. Значит, роль темной материи. Если мы сначала рассмотрим галактику без темной материи, а потом заключим ее в темное гало, то будет или не будет изменение, зависит от того, чтобы при этом скорость вращения изменим или нет. Если мы просто оставим диск как есть, но уже в поле темного гало, но он перестроится, он будет быстрее вращаться. И в этом плане вращение играет роль, которая стабилизирует диск и затрудняет формирование структуры в нем. А если же мы будем считать, что мы зафиксировали скорость вращения и не меняем, вот какая есть, просто перераспределяем массу между темным гало и диском, то здесь роль играет небольшая. Потому что темное гало дает какой-то потенциал гравитационного поля, в нем крутится диск. Он чувствует свой собственный потенциал, потенциал гравитационного поля. и здесь роль гало заключается в том, что от него сильнее всего зависит скорость вращения. Вот так. и все. Проложение и сходность этих. Как раз в первой части у вас будет первая часть вырезать у нас как раз у нас по графику и вот как раз там, где вы сравнили две спирали и со спиралью. Они упали в них и в тактии, что это падение массы может вернуться с меньшим количеством газа. Но ведь это падение точек не может на повышенное потому что в перенокаре была масса повышенная повышенная что здесь? У них более высокая повышенная динамическая масса. Полная масса. То, что динамическая была масса. Вот были по графикам. Эти график больше безразмерные параметры. Я думаю, что это понижение точек можно объяснить не падением массы а повышением массы динамической. А это соответственно в плане больше темного уголовка. В общем, да. То есть, видите, мы объясняем. Те более выводы в первой части говорили о том, что для этих головных странных активно будет учебный использователь вращения. То есть, это опять же в связи с тем, что более повышенный использователь уголовок. то есть, мы сначала рассматриваем голос потенциал и потенциал со своим собственным потенциалом. Все правильно. То, что вы сказали, все правильно. по отношению звездной массы к динамической есть различия? Между спиралями и спиралями никакого различия. По отношению к звездной массе? По отношению к массе никакого различия. еще нового по моделированию. Вот Кубаны недавно с вами перебескачались. Мне давали целую работу почти тех же авторов Кыгарского и Крапова, но, по-моему, 2010-го было, это было и ранее. Где у них тоже они исследовали маленькие карты и у них там при моделировании получалось так называемых запах. Когда раскатилось решение пара по отношению его учительства. Это работа с моим участием. Я его хорошо знаю. Это работа катается об одном массе и на два небольшого наглога. Там два, еще по отношению к центру пара. Вот. Эр моделик это объясняет. Здесь получалось как-то? Здесь честно говоря здесь такого смещения не было. в модели большого регионного опыта там не было смещения был телопоксек. Мы его измеряем, как-то знаем, что он существует, потому что галактика близкая и хорошо исследована. В этих масштабах ходили телопоксек куда-то может не взяли. Все. Открыл Валерий, я вам вопрос к человеку, который вы не занимаетесь. А возраст галактики с раундами в армии возраст галактики с спиральными за наставку раундами галактики много граммов. Либо водород келл либо усыпься водород с весом равным келл с келл с все это и следует. Все галактики тоже возраст 13,5 миллиардов. Начинается все примерно с 13.5 нет, но скажем так, не возраст, а степень и преимущественного. А водород как раз следует. А и количество газа. А количество газа у карликов низкой низкой. Нет, а анти натуральный период среди. Вот вас с карликовым спиралом хорошо бы сделать такую работу. нет, да. Просто когда вы говорили, что у вас галактики со спиралями меньше оборотов. Да? Да. Можно начать больше прорвенционирования и дождать то район появится. Нет, галактики равных масс появились более-менее одновременно. Это не считая какие-то кармеры, какие-то поливные кармеры, которые потом возникли нарушение галактики. А так была эпоха начала эволюции галактики, поэтому все галактики можно считать галактики в одном времени расти. Но у каждого галактики вся революция была. Поэтому если говорить о степени революционированности то параметров галактики в этом плане не менее не менее в мировом революции . В чем мерить. мерить, скажем, конечно конечно а а а А также и выпускают оружие. Я у вас есть вопрос, Матвей Михайлович, еще как-то рассказать. Была заключительная в нашей истории, что во время Джоффс Энерики предложил, что модель, которая образовалась из-под боезда, и это обращающиеся с воронцом, а не надо закрыть. А, не надо закрыть, не надо. И это, как ты говоришь, это на руке, конечно. Депрессионный. Да. И Джоффс Энерики предложил модель. У вас есть двух пылесок, где-то, 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 и сталкивается на нефлата, и я тоже не знаю. Но, а ты. Вот. Старо Ават, мой хороший, наш знакомый, конец, он снимает трансферн, в том-то время посчитал. И посчитал, он эту эволюцию у нас. В начательный момент, где-то такого века ничего нет, близко нет, начинает течь вещество, сталкивается, и что будет так? Что он посчитал два мороза. Все получилось замечательно. А, оказалось единственное. Какие-то с эта теоретической моделью была на Тарюзе Сайде, посвященном ДН, который сделал Джоффс Энерики. Но в те времена, мы были тоже суперкомпьютеры, и тоже было за это время, это было дорогое, стал бы он посчитать в течение двух оборотов. Потом у него появился тот суперкомпьютер более, так сказать, длительный, и через некоторое время он посчитал дальше, и весь мир, что есть, и вероятность 1, и все распадает, и ничего не замечается. И, кстати, люди рассудились очень сильно. Я, к тому же, вот, Анатолий Николаевич спрашивал про количество этих слов, которые были с эмуляцией. Что было бы, все-таки, интересно, если бы это был подобный диагноз. Это, опять же, связано не то, что с форборской эволюцией. Хорошо, да. Я дальше буду отвечать за вас. Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И что будет дальше? Они считают, что либо будет вопрос, либо еще с динамической эволюцией, вот сначала какие-то были свои изменения, потом свои успокаторы. Вот эти расчеты, они доходят до такой стати расчета, что они там на детстве этих оборотов ничего не меняют. Они считают, что они дошли до того количества этих оборотов. Ну, когда по мощнее компьютеры будут, можно будет дальше по счету. Я скажу, если же обороты. Главное, не выйти, да мы уже с пяти лет. А вот я сейчас по наблюдению вопрос. Вот была такая работа, эмигрин, феврой эмигрин, которые, они кедли не спирали, они кедли в появлении баров. И нашли, что для галактик с таким, как бы, средней массой диска, то есть средняя галактика, с дисковой галактик, очень важно и очень хорошо для развития баров находиться скопление. То есть возмущения, гравитационные возмущения, они стимулируют развитие баров. А вот не может быть в вашем случае, что, как бы, какие-то, то есть, то есть, то есть, то есть, то, что у нас рассматривал гравитационная неустойчивость, как причина спирали, это не единственное возможно. Я говорю, у вас в ближайшие сутки есть, которые могут в космосе спирали спирали спирали, может быть, вверхозные коло, которые могут спирали спирали, есть отдельная работа на спирали, но все-таки их должен быть длинных к условию граничной, маржинальной устойчивости по крайней мере, в какой-то одной зоне. Вот там, где есть 3-4 галактики, мы специально посмотрели, где-то эта зона. Да, здесь она находится в внутренней области. Внешние области они в революционном случае. То есть до них спирали могут дойти только как за распространение по диску, а спирали могут быть только там, где возможны революционные условия. Я виноват. Если есть какой-то момент звездообразования, чтобы масса газа начала уменьшаться, и текала масса звезд, у вас тогда поменяется вот в определение, сколько будет ваш потенциал, потому что вы считали, что взаимодействие с газом? Нет, а потенциал, чтобы извинялся, потенциал, чтобы сильно что-то перемещалось по радиусу. Если просто у нас газ превращается в звезды, но суммарная масса остается тем же самым, то есть самым. Перемещение по радиусу может быть связано с внешним развеющим. Это да, там какая у вас будет перемещение. А так само по себе превращение газа и звезды, а у нас в общем, такой картинке, который не получал вам в звезд. То есть там разные кривые диагнозы звезды, потому что звезды и газ по-разному компенсируют, потому что в рейтинге, соответственно, облик выранился и не того, и к другому. И уже на это считывается предсказанное предсказанное пламя в ваших врачах. Попробуйте. Спасибо большое. Ну, на этом мы заканчиваем наше ломоносовское чтение в этом году. Всем спасибо. Всем, кто докладывал.